Девушки отдыхают 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 Папа! Папа, ну что ты делаешь? Давай, помоги. Возьми. Папа, Лида хочет поздравить тебя с юбилеем. Алексей Филимонович, поздравляю с юбилеем и желаю крепкого здоровья. Дайте поцелую. Ну спасибо, невестушка. Дождался. А то я сижу, смотрю, чего молчит. А ты думаешь, я не знаю, что ты задумала? Ты же Петьку подговариваешь у меня дом забрать. Да с чего мы это взяли, господин? Ну что ты придумал? А ты думаешь, я не могу за себя постоять? Да можете. Ты есть еще порох в пороховницах. Данилович! Данилович, ну-ка, давай-ка, в жарь нашу. Давай, Лидия, ну-ка, ну-ка не плясать со мной, если еще не разучилась. А что? И выйду. Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Папа! Ноги, ноги, положите на… Алексей Дмитриевич! Ты чё, пап? Алексей Дмитриевич! Тихо, пап! Что с тобой? Деда, что с тобой? Тихо, а… Тихо, а! Ноги, поразите, на… А! Тихо, Филимоновича! А! Сашка, ну давай, иди за водой и стой! Скорую вызывайте! Галстук ему распусти! Папа! Петь, путь снимай, я задолблюсь! Да, все будет хорошо. Ничего нас тут теперь не держит. Что? А? Все образуется, Петь. Брат Кулька поможет нам в Москве пристроиться, а мы к отцу будем приезжать. Лид, давай не сейчас. Как завод закрыли, в городе работу не найти, да и копейки платят. А в Москве все-таки перспектива. Какая там перспектива? Ну, все лучше, чем здесь. Дом отцовский продадим, нашу квартиру. Для начала хватит. Мальчишки, в Москву поедем? Да хоть сейчас. Поехали. Видишь, мальчишки согласны. Не знаю. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Может, пивка попьем? Пивко есть? Я вам дам пивка. Сейчас выгружать нам все это надо будет. Ну, а потом пивка. Завтра пивка. Ну, а что мне нравится? Смотрите, какой зеленый район. Далеко от центра-то. Что-то деревня какая-то, по-моему. А не Москва. Главное, чтобы девки были. Ясно дело. Уж этого добра везде полно. Ну, а как? Поехали покатать. Поехали, как она. Давай, взгляни. О-о-о, что дела? Девушка, ну иди, покачу. Смотри, машина-дверь. Водить научись сначала. Че? Милка зуй. Эй, ты че? Ослеп? Че, вылупишь? На дорогу смотри. Девушка, че-то ухажеры у вас какие-то левые. Да что я лучше? Башку свою тупую убери. Пасть свою закруй, дядю. Еще увидимся. Рай, не надо. Я женщина-ящий. Рай, не надо при всех ящерях. Иди сюда. Я тебя умоляю. Иди сюда, говорю. Рай, ну сделай потише хотя бы. Рай, зачем там громко-то, а? Ну, тебе же нравится. Ну, нравится, но не так громко. Мы ж не в деревне, в конце концов. А вон твоя деревня. Здрасте. Ой, туда. Че, Коль, соскучился? Ну? Ну? А вот и мы. Рая, иди сюда. Ой, здравствуй. Ух ты, моя сестренка. Здорово. Ну, ты посмотри, какой стал ты, а? Да, я вот. Красавец, красавец. Здорово, Петрово. Здравствуй, Николай. Ну, как ты тут? Ну, как? Не хуже, не лучше других вроде. А-а-а, ты, Коль, скромный стал. Ну, что вы сидите, давайте, выходите. А кто это, кто это, кто это? Вот такие вот шаровые. Вот ты хочешь сказать, что вот эти мужики, это и есть твои пацаны? Ну? Здрасьте, дядь Коль. Привет. Привет. Здрасте. Ну, так сказать, по-соседски, ну, и по родственному. Давайте. Ну, что вы там, ребят, как-то не живые. Я в магазин, тебе что-нибудь купить? Нет. Ну, что вы там, ребят, как-то не живые. Давайте, на третий этаж, я же сказал. А, я сейчас сумку возьму. Сюда пока поставьте. Ага. Вот эту теперь тут. Надо что-нибудь под дверь подставить, чтобы не закрывалось. Ну, хорошо, хорошо. Вот эту каруку можно. А вот эта тяжелая. Лида, Лида, Лида. Лида. А. Вот такая ращика у меня. Здравствуйте. Хорошенькая какая. Здравствуйте. Здравствуйте. Петр. Петр, да. Очень приятно. А, а эти? Вот это деп... Ну, что, разгружаемся. Ваня, Саша, это мои снорья. Давайте мы сначала поработаем. Коль, пойдем уже. Здрасте. Сразу наверх надо нести. Ваня. Мы сейчас вещи разгрузим. А это боевый рассказ так... Ребят, я пойду открывать. А, понял. Вот это вдвоем носить. Давай мы тогда в этой комнате будем, да? Заносите. Папа, куда это? Давайте сюда, в эту комнату. В одну комнату, пока все складываете. Да, потом разберемся. О, я здесь буду жить. И я. Тихо, тихо, тихо. Хватит вам. Так, нравится? Садись. Ну, че, чистенько. Значит, что касается своей квартиры, Лид, я тут просчитал все варианты, как ты меня просила, но, к сожалению, в Москве на ваши деньги ничего путного найти нельзя. Но можно двушку, хрущевку в Подмосковье. Как в Подмосковье? Мы все продали, и дом, и квартиру. Лид, это Москва, что я могу платить? Вы все перенесли? Нет. Давайте, давайте. Закончим, потом отдохнем. Пойдем. Так, а вот там это, в Подмосковье, ну, сколько это метров можно купить? Петь, ну, хрущевку, ну, сколько, ну, 40, может, 45. Двухкомнатная, санузел раздельный. Ну, жить в общем можно. Ну, и как мы, как мы в сорока метрах будем вчетвером? Ну... Хорошо, есть другой вариант. Какой? Ну, зачем вам все деньги сразу вбухивать в квартиру, да? Вам еще пацанов поднимать надо? Коль, ну, какой вариант-то? Какой? Рассказываю. Выживать пока здесь. А все эти деньги надо прокрутить. Это как? Ну, в бизнес вложить. В хороший, правильный бизнес. Это знаете, какие проценты принесет? Вот. У меня есть мужик. Наш земляк. Вот такой вот. Он знает, как это делается. Очень богатый человек. Ну, и что? Ну, что, что. Я попрошу, если он согласится вам помочь, то считайте, что все в порядке. О, вот, смотри. На. Нет, журнал возьми. Отец увидит, убьет. Так ты спрячь. Ладно, все, пока. Не бойся его. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вы ждите здесь. Мы сейчас спустимся. Добрый день. Он ждет вас. Василий Иваныч! Василий Иваныч, это я. Здравствуйте. А вы к папе? Да, позови его. Папа. Че тебе надо? Там Горбунов пришел, и с ним еще двое. Хорошо, иди. Иди. Саня. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь. Петр Алексеевич. Василий Иванович. Очень приятно. Мой, как это, Шурин. А, земляк, значит. А, это его сын. Здравствуйте. Василий Иванович. Очень приятно. Ну что, сразу к делу. Да, мы готовы. Прошу. Проходите. Вот, смотрите. Место самое выгодное. Тут центральный вход. У меня конкурс на это помещение. Но ради Николая могу придержать. Только ненадолго. Время – деньги. Спасибо вам огромное, Василий Иванович. Спасибо. Спасибо, что вам просто повезло. По-моему, все замечательно. Главное, сразу не придется торговое оборудование покупать. От прежнего арендатора осталось. За долги. Класс. Нравится? Мне нравится. Василий Иванович, нет слов. Теперь давайте определимся, чем будете торговать. Может быть, вы и посоветуете? Помочь вам? Нет, иди за стол. Сейчас приду. Хлеб принесу. Садись, Сань. За хит сезона. Оп. Мама. На, возьми, хлебушка. Ну, на, возьми. И что это за хит сезон, а? Это компьютеры и ноутбуки. А ты знаешь, не каждого на эту группу товаров пускают. Ну, ты-то откуда знаешь? У меня Василий Иванович сказал. А-а-а. И Николай. Ну, а Николай зря говорить не будет. А может, не будем торопиться? Все, взвесим, других поспрашиваем. А? Саня, Николай дело говорит. Он в Москве вон сколько лет уже живет. Наверное, как-то получше тебя разбирается. Да, Саша. Мама права. Конечно, права. Если б не я, сидели б сейчас в своей дыре. О! Ну, где тебя носят? Давай руки мыть. Быстро руки мыть и за стол, пока больше горячий. Иди. Смотри, братан, как тебе? Красивая. Мне б такую. Я тебя умоляю, в России баб, больше, чем мужиков, ты голову от своих книжек оторви, увидишь. Не очкуй, на твоей улице будет Майами. На. Держи, держи. Ты только поаккуратней гладь ее. Здоровья береги. Тихо ты. Я бы, кстати, на ее месте тебя бы выбрал. Такой же красивый, как я, только еще и умный. За тебя. Давай. Давай, мне учиться надо. Давай, давай. Ладно, дай посидеть-то. Ну, где ты? Ну, где ты? Ну, где ты уже? Ненавивший спорта. Эй, злодеи, вы где это говно откопали? Миф, няпку продай. Да ты пошел-то. Завелась? Молодцы. Ну, что, съели? Красота. Видал? Нажалочка. Че, на помойку повез? Нет. Опа, а что такое? Че ха-ха-та? Эй, а че ты улыбишься? Помочь ей? Че помочь-то? Ну, вытолкнуть. Че, эти немощные какие, что ли? Ты умный такой? Книги читаешь? Экономика, Мишань. Помочь он захотел. Читать-то умеешь. Опа. Ща порвут очкарика. Вот это нормально. Я не умею. Может, научишь? Нормально, Санек? Нормально, нормально. На пучке. Очки отдал? Отвали. Давай. Я че, все пропустил? Как всегда. Принесете такие же, только новые. Понятно? Ну че, пошли? Куда пошли? Минус три каждая. Че стоим-то? Пацаны, у меня машина не заводится. Толкните, а! Давай. Давай. Э, козел, слышь, еще раз тебя увижу, порвут. Ты понял меня? Ах, ты сучок. Валим, 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 валим. Больно? Не очень. Смешной. Оля. Очень приятно, Саша. Александр. Саша Александр. Быстро бегают, козлы. И вам. Очень приятно. Увидимся? Обязательно. Слушай, это же та девчука. За журнал, да? Влюбился, что ли? А? Эй, братуля, пойдем домой. Лида, я только спрошу. Ну, не надо пить. С удовольствием. Ну, подождите, сейчас. Василий Иванович. Да. Позвольте вашу тарелочку. Да. Да, спасибо. Для нас это, конечно, большая честь. Ну, что вы нас так приветили. Ну, что вы, что вы. Спасибо. Ну, что касается вашего предложения. Ты говори, не стесняйся. Ну, может быть, нам не на все деньги покупать, а купить только какую-то небольшую партию. Петр Алексеевич, ну так это же ваше дело. Я бы на вашем месте тоже переживал бы. Да. Все-таки деньги немалые. Ну, понимаете, поставщик новый предлагает хорошую цену. Ну, когда еще будет такая возможность? Петя. Петь, ну ты что? Я Василия Ивановича и так еле уговорил. Да ну, перестань уговорил. Я всегда рад помочь. Ну, все равно, так дела не делаются. Да вы извините, Петя, он всегда сомневается. Спасибо вам, Василий Иванович. Коля, тебе спасибо. Мы все оберем. Мне это за что спасибо? Что, мы не родные люди, что ли? Ну. Петь. Успешной торговли, господа предприниматели. Правильно, за успех. И за любовь. Куда уж без нее-то. Хе-хе-хе. Ну, а теперь наше фирменное блюдо. Яблочный пирог, приготовленный моей дочерью. Ох. Шарлотка, что ли? Шарлотка. Петр Алексеевич, не волнуйтесь, Виталий. Все будет нормально. Дай Бог. Рецепт этого пирога Марине передала моя мать. Попробуем. Пробуйте. Ммм, как вкусно. А, а я что говорил? Очень вкусно. Спасибо. По-моему, сладко очень. Рая. Не знаю, мне очень нравится. Очень вкусно. Спасибо. Угощайтесь. Пожалуйста. Какая девочка хорошая. Хе-хе-хе. Травится? Очень вкусно. Отличная шарлотка. Лида. Угу. Ванька-то твой. Девушку сразил. Ну ладно, ну, ну, Коля, не смущай, ну. Вот видишь? Что такое, Марин? Хорошая какая. Чудо. Ы-у-у-у. Ха-ха-ха. У-у-у-у. У-у-у-у. У-у-ху-у. Сынок, а дай затянуться. Ты что, куришь, мама? Ну, а что? Да ладно. Папа увидит расстроиться. Да он спит. Ну дай, дай попробую. Не в затяг курить только. Ага. Ах, Господи. Господи, как ты только это куришь. Ты не понимаешь, это сигары. Мне дядь Кури целую пачку дал. Подарил. Ой, Господи. Сон какой-то. В квартире со всеми удобствами. И бизнес уже заимели. Наконец-то у нас стало все получаться. Все будет хорошо, мам. Я тебе обещаю. Станем богатыми. Иномарку возьмем. О, скажешь тоже. На иномарку копить и копить. Ага. Копить. Копят лохи. Нормальные пацаны зарабатывают. Потом возьмем квартиру. Тебе шубу. О, размечтался ты, сынок. Я же его в жизни носила. Еще поносишь я тебе обещаю, мам. А в самом деле, Вань, неужели я этого не заслужила? Полжизни в такой бедности прожила. Имею я право хоть теперь пожить по-человечески. Вот увидишь, когда-нибудь этот город станет твоим! Ох ты мой завоеватель, Чингисхан, Наполеон. Я тебя очень люблю, сынок. Я тебя люблю, мам. Да будет воля твоя, яка на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яка же и мы. Оставляем должником нашим. И не введи нас в свое искушенье, но избавь нас от лукавого. Ека твоей есть царство и силы и слава, отца и сына и святого духа. Ныне и присно, и в веки. Понимаете, говори, догадались? Нет, нет. Что? Ну, Лидка, она же моя сестра. Ты мне ее сам сосватал, я тебя за язык не тянул. Поздно. Нет, я не пытаюсь, но... Правильно делаешь. Буду и повем дела Господня. Камень не гоше, не бригоше, зиждущий. Сей бысть во главу угла. Модификация развития законодательства в сфере транспорта, более эффективная деятельность менеджмента транспорта компании, согласование интересов представителей различных видов транспорта в международных перевозках также будут способствовать... Сань, я тебя умоляю, ну хорош, а? Ну, пойдем в бар сходим, я знаю, здесь за углом, там девчонки голые танцуют, но... Ты меня замучил, мне готовиться надо, ну, читай. Ну, там подготовишься, че ты? Читаю, я тебя прошу. Здорово, бегуны! Здорово! Здорово! Вот очки привезли, как обещали. Посмотри. Ну-ка. Ну, как? Нормально? Ничего. Держи. Ну, че, мир? Спасибо. А? А за козла кто ответит? Я тебе говорил. Поехали. Да хорош, мы предлагаем перемирие. Поехали на озеро, пивка возьмем, девочки будут, музычка, как надо все, а? Откуда у вас тут озеро? Помойка какая-нибудь? Да хорош, какая помойка? Это Москва, здесь все есть. Отличное озеро, поехали. И девки будут? И девки будут. А можно вопрос, откуда у таких придурок, а девчонки? Я не знаю. Слушай, ну че ты опять начинаешь? Нормальные девчонки, шикарные. И если хочешь, они все твои. Поехали. Они и так мои, дурик. Сань, давай, че? Не, езжайте без меня. Да поехали. Езжайте, езжайте. Точно? Получу, конечно. Ну ладно. Давай. Миша. Ваня. Рудик. Мишка. Саша. Рудик. Саня. Извини. Ну если вместо девок обезьяны будут, вы меня опять должны. Нормально. Давайте, аккуратненько. Может с нами, Саня, а? Рудик, а ты нос береги. Спасибо. Сань, точно не поедешь? Не, не, я поучу. Ну ты в натуре очкарик, блин. Хе-хе-хе. Че, с пивком? А я тебе попить принесла. Спасибо. Ну, вери. Саня, в город прыгнется. Нет, иди сюда. Пив, спусти. Отстань. Сказала. Вот вы упыри, конечно. Взел. Убью тебя. Лови. Ну че, нравится тебе, Танька? Ага. Че за девчонка, знаешь ее? Беленькая? Черненькая. Ольга. Она с нашего двора. Я бы на твоем месте на нее губу не раскатывал. Привет, красавица. Тебе че? Как дела? Были хорошо. У меня тоже ништяк. Слушай, а ты ничего. Может, на дискотечку вечерком потусуем, а? Че? Ну, на дискотечку-то начерком. А, на дискотечку давай. Класс. Серьезно? Нет. Более, 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 более! А че так? Ты привлекательна, я чертовски привлекательный. Давай. Занята. Ага. Плохо. Тогда завтра. Завтра тоже занята. А когда тогда? Слушай, вали, а? А че так грубо-то? Надоел. Я же просил посвятить Наташа. Ах, ладно. Увидимся. Танюш, ты че грустишь-то? Ой, смотри, ваше не такое-то. Да нет. Что нет? Эй, танцор! Смотри, аккуратней. Давай, давай! Простите. Послушай, для меня это все серьезно, и это мне нравится. Я вообще искал всю эту жизнь. Что ты? Не пепелось, я. Перчатки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Все, расставляйте. Сань, почему Ванька не помогает? Где он вообще? Попозже подойдет, пап. Ну что, бизнесмены, еще пару дней откройтесь, а? Держи, Варенька. Дай Бог. А ты чего не помогаешь дать Коле? Я не помогаю. У него поясница. А ты чего не лечишь-то? Вылечу. Пойдем. Ну пойдем. Пойдем уже быстрее. Пап, что там? Не знаю. Здрасте, Виктор Петрович. Здрасте. Рад приветствовать. Вот. Рая. Родственники. Открывают торговую точку. Здрасте. Спартаков устроил. Обустраиваются. Все под контролем. Всего хорошего. Удачи. Всего хорошего, Виктор Петрович. Что ты... Пойдем. Кто это, дядь Коль? Это... Суровый дядька. Это Виктор Петрович. Хозяин рынка. Кликуха седой. Да не заведется это говно, я тебе говорю. Пошли пешком скоем. Сейчас заведется и поедем. Мне у Лысого мере нравится. Вот это классная тачка. У Лысого? У Лысого бабла сколько? Много. Немерено. И побрякушек дома. Куча. Про кого третит-то? Да есть тут один. Парикмахер. Что-то дурак, что ли? Откуда у парикмахера деньги? Алло. Дядя. Это, Вань, смотря кого стричь. Три машины. Квартира. Нафарширована. И отдыхать уехал. В Испанию. Вот урод. Да не, это мы уроды. Раз этого всего у нас нет. Квартира, говоришь, нафарширована. И отдыхать уехал, да? В Испании. Вот урод. Не квартира, а ломбард какой-то. Там посмотри. Там жертвы полный, холодильник. Ты что, жрать сюда пришел, что ли? Работай давай. Бери, что подороже. Андрюша. Хукер. Ты что, уже вернулся? А что у нас тут так темно? Ой! Ты же сказал, хата свободная. Баран. Грабят! Мужик, ты кто? Тихо только. Я Гарик, друг Андрюша. Вы меня не убьете? От тебя зависит. Говори, где твой Андрюша деньги держит. Ну-ка, сто. Стой, кому говорю. Это что? Это что? Водный журнал просто и все, пап. Да? А по-моему, это порнография. Я что, должен спокойно смотреть, как развращается моя дочь? Хватит с меня твоей матери проститутки. Зачем ты так говоришь? Мама не проститутка. А кто она? Кто она? Если от мужа к другим мужикам бегала, уберешь здесь все. И чтобы больше я ничего подобного у тебя не видел. Хата нафарширована. На, вот, чайку попьешь. А? Полторы штуки. Каждому по пятьсот. На. Вы не против, пацаны? Если я это себе возьму. Ну, как тебе? Обалденно. Ага, да, я тоже так думаю. А фигля толку? Нам эти платья все равно не носить? Не нам, а тебе. Ой, извини. Забыла, что твой бейфренд английский принц. Миленькая. Так. Зайки мои. Почему до сих пор здесь, а? Почему домой не идем? Быстренько сумочки свои взяли. И домой. Девчонки, давайте скорее. До свидания, всего доброго. Лично я здесь ночевать не собираюсь. Давайте, давайте. До свидания, девочки, счастливо. Оленька, блестящая ты моя. Платьица сними. А то в метро неудобно будет ехать. Ну что, Золушка, твой балл закончен? Ваня, вон Ольга идет. Пока. А, пока, пока. Привет. Привет. Че, как дела? Нормально, че надо? Это тебе. О-о-о-о. Настоящая? Обижаешь. Лучший в городе. Нравится? Да, очень. Мне тоже. Но я ворованное не ношу. Почему вороны-то? Может, мне бабушка в наследство подарила? Угу. Оль. Может, возьмешь? Отвали. Вань, ты че? Ты че, с ума сошел? На, держи. Отвали. Держи кому-нибудь другому подарить. Да не надо мне, другому. Смотри, какие девчонки. Поздарись. Да-ля. Петя! Петь, ну давай быстрее, а то опоздаем. Я готов. Ну как? Ну дай застегну пуговичку. Хорош, хорош, хорош. Хорош? Да. Что у нас за духи? Слушай, перестань. Что за духи у нас? О, Саня. Какие вы красивые. Санек, пойдем с нами в кино? Да нет, мам, не хочу. Пойдем. Сань, передохнешь, отвлечешься немного. Папа, идите. Я смотрю, вам и без меня хорошо. Давайте. Отдыхать тоже надо. Лучше б девочку себе нашел. Мам, не все так быстро. Вон Ванька приехал. И сразу всех девок с ума свел. А ты так один и останешься. Все, Саня еще себя покажет. Правильно? Давайте уже. Ладно, мы побежали. Все, давай, пока. Ха-ха-ха. Ну и фигня. Ладно, не сыпь, сейчас все будет. Спасибо вам большое. Здрасте. 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 Добро пожаловать. Спасибо. Добрый вечер, дамы. Привет. Привет. Ну, держись, Маня. Добрый вечер. Здрасте. Малина. Соскучилась, соскучилась. Че, всех можно пилить, что ли? Да, конечно, всех можно. Гуляем, гуляем. Давай. Где тут выпить? Ну-ка. Вон там. А, так вот шампанское. Ма-ха-ха. Ай. А, мишка. Мишка, здравствуй. Забыл меня? Сейчас попу. Смотришь. Можешь. 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 Слушай, ты че, Спартаков, что ли? Можешь. Ну да, а что? Он же человек, ничего человеческим не чуждо. А я думал, он по жене скучает, дочь воспитывает. Но одно другому не мешает. Да, причем строго по расписанию. Да. И в его возрасте бабы. Я б тоже так не отказался. Да ты так супер. А че за девочка с ним? О, это Юлька. Сейчас увидишь. Да, я уже вижу. Извини. Привет. Привет. Новенький? Новенький. Привет. Привет. Не помешаю? Нет, конечно. Ну, я пройду? Проходи. Ты что-то хотела? Пить хочу. Есть минералка? Хочешь? От минералки я икаю. Могу сделать свежевыжатый сок из апельсинов? Хочу. Пойдем. Мне понравилось. Ага. Ты всем так говоришь? Зря ты так. Другие мужики, они, знаешь, только о себе и думают. А ты другой, внимательный. Мне с тобой хорошо. А хочешь еще разок, и ты мне ничего не должен. Вот как. Иди ко мне. Опять к экзаменам готовишься? Да, к математике. А я обожаю математику. М Ohh... М.. М others. Иди ко мне. М Тихо. Иди ко мне. М Тихо. М Это лучший момент в моей жизни. Ну ладно, я пойду. Просто захотела тебя увидеть. Лид, знаешь, я счастлив. Мы с тобой в Москве, завтра открываем магазин. Просто не верится. Спасибо тебе. Спасибо, жена моя любимая. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Василий Иванович, у меня горе. У меня магазин ограбили. Все вынесли подчистую. Че ты так волнуешься? Звони в страховую, она все компенсирует. Не компенсирует. Обязательно компенсирует. Ты же застраховал товар? Нет. Как нет? Я ж тебе говорил. Сегодня как раз собирался. Кто знал, что меня воры опередят? Да. Но ты попал. Василий Иванович, умоляю, помогите. А что я могу сделать? Ты сам все испортил. Бизнесмен, хренов. Чем ты думал вообще? Василий Иванович, Василий Иванович, ну мы ж земляки, ну выручай, а? Как? Свои деньги за твой косяк заплатить? Подожди, подожди. Ну что мне теперь делать? Головой надо было думать. Все, разговор окончен. А ну-ка, подожди. Подожди-ка. Слушай, а ведь ты даже не удивился, когда я тебе сказал о краже, а? Да ты оборзел. Я понял. Это ты все устроил. Слышь ты, ты следи за базаром, землячок. А ты знал. А что с глазами-то? Глаза-то бегают? Ты что думал, я молчать буду? Я в милицию заявлю. Ну и что ты им предъявишь? Ну и дурак же ты. Это мы посмотрим. В милиции разберутся. Что вам от меня нужно? Денег у меня нет. Ну в этом ты сам виноват. Хочешь к ментам идти? Иди. Поднимешь шухер. Будешь наказан. И за базаром следи на людях. Хорошо? Хорошо. О семье думай. Здрасте. Саня, привет. Иди домой, я сейчас подойду. А что ты людей в дом не приглашаешь? Да, мы уже закончили. Хороший тебе сын. Ты береги его. Кто это, папа? Это знакомые с рынка. Что хотели? Ничего не хотели, просто встретились. Подожди, ты к Спартаку кого-то ходил? Ходил. Я пойду в милицию. Ну какая милиция? Ну какая милиция? Никакая милиция нам не поможет. Неужели ты этого не понимаешь? Господи, послал мне бог муженька. Дурак ты, Петя. Дурак дураком. Господи, да никто нам теперь не поможет. Но это мы посмотрим еще. Милиция не поможет, сами найдем. Правильно, пацаны? А деньги мы заработаем. Три здоровых мужика. Лида, я тебя прошу, прекрати. Может, нам домой вернуться? Не, я сдаваться не собираюсь. Назарова не сдается. Пап, ты уверен, что это Спартаков? Да, я это сердцем чую. Мама, я конец света. Пап! Да? Я с тобой. Не-не-не, Саня. Саня, вы оставайтесь с матерью, успокой там ее. Давай, давай иди. Все будет хорошо. Ладно. Зачем я накричала на него? Зачем? Господи, ну где же он? Уже три часа прошло. Я пойду. Куда, мам? Я пойду в милицию. Да мы были там, нет там бате. Ну надо же что-то делать. Ладно, я еще раз схожу, выбью сейчас из них там все. Сынок! Нет, с твоим характером ты еще натворишь чего-нибудь. Мам, не волнуйся, я с ним пойду. А ты лучше дома жди. Вдруг он вернется, а никого нет. Да. Договорились? Да. Мы быстро. Точно? Угу. Все будет хорошо. Бетя. Бетя. Пять. 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 Это я. Это я виновата, мой Петя, невыносимо, мой Петя. Прости меня. Принято соболезнование. Петенька. Держись, братишка. Ой, Петенька мой. Сочувствую, Вань. У меня мама недавно умерла, так что я понимаю. Господи. Господи, Метечка, Метя. Ой, уведите меня отсюда, я не могу больше. Спасибо. Не могу больше. Не могу больше. Не могу больше. Молодой человек, это самоубийство. Есть мотив кражи, а следов насилия нет. Не тратьте свое время. Прокуратура все равно откажет от возбуждения уголовного дела. Он бы никогда так не поступил. Ему угрожали. Нужны доказательства. Хоть что-то. Вы это видели. Слышали. Кто угрожал? Может, мы угрожали, что сделают что-нибудь с нами. С семьей. Может быть, или вы все-таки слышали? Подходили каких-то два странных типа. Два странных типа. Бандиты. Молодой человек, все это только слова. А нужны факты, нужны имена. Ничего этого у вас нет. А значит и дела никакого нет. Я одна во всем виновата. Это я его уговорила. Зачем мы сюда приехали? Зачем? Мама. Мама. О, Господи. Я сказала ему очень обидные слова, а я… Не плачь, мама. Петь, если бы не я, Петька остался бы жив. Это я виновата. Мама. Я виновата. Я виновата. Я виновата. Успокойся, пожалуйста. Ну, что там? Не приняли заявление. Это я виновата. Мам. Мам, успокойся. Тихо-тихо-тихо. Не стой. Садись. Ты ни в чем не виновата. Я виновата. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой. Ой. И в чем ты не виновата? Сынок, что же мне делать? Это я. Только я виновата. Я знаю, кто виноват. Мама. Спасибо. Почему? ИНТРИГУЮЩЕЙ ІЗМУЮЩЕЯ САМ некого... Мοна . Ваня, Вань, Вань, ты куда? Где он? Кто? Дядя мой, свалить решил? Нет, это я от него сваливаю. А что? Это же он нас втянул в замес с магазином. Говори, и отца из-за него. Так это он лох колхозный? Чё? Ой, прости, пожалуйста, я... Говори давай! Ну я... Я просто слышала разговор Коли и Спартаковой, что они хотят кинуть какого-то лоха. Я не знала, что это твой папа. Лох говоришь? За лоха ответят. Ой... Где отец? В церковь пошел. Сторожно, молодой человек? Вань, что ты делаешь? Вань, 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 Вань. Это тебе за магазин. Ты что? Какой магазин? Ты что? Ты за слезы матери. Вань. А это тебе за... 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 Слушай, на землю! Быстро! Это только начало. А... 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 Таня, дай конфету. Я сказала, дома, да. И мне конфету. Ты что, не слышишь меня? До дома, потерпи. Здрасте. Лидия Павловна, вы... Потом, деточка, потом. Меня муж, муж кино ждет. Ну, что ты делаешь? Иди давай. Здрасте. Добрый день. Игорь Валерьевич. Извините. Назар, что вы хотели? Да, я хотел забрать документы с вашего факультета. Почему? Мне необходимо получить другую специальность. Странно. Я помню вашу работу по математике. Это очень хорошая работа. Вы за нее получили высший балл. Так... Понимаете, обстоятельства изменились. И я решил, что... Понятно. Мне было бы приятно видеть такого одаренного студента у себя на факультете. Но если вы точно решили, мы препятствовать вам не будем. Удачи вам. Извините, профессор. Мне очень неловко. Не могли бы вы мне помочь перевестись на юридический факультет? Юридический? Ну, теоретически это возможно. Но для этого нужны какие-то веские основания. Они у вас есть? Есть. Саш! Привет. 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 Слушай, я тут маму твою видела пару часов назад. С ней явно что-то не так. Она сказала, что в кино идет. В кино? Угу. С мужем. Спасибо, Тань. Эй, мадама, ты чё тут делаешь? Я мужем жду. Давай, давай, иди, иди, там жди. Тут ремонт идет. Он отошел. Давай, 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 двигай, двигай лапками. Не надо. Давай. А ты чё рот разявил, Немчурова? Давай работать. Твоя шлячокнутая. Иди отсюда. Так забирай ее, очкарик. Мам, пошли домой. Давай не пойдем домой, Петруша. Там твой отец, он вечно мной недоволен. И мы в кино пришли. Ну, что ты такой грустный, Петруша? Все будет хорошо. Не расстраивайся. Ася, Вова, идите обедать. Еще пять минут, Тань. Еще пять минут, Тань. Никаких пяти минут, домой, я сказала. Танюха, 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 чё. А ну не лезь ко мне. Только еще. Ты же сама меня провоцируешь, что я могу сделать. Руки убрал от меня. А то что? Покалечу тебя, козел. Ладно, ладно. Кишка тонка. Ну нет, так нет. Ох, бадла. Шот. Больно. Ох. Послушайте, здесь персонал получает копейки, уход, как вы понимаете, соответствующий. Я же хочу предложить вам достойный уход в приличной клинике. Нет у меня денег. Сочувствую. Простите, что отнял у вас время. Она выздоровеет? Вы знаете, сложно что-нибудь обещать. Ну что ж, я думаю, вам пора. Идемте. О, привет, Марин. Проходи. Привет. Мне Таня сказала, что ты сегодня к Ивану собираешься? Да. Передай ему, пожалуйста. А что это? О, яблочный пирог. Да, ему понравилось в прошлый раз. Нет, пожалуйста, не трогай. Это Ивану. Хорошо, передам. Спасибо, Марин. Пока, Марин. Одну минуточку. Назаров Александр. Да. Вам повестка военкомат. Получите и распишитесь. Ну как ты? Да, лучше всех. Мама как? В больницу положили. Что случилось? Нервы. Насколько серьезно? Серьезно. Не бросай ее. Меня в армию забирают. Когда? Не знаю. Медкомиссию надо пройти. Скоро, в общем. Да что ж такое. Твари. Выдопорву их всех, сука. Всю жизнь по тюрьмам хочешь мотаться? А как пойдет. Понятно. Там тебе Марин пирог передала. Отравленный. Зря ты так хорошая она, девочка. Свидание окончено. На выход. Маму береги. Открывай давай, че встал. Открывай давай, че встал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, пацаны. Ха-ха-ха-ха-ха. Здорово, Вань. Здорово, Вань. С прощением. Ну че, как ты там? Да иди сам попробуй. Ха-ха-ха-ха. А это че за говно? Это че? Неверен просто нас в ремонте катается. А за хату мою платили? Жаж, конечно платили. Спасибо, пацаны. Сочтемся. А мы так и будем здесь стоять. Поехали, поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отбой! Строится! Подтяни ремень, поправь. Ой, дурак. Отец в институт устроил. Бабки заплатил, а я в армию залетел. Когтелки залетают. А мог бы ребенка состругать. А лучше двойню, да? Успеешь еще. Сына, разговорочки в строю. Полетаев, это что? А че? Успокойся, а ты до кучи. Заправились оба. Встали в строй. Олень. Серый. Мама. А вы кто? Мам, Ваня. Ваня? Какой Ваня? Сын твой. Нет. Я вас не помню. Сейчас ко мне Петя придет. Ваня. Следующая модель, девочки. Модель. Ужин у сеньоры. Бисер и стеклярус. Как отзвуки далекой эпохи арт-эко. А это? Нет. Следующая модель. 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 Ветер перемен. Искрящаяся пена кружев в сочетании с элементами стиля гранж. Ну как? Вообще супер. Я про платье, не про телку. Платье хорошее. Следующая модель. Наконец-то. Модель. Весна на Капри. Пошли отсюда. Мне здесь не нравится. Благодаря нижней юбке это платье можно носить как вечернее. Он пялился так, думал и сожрет. Простегни. Я тебя сейчас сама сожру. За что? Из-за тебя эта сладкая парочка поссорилась и эта стерва ничего не купила. А я тут при чем? Крути своей задницей поменьше. Дура. Зато теперь Эдик Садальский стал твоим поклонником. Круто. Сыночек обычного олигарха. И все-таки я на тебя злюсь. Ты мне вот что скажи. Спартак отсюда ходит? Ходит. Каждую среду. Юля, бегом. Виктор Петрович. Точно. Совсем забыла. Виктор Петрович это Седой? Да. Виктор Петрович это Седой. Юля. Иду. Подожди меня пожалуйста. У меня после него никого нет. Дождешься? Посмотрим. Юля. Оленька, милая. Так будет здорово, если ты сумеешь ко мне выбраться. Пусть даже встреча будет короткой. Ты не представляешь, как много она для меня значит. Думаю о тебе. И так становится хорошо на душе. Считаю дни и жду не дождусь, когда наконец увижу тебя. Целую. Оль. Слушай. Тебе подарок вот. Курьер принес. Что это? Не знаю. Там записка. Посмотрю, можно? Смотри. Оленька. Надеюсь увидеть вас блистающе в этом платье. Вы великолепны. Навеки ваш Эдуард Садальский. Это олигарх, что ли, Садальский? Нет, мамуль, это всего лишь его наглый сыночек. Слушай, какая прелесть, Олька. Оля, а тебе пойдет. Мамуль, пусть он сам его носит. А мне нравится. Оп. Ну. Восемь-восемь, отлично. Принял. Подавай. Полетаев. Че спим? Слушай, солдат спит, служба идет. Пошли заниматься, е-мое. Че, какое заниматься? Сань, сегодня увольнительная. Пойдем лучше в кино. В кино? На что? На фирме. Ты че ешь? Олень. Ну, пойдем в кино. Раз, раз, дура. Раз, два, три. Ну и что, что дура? Вам живет богато? Богато. Тебе виднее. Здоров. Юрка. Привет. Привет. Подожди, сейчас твоя приедет и начнется у тебя любовь, как в кино, бюджет сидет. Так, молодые, рассосались. Ты че себе подружку что нашел уже, а? Е-мое. Ванька, здорово. Брат, ты здорово. Поехали. Здорово, брат. Здорово. Андрюха, полетай. Все, поехали, поехали, поехали. Ань, а я что, в кино один пойду? Извини, Андрюха, без обид. Девчонку вам возьми. Вон, здорова. Меня Андрюша зовут. Что тебе? Так, ничего. Меня только что парень бросил. Пойдем в кино. Дура. Спасибо. Пару стаканчиков дайте еще. Как мама-то? Да как, хреново. Забирать ее надо из этой психушки. Залечить, чувствую. Куда, домой? Домой рано еще. Клиника нужна хорошая. А деньги где возьмем? Есть тема одна. Иномарки подержанные. У меня там на зоне кое-какие кореша появились. Короче, говорят, можно нормальные бабки рубить. Чего не попробовать? Криминал, что ли? Да не. Чисто все. Давай. Ну давай, удачи тебе в этом. Не ссы, братуля. Удача, она же женского рода. А с бабами у меня проблем никогда не было. Ты лучше к матери почаще заезжай. Ну это само собой. Удачи. Ну, вообще, Сан Саныч, это, конечно, просто катастрофа. Три дня до экзамена осталось. А у нас что? А у нас работа стоит. Вот-вот. Из-за какой-то модели. Ну, да. Маша заболела. Вообще-то, детали же у всех женщин, они одинаковые. Что намекаете, чтобы я попозировала или Светка? А, Лусик, а это выход. Я, конечно, и сам не прочь, но я думаю, что мои детали не совсем подойдут. А вот ты. Чего? Ты когда-нибудь позировала? Я нет никогда. Считаешь, это плохая работа? Говорится-то, будучи. Ну, просто вы ж тут голыми их рисуете. Ну, и что? Ну, я не знаю, я как-то... Сколько платите? Сотню-полторы за сеанс. Чего, баксов? Ну, да. Ну, тогда я согласна. Когда хотите. Немедленно. Тогда раздевайтесь. Ребята, по местам. Бегом, бегом. Ну, вот это уже интересненько. Ладно. Привет, Саша. Много писать не буду. Лучше приеду и сама тебе все расскажу. Твои книги нашла. Привезу их с собой. Очень рада, что скоро тебя увижу. Смотри, какая прелесть. Бедный Эдик, что ж ты его так мучаешь? Ну, во-первых, не такой он уж и бедный. Да, он из приличной, богатой семьи. А вот что ты нашла об этом Назарове? Отец повесился, мать с ума сошла, а братец вор. Нечего сказать, веселая семейка. Мама, это уж не твое дело. Вот какой жених за тобой ухаживает, а ты? Кстати, он недавно звонил. И что? Я сказала, чтобы он перезвонил. А, вот это он. Сама говори. Я не хочу. Я не буду с ним. Расключено. Алло. Алло. Так, восстание декабристов. Слушаю. Сань, ну давай перекур устроим, а? Ну, мозг кипит, ну невозможно уже. Какой перекур только начали? Ты в универ собрался поступать? Слушай, ну ты крутой, конечно, хуже старшины. Давай, давай. Так, декабрист, говоришь. Ну, началось-то у них раньше все. Э, Назаров, тебе письмо? Ага. Ты че, длинный? Ты че? Дай сюда. А началось-то у них все с бабы, а? Вот с такими декабристами. Да, да. Ну, читай, читай, профессор. Из-за армии не длился, два трактора продать. Да ладно, да. Карету дай. Вот, как чудо-образом работал в армии, два трактора продать. Ну, ты сказочник. А, если трактор у него, да, это... Ну, на балансе стояло. Нет, трактор в чате. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали, поехали, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. И, Саня, отличная работа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, чё, парни, берём, не берём, а? Через неделю нужна ещё вот такая, смотри, подарок, уважаемому человеку. Привезёшь мне такую тачку? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь меня лови! Ты куда мои деньги девала, паскуда? Куда ты девала их, а, шлюха? Я браку, а? Люка, где? Перейди от нее! Вот панки, вот это номер! Предупреждала тебя! Ну, и че, и че ты будешь дальше делать, доченька? Я тебя убью! Ну, давай, давай, я посмотрю, как ты будешь это делать! Не лезь! Давай, ну, давай! Уйди! Не надо, не надо! А ты че, я пошел... Зарежь! Пошел? Шутка же! Танюх, ты че? Пошел вон! Да пошли, Боби, в шапу! Ну! Смотри на себя! Смотри на себя! Долго ты будешь это терпеть! Он сегодня тебя, завтра меня под умастью изобьет! Ты себя не жалеешь! Ты хоть нас пожалей! Все, разводи с ним, слышишь? А жить-то на что? Есть у меня деньги! Опа! Тихо-тихо-тихо-тихо! Что-то испугалась, что ли? Немножко испугалась! Ну, я тебе скажу, немножко не считается! Ты что здесь делаешь? А че? Ну, ты же... Ну, вышел! За хорошее поведение отпустили пораньше! Ты не рада, что ли? Я не понял! А? Рада! Точно? Да! Подожди, подожди, подожди! Я сказать тебе хотел кое-что! В общем, я, ну, сидел там, думал о тебе! Обо мне? Да! Ну, ты раньше... Ну, че раньше, дурак был молодой! Дырка в голове! Сейчас повзрослел! Нравишься ты мне! Очень! Нет! Ну, че ты? Ну, куда ты бежишь, а? Моришь! Моришь, стой! Ага! Ты не беги от меня, Моришь! Слышишь? Я приснюсь тебе сегодня? У-у-у, как! Знаешь, какой я ласковый? Мама дорогая! Мориша! Ты меня слышишь? Марина! 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 Зову-у, зову! Зову-у! Что с тобой? Взгляд какой-то? Не ешь ничего? Ем! Не заболела? Да нет, пап, все нормально! А я ведь серьезно собирался спалить эту забегаловку. Когда тебя забрали? Мне, Мишаня, по-другому я с ними разберусь. По-другому. Поехали. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... 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 Почему? А что-то батя меня твой не любит. Не скажу. Умница. Сюда тащи его. Сюда. Быстрее, быстрее. Давай документы. Документы ищи. Ложись. Твою мать. Тихо. Все, пацаны попали. Вань. Ничего там. Пусто. Блин, ни хрена не похож. Ладно. Сидите тихо, не высовывайтесь. Понятно? Ага. Не пси. Оп. Проблемы, парни. Засада. Машина ваша? Моя. А что дверь открыта? Да я по нужде на секунду. Лейтенант Смирнов, документ. Очень приятно. Пожалуйста. А че случилось? Случается. На меня посмолодись, пожалуйста. Фух. Не пью. Ну и правильно. Не, ну реально, че случилось-то? В области орудует банда. Угоняют дорогие иномарки. Да ладно. Вот так вот. Будьте повнимательнее в следующий раз. Спасибо. Пройду. Машину без присмотра не оставляйте. Ага. Поймайте этих засранцев, ладно? Поймаем обязательно. Все. О народ. Тут тачки направо-налево угоняют. А ему приспичило. Да играется. И удар, и больше ничего. Меня унесло, куда пришелся удар. В левую сторону. Я чуть сам... Я чуть сам напишу. Я чуть сам напишу. Я так... Я так напишу. Я так напишу. Я так напишу. ��봐. Короче, еще Пурш КМ нужен. Черный. Посмотрит два варианта. В обвесе. Диски, чтоб там, пожальнее. Окей. Черный только. Угу. Ну чё, где твоя хромоножка-то? Придет сейчас. Да, жестко ты с ней. Хромую на дискотеку. А чё, не человек, что ли? А вон, кстати, она. Ну, ничего такая. Слушай, я б ее дул. Слышь, в очередь становись. Ну, давай. Привет. Здравствуй. Отлично выглядишь. Спасибо. Пойдем. Пойдем. Выпиши что-нибудь. Давай. Сок. Миш, закажи Маргариту. А? Это наша местная звезда здесь. Познакомься. Это Марина. Угости-ка там, как Танюха. О, Танюха, конечно. Садись. Макс, сделай Манхэттен один. Чё-то я не поняла. Это серьёзно? Конечно. Свадьба, секс, любовь, куча ребятишек. Всё как положено. Нравится. Марина, конечно, странная девочка, но не думаю, что такая грубая. Ну, давай. За тебя. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ты чего? Спасибо. Слушай, это не опасно, что ты не одеваешь свою эту штуковину. Мне теперь все равно. Приведи себя в порядок, я отвезу тебя домой. Поздно уже. Я не хочу домой. Я хочу с тобой быть, Баланечка, любимый мой. Я скоро поговорю с твоим отцом. А что тогда? Будем вместе? Навсегда? Да, навсегда. Давай, не реви. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доченька, не надо сомневаться, ты все правильно делаешь. Эдик хороший парень. Верь мне, я знаю, что говорю. Мама, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Дочь помогу. Привет. Всего доброго. Садись. Оленька. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, солдат, гражданки готов? Готов, готов. Я сейчас тебе покажу свою Москву. Спасибо тебе, пап, что вытащил нас из этого ада. Ты Саше скажешь спасибо. Если бы не он, фиг бы ты меня здесь увидел. Точно. Нет, правда, Сань, спасибо тебе. Ничего, что мы на тэй? Да нет, конечно. А то я со своим оболтусом всю жизнь маюсь. Не знаю, что делать. Каких только репетиторов мы его не нанимали. Одна вообще забеременела. Да это уж не ко мне вопрос, знаешь. Андрюха меня на самом деле тоже выручал. Передачами вашими делился. А то на харчах этих армейских, да? Мухи пухнут. Весело было. Да я не сомневаюсь. Слушай, Саш, мне Андрюша сказал, что ты собираешься на юридический. Да. Ну давай заканчивай учебу, приходи ко мне в контору работать. Я теперь твой должник. А, видишь как? Мой дом, твой дом. Мой папа, твой папа. Кого ж ты такой дурак-то у меня родился, а? А то сины не родятся апельсины. Саня! Ха-ха-ха! Здорово! Здорово! Здорово, братка! Ха! Здорово! Ты как тут? Ничего, увольнение отпустили, отец товарища добросил. Это что ли? Рядовой поли-тайп? Ясно, давно ждешь? Да не очень. Че читаешь ты? Закон о хамурапе. Ты как был ботаном, так и остался, брат. Не хочу быть таким балбесом, как ты. Да ладно. Пойдем-ка это дело отметим. Матери, поехали. Поехали. Мам, привет. Вот. Сашка, Санька приехал. Привет, мам. Мы тут методику новую пробуем. Говорят, самое прогрессивное. Вот, результатов ждем. Да, мамуля? А это зачем? Здесь тепло. Ей нравится очень. Мамуль, ты ж всегда мечтала о ней, да, мамуль? Хорошая шубка. Не трогайте. Это моя шубка. Не надо было из деревни уезжать. Отец был бы жив, и мама не заболела бы. Ничего, они у меня ответят за все. Ответят, но только не так, как ты привык. Другим путем. Каким? В суд, что ли, подойдем? И до суда дело дойдет. Есть закон, значит, есть и справедливость. Есть один закон. Кто сильнее, тот прав. Так что, по-твоему, не получится. Получится, не сомневайся. Я тебя прошу, Вань, держись подальше от темных дел. Найди себе достойную работу. Ладно, ладно, Саня. Пойдем, я тебя покормлю. Пойдем. Куда ты пропала? Спать пора, завтра же на работу. Сейчас. Марина! Сейчас. Что с тобой? Ничего, отравилась, кажется. Селедка или еще чем-то, не знаю. Этого еще не хватало. И что, на работу теперь не выйдешь? Нет, почему выйду? Опоздаю, может, только если ты не против. Ладно. Только сильно не задерживайся. А так я похожа на тигрицу. Дарю. Да ладно. Да. Спасибо. Она для теток. Я хочу вот эту. В этой ты меня больше вставляешь. Ну, хорошо. Мой тигр. А сделай мне тоже подарок. Слушаюсь. Мой повелитель. Устрои мне встречу с Сиддым. Ты серьезно? Да. Ну, посмотрим. Ни хрена себе. О, какую поляну отстроил. Да. Блин, на хрена мы ему столько проплату отдаем, а? Че ты паришься-то? Да он барыга вообще мутный какой-то. Ты че, рынком владеет? Ну, ты дурак. Рынок для него это так. Реальный бизнес, тачки. Три бригады пацанов у него, типа нас, дергают их в городе, и там же у него на складах, в гаражах марафетят и продают. Да ладно? Ты это откуда знаешь? Ребята в КПЗ подсказали. О-о. А-а. Мы с Сиддым и сейчас дорогу переходим, а надо бы прийти спокойненько поговорить, познакомиться, отдать то, что нужно. И жить спокойно, понимаешь, Мишаня? Смотреть надо в будущее. Думать наперед, понял? Ну, ты посиди пока, посоображай, а я пошел. Че надо? К Петровичу. Идем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, Виктор Петрович, там фраер какой-то нарисовался. Просил вам передать. Давай, ты ищи сюда. Сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Виктор Петрович. А? Сутенер. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Почему сутенер? Ну, ты ж стрелку через проститутку забиваешь. А-а-а, по-другому не вышло? А? Юлька-телка дорогая. Да уж, пришлось ей сделать дорогой подарок. Ха. А это че? А это вам. Подарок. И сколько? Классика, 25 процентов. Ха, 25? 25 от чего? Пару Каенов, Таурек. Ниссан там, по мелочи. А? По мелочи? Хе-хе-хе. Значит, это ты, козел? Из моего огорода. Хе-хе-хе. Получается, я. Ну, садись. Че хочешь? Хочу договориться. Так мне проще себя завалить, чем договариваться. Не спорю. Договориться выгоднее. И че? Сбыт у меня свой. Проверенный, налаженный. Ребята богатые. Готовы брать много. Короче, любят жить. Красиво. Половина. Хе-хе-хе. 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 Нет, ну нормально, че. Хе-хе-хе. Ресторан Спартаков хочу. Хе-хе-хе. А ты борзый. Отдадите мне, буду приносить больше денег. Отвечаю. Ваня. Как зовут? Ваня. Ваня. Хе-хе-хе. Ну че, Ваня? Ну наливай. Ваня. 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 Мам! Мам! Зачем? Я же для нас откладывала, я же дочь твоя, ты чё творишь? Ты моя дочь, а он мой муж. Он уже полгода без работы. Понимаешь? Беременна? Наконец-то. Ты правда рад, скажи? Конечно. Ну ты что? О чём ты говоришь? Пойдём к отцу. Всё расскажем ему. Пойдём. Не-не-не, к отцу не пойдём, не надо. Да что ты боишься-то? Не такой уж он и страшный. Нет, пожалуйста, ты не знаешь, он детей ненавидит. Пойдём, ты не представляешь, как он обрадуется. Туда ставь. Пап. Детя на сила. Папа. Василий Иванович, у нас хорошие новости. Что значит у нас? А ну перестань лапать мою дочь. Пошёл вон отсюда. Ну ладно, ладно, ухожу. Вань, пап. Просто сказать хотел, мы с Маришкой ребёнка ждём. Вот. Что? Беременна наша Маришка. Скотина, так я тебе и поверил. Папа, мы хотим пожениться. С вами. Чё? Да. Чё, правда? Да, а что дело молодое? Подонок. Ну чё ты злишься, землячок? Ну я предложение пришёл сделать. Руки просить там. Ну если… Ну если так не рады, ну извините. Пусть это будет подарком. Вот. Мариш, пока. Ваня, подожди! Стой, ты здесь! Папа, пожалуйста. Папонька, пожалуйста. И чё аборт сделаешь? Аборт, папа! Папа! Не хочешь? Мало ли, что ты не хочешь. Папа, пожалуйста, не надо. Быстро иди домой, сиди там. Быстро! Папа, не Илья, пожалуйста! Папа, не Илья, пожалуйста! Иди отсюда! За тебя! За нас! Мама ходит всем рассказывает, что воскресенье у нас обедает сам Вадим Садальский. Ой, я забыл, отец звонил. Сказал, не получится приехать. Шутишь? Не, серьёзно, у него какие-то проблемы. Он ни о чём другом слышать не хочет. Спасибо, Эдик. Оль! Оль! Оля! Прости, но я не думал, что это так важно. Ты вообще думаешь? Оль! Я клянусь, мы с тобой поженимся. Я жизни без тебя не представляю. Что-то не видно. Ну, я обещаю, я всё сделаю. Ну, а что я маме скажу? Ничего. Я сам ей позвоню и всё объясню. Договорились? Блин! Что? Что, Феррари купил? Ха! Ё-моё! Откуда такое, прикинь? От верблюда. Ну, здорово! Пошёл ты! Ну, давай, рассказывай. Что, из Сиды всё на мази? Короче, мы в деле. Мы даём ему процент. Так. Пользуемся всеми его связями. А это уже, Миша, уровень серьёзных мальчиков. Ты со мной? По-любому, ты чё? Ну, сходи, купи себе прикид нормальный. Хочешь, как бомжара, блин. На. Что, костюмчик, что ли? Мне же не идут костюмы. А ты пробовал? Иди давай. А то заставлю мелочь, что ли, по карманам. Ой, заставить там. Сходи, купи. Обязательно. Мишань. А, чё? Хорэ трындеть, пошли работать. Давай, давай, пошли. О, иди работай. Точно. Не понял. Иду. Привет. А ты, я вижу, не сдаёшься. А русские не сдаются. Да, видел тут твоего клоуна. Папик ничего так машину подогнал. А в штанах у него так же всё нарядно. Не сомневайся. Давай, вали отсюда. Слушай, ты повежливей. Я теперь тоже бизнесмен, там все дела. Ха. Бизнесмен, там все дела. Давай, вали. Послушай, ты сама не понимаешь, от чего ты отказываешься. Тебе же ни с одним мужиком так хорошо не было. Уверен? Да. У брат своего спросил? При чём здесь брат? При чём здесь брат? Алексей Алексеевич. За вас, Алексей Алексеевич. Ваше здоровье. Ваше здоровье. С удовольствием. За вас. Девочки. Мы с вами. Замечательный вечер. Ой, я погляжу, вы тут уже во всё празднуете, да? Ну, я присоединюсь, а? Василий Иваныч, ну, примите поздравления мои, а? Дедом скоро будет, представляете, дедом. Да что это? Да, молдунчик не прав. Да ладно вам, стесняться-то. Вы чё, не слышали? Никто? Не знали? Нет, конечно. Ну, ёлки-покки, вы чё? Одна у нас неувязочка, да? Дядькова поматросил и бросил, да? Ну, вы ничего, ничего. Да человек-то хороший. Человек, вот, серьёзный. Что он расстроился, а? Да ладно вам, вы чего, давайте. А вы к чему? Ой, я потом с вами выпью. Боже мой, что происходит? Ну-ну-ну, встань, помоги, а? А вы что делаете? А вы что делаете? Ну, это что делаете? Алексей Алексеевич, я прошу прощения. Попрошу, я скажу, спорт, ай, спорт, ай, спорт, ай, чемпион, гора дедом будет он. Аккуратней ты. Ай, шоколадник какой-нибудь. Там разберутся. Ну, чувак, да. Где работаешь в итоге? В итоге модельный агент Слава. Модельный агент Слава? Тань, что ты грустная? Проблемы с ними какие-то, что ли? Нет у меня никакой семьи. И вообще переезжают суды из этого района. Я точно не понял. Что случилось? Здорово, залей чуть-чуть. Так, ладно, потом. Что доволен-то? Вань! А, опа, Мишаня. Мишаня. Ну, что, как было-то? О, как было. Нормально? О, давай шапанское всем. Это надо было видеть. В общем, как я начал его поздравлять, я думал, его инфаркт хватит. Морда красная, все у него болтается, ничего сказать. Все ржу сидят, короче. А народу много было? Да полный ресторан. Мишаня, молодец, опять. Да. Так, выпьем. Со здоровья внебрачного внучка, господина Спартакова. Нашел, чем хвастай себе рядунку. Танюш, тихо. Танюш, тихо. Ты че? Вообще-то ей понравился. Какой же ты все-таки козел. Че застыл, Макс? Наливай. Девчат, че сидим, гуляем? Давайте к нам. Шапань! Юлика, шапань! Да, 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 да. Давай, давай, давай. Здрасте, Юлик Шапаньевич. Извините, что потревожил. Ладно, давай говори быстро. Что? Меня опозорили. То есть обесчестили. В смысле, мою дочь. Мерзавец известен. Его надо наказать. Он этого заслужил. Кто? Мазаров Иван. Я знаю, что у вас с ним дела, но... Ладно, не трещи. Ты знаешь, что я в личные дела своих людей не вылезаю. В смысле? В смысле? А в том смысле, Василий Иванович, что все, что происходит в твоем доме, касается только тебя. Котик мой, ну долго я тебя еще буду ждать? Так что ничем помочь тебе не могу. Извини, меня просто не поймут, если я впишусь за тебя перед Иваном. Будешь? Мяу. А? А, извини. Пок шестого. Давайте, Иванович. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Папа. Папа. Папа, проснись, папа. Поговорить надо. О чем? Все уже знают, что ты... Что я ношу твоего внука. А все остальное не важно. И на всех плевать. На всех не наплюешься. Я же воспитывал тебя как следует. А от что вышло? От результат. Выпить неси! Папа. Ты меня воспитывал не как дочь, а как служанку. Я тебе не могу всю жизнь прислуживать. Вон из моего дома. Чтоб я тебя больше не видел. Ты мне больше не дочь. А я к Ване пойду. А, иди. Идиотка. Он связался с тобой только, чтобы меня опозорить. Один останешься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Слушай, шла бы ты отсюда, а. Давай. Дурдом, блин. Да. Алло, Тань, привет. Марин, что случилось? Тань, я не знаю, что мне делать. Меня все выгнали. И отец Ваня. Козлуй. Так, все, не реви. Со мной поедешь, я из дома ухожу. Переезжай отсюда. Куда? Подальше, куда-нибудь. Танька, мне страшно. Так, все, успокойся. Сейчас я заеду за тобой. Жди меня у подъезда. Поехали. Сейчас подругу мою заберем. Все. Все, 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 хватит. Хватит, хватит, все. Фот Krieh вкусники. Ой. Ой, слышишь, молодой, зачем я тебе бизнес, Спартаков, отдал, а? Будьте здоровы. Ты мне говорил, что будешь приносить больше денег, так? Так. Будьте здоровы. Ой, ну и зачем ты ресторан закрыл? Чтобы выполнить свое обещание. И что там будет? Игорный клуб. Поставлю игровые автоматы, рулетку. И что думаешь, твой Лас-Вегас будет круче хорошего ресторана? Даже не сомневайтесь, потом еще спасибо скажете. Ну-ну, давай, потом посмотрим. Будьте здоровы. Ась! Да пошел ты! Слышь, водки дай. Слушай, я тебе уже говорил, я в долг не отпускаю. Да я расплачусь, я тебе слово даю. Толку мне от твоего слова. Лех, гони этого лоха отсюда, пока людей не распугал. Да я клянусь, я клянусь, ты, ты че? Убери руки, лакей, не знаешь, что я такой? Знаю, летчик ты. Ребят, извините, пожалуйста. Да мы ее вчера вызывали, она такое творила, просто жопа. Мужики, слышь, потом сразу тот тащите. Я тебе говорю, это просто был беспредел. Да, да, дает. Ну, я думаю, что че, через месяцок откроемся нормально. Ща, погоди. Так, пацаны, бросайте эту хрень, автоматы занесите сначала. Потом продолжим. Да, сейчас сделаем. Алло. Радуешься, сволочь. Ну ты, братка, здоровый, береги давай. Готовься к празднику, гулять будем по черному. Ну а как ты хотел, братка, жизнь одна. Будем веселиться. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Дорогу дембелю, салаги. Вестухов. Брат, Ванек. С дембелем тебя. Спасибо. Здарова. Крутая тачка. Твоя? Моя, моя, братуль. У нас вообще казино теперь. Мы крутые. Ваня, ты шазар, ты играешь. И что, все по закону? Я теперь с серьезными делами занимаюсь. Давай, поехали, поехали. Давай, Андрюх. Давай, я садись. А ты давай. Народу сужи хорошо. Ага. Батю, привет передавай. Батю, привет передавай. Батю, привет передавай. Ты когда с невестой-то познакомишь? А то все, скрываешь, скрываешь. Да нет никакой невесты. Как так? Расстались уже, что ли? Давай сменим тему, не хочу. Скажи честно, брат, это Ольга? Ты чем здесь, Ольга? Ладно, Саня, темни. У тебя что-то с ней было? Я не хочу об этом. Понятно. Ну ладно, не парься, че ты. Смотри вон, хоп, могу без рук ехать. Ха-ха, баб их вон сколько в Москве, целый паровоз. Выбирай любую, че ты. Ха-ха, дембель, красавец. Ну, прошу. Ну, все, итак. Опа. Ура. Ха-ха, красавец. Давай, снимай, снимай. Друзья, прошу всех в наше казино. Че, пойдем? Пойдем, красавица, пойдем. Пожалуйста. Это вам. Брат, ты че грустный такой? Хороший у нас праздник. Я нормально, че. Ну, я сейчас тебя с такой девушкой познакомлю. Свет, Свет. Да не надо, Ваня, не надо. Да давай, че ты. Не надо, ладно, пойду покурю. Ты лучше гостям уйдешь. Слушай, давай, не грусти, ладно? Возвращайся, сейчас подойду. О, Саня, угости сигареткой. Ага, сейчас. Она моя. Вопросов нет. Да? Ну, че, как тебе все? Да, отлично. Отец и матерь были бы счастливы. Так, держи. Еще бы. С музыкантами я договорился. Демби, ты должен услышать, как я пою. Ты петь. Да, я хорошо пою. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, я пас. Пойдем, Сань. Сейчас я подойду к курю. Че подойду, давай, потом. Да подойду, подойду сейчас, сейчас. Я пою. Давай, окей. Давай. Давай. Давно ты поешь, хорошо. Я давно хорошо пою. Тебя еще лучше. Вот вряд ли. Всем повезло. Тань. Я попробую. Тысячу лет тебя не видел. Привет. Ты вернулся уже? Да. Как ты? Да, нормально. В отличие от некоторых. Я уже шампанское бью, давай, как всегда. Ты око? Я братцы о твоем. Я, конечно, всего от него могла ожидать, но здесь он себя переплюнул. Ты про казино, что ли? Ну, и про это тоже. А ты разве не знаешь ничего? Ты о чем? Надо же, хоть тебя стесняется. А то всем уже рассказал, что Маринку обрюхатил. Все. В смысле? Это он так папе ее мстит. Только ему этого мало, он еще ресторан решил у них отобрать. Я все понимаю, Спартаков урод, но Марина здесь при чем? Это же... А эта дурочка еще верит, что он к ней вернется. На счастье! Свою мальчик. Когда все это случилось? В смысле, когда она... Что, рожает когда? Скоро. Вон он идет, спроси сам у него. Саня! Саня! Он думал, опозорил мою дочку, и ты ему с рук сойдет. Скоро! Какой, смолочь? Скорую быстро вызовите! Скорую быстро! Ура! Блин, этот козел хотел его убить. Не парься, Юлька. Ванька парень железный. Он весь железный. Железный, железный. Санёк, на, покури, полегчает. Виктор Петрович. Ну, как он? В общем, его оперируют. Пуля попала в грудь около сердца. Но врачи говорят, жить будет. Я сделаю всевозможное и невозможное. Сейчас профессора перевезут сюда, он мил. Санёк, Санёк, ты что себе позволяешь? Сань, что ты кипитишься? Ладно, ладно. Нормальная тема. Переживает парень за брат. Да, Виктор Петрович. Насчет Спартакова. Мы бы его на месте завалили, но нам ты приехал. Я сам. Ладно, разобрались. Пистолет ты на улице нашел. А что касается твоего состояния, так это комиссия скажет, дурак ты или нет. Что теперь? Суд решит? Ну, думаю, года два тебе точно дадут. Если судья учтет твое состояние и чистосердечное признание, может, меньше. А если ты будешь сотрудничать со следствием? Я буду. Молодец. Уведи его. Идем, идем. Виктор Петрович, он у нас. Да, в третьей камере. Саня, как он? Операция закончилась? Пока в реанимации. Саня, ну к нему нельзя. Саня, без сознания. Саня, без сознания. Уходите. Саня, погоди. Мы же как бы тоже. Уходите. И ты уходи. Ты что, Саш? Пойдем, Лубка. Пойдем. Вань, ты слышишь меня? Сетки закрыты. Привет тебе отсюда. Ну что, как там, Саня? Завтра обещали маску снять. Что, ему уже лучше? Вроде да. Я же говорил, что он железный. Я к нему. Только тихо. Братцы, мне отойти надо на пару часов. Да, иди, конечно. Да, конечно, не беспокойся. Давай, Саня. Поняла. Угу. Девочка, тебе чего? Мне бы Таню Панычеву. Ой. Чего тебе? Тань, пошли домой. Мамка просила. Я сказала, больше не приду. Все, иди отсюда. Тань, ну пожалуйста. Мама руку сломала. Сан Саныч, извините мне. Домой нужно срочно. Ну что сделаешь? Иди. Ребята, на сегодня все. Закончили. Пошли. Ася сказала, ты хотела меня видеть? Танечка, я руку сломала. Ничего не могу по дому делать. Даже ребятам еду приготовить. А муж-то твой где? Раз руку сломал, пусть готовит. Это не он. Я упала. Угу. Синяк под глазом тоже упала? Странно ты падаешь. Тань, ты мне сейчас так нужна. Деньги тебе нужны. Танечка, я не вру. Не верю я тебе. Ладно. Не веришь? Иди. Сами. Справимся. Эй, 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 Вань, ты что делаешь? Тихо, 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 тихо. Ложись. Ложись. Ну ты даешь. Побереги себя. Пошли. Годство. Тебе ж всего пять дней к операции сделано. И чё теперь? Да ничего. Лечись. Седой сказал, уход тебе нужен. Так что давай, выздоравливай. Тут, кстати, слухи ходят, что Спартаков повесился в тюрьме. Слухи или... Вполне конкретные слухи. Вроде помогли ему, но пойди докажи теперь. Такому козлу и надо. Дядя Коля следующий. О, Люка. Чего? Опа. Опа. Ты чего делаешь? Опа. Сереж, ты чего? Дети спят. Вылезай. Мам! Ну я же сказала. Нас нет. О, Господи. Мам, открой! Не надо так. Открой, я сказала! Я сейчас милицию вызову. Мама! Ну, и чё? Чё происходит тут у вас? А мы тут это, немножко трахаемся. Да что ты? Да. Мама! А ты чё, ревнуешь? Мама. Так я не понял. Танька! Рука еще, а в стерва, блин! Людка, лои меня. Вторая серия! Серьез. Танька, ты что, опять нас бросаешь? Не уезжай от нас, пожалуйста. Все, иди, одевайся. Тань! Марин, ты чё здесь? Саша, мне надо Ваню увидеть. Отведи меня к нему, прямо сейчас. Марин! Марин, успокойся. Может, я поговорю с ним сначала? Подготовлю как-то? Не надо. Он Анютку увидит и вся ненависть пропадет. Отведи. Ну, ладно. Пошли. Ага. Тише-тише-тише. Да. О, Саня, здорово. Здорово. Куда пропал-то, а? Слушай, тут к тебе гости. Ну, пусть заходят. Сейчас. Ты зачем пришла? Тебя хочу с нашей дочкой познакомить. Смотри. Анна Ивановна. Ты мне никто, и она мне никто. Валите отсюда. Валите отсюда, я сказал. Вань, ты чё? Не лезь не в свое дело, Саня. Быстрее! Тихо-тихо-тихо, Мариша. Быстрее! Подождешь там, ладно? Ты чё творишь? Я творю. Это они убили отца нашего, я творю. Ты кого привел сюда? И ты мстить собрался? И дочке своей? Я всем буду мстить. Мне плевать на них, пусть хромают отсюда. Не брат ты мне больше. Понял? Марин, прости. Не очень стыдно за брат. И без него проживем. Да, Анютка? Проживем. Я вам буду помогать. Слышишь? Меня не надо жалеть. Я ни в чем сочувствии не нуждаюсь. Мы и сами справимся. Садись. Угу. Ешь. Спасибо тебе, Тань. За все, что ты для нас делаешь. Спасибо. Чем быстрее ты поправишься, тем быстрее отсюда свалю. Детей покорми. Ну что, Вань, как тебе тачка, а? Я сам ее купил на свои деньги, слышь? Ты вообще видел, сколько мы там хапанули, пока ты лечился, а? Короче, Вань, Мишанин свои проценты мерил взял. А я альбом свой запишу. Что ты смеешься? Еще клип сниму. А, да. Круто, Вань. Блин, пацаны хапнули пару копеек, а понтов как у Абрамовича. А? Что, значит, мало бабок, да? Мало, Миша, мало. Понты это все. Расширяться будем. Давай помогу. Да что, я тебе инвалид, что ли, а? В общем, командир, багаж уже наверху, ну там сюрприз кое-какой. Что, дядь Коля нашли, что ли? Нет, над этим еще работаем. Ну так активнее работайте, пацаны, чего вы? Будем работать. Сашка, Сашка, привет. Это я, дядя Коля. Чего тебе? Да, поговорить бы надо. Слушаю. Ну, не здесь же. Ваш кофе. Спасибо. Пожалуйста. Саша, поговори с братом, а? О чем? О чем? Ты думаешь, я не представляю, что у него на уме? Сначала Спартаков, теперь я, да. А при чем здесь Ваня? Спартаков сам повесился. Ну, ты в этом уверен? У тебя есть какие-то версии? Да. Ему в этом помогли. Кто? Ваня в это время в больнице был. Ну, да. Он в больнице, а друзья на воле. Поговори, а? А я тебе... Сейчас. Вот. Тебе. Возьми. Возьми. Что это? Деньги. Что? Это моя доля. Ну, за ту тему с этим проклятым магазином, тут все. Бери, бери, бери. Давай. Так это ты все замутил. При чем тут? Бес попутал. Ты что думаешь, я возьму деньги, из которых отца убили? Ты? Мама с ума сошла? Как ты мог? Она сестра же твоя. Да. Да. Ты не возьмешь. Хорошо. Передай брату. Передай брату. Скажи, что тут моя доля. Тут все. До копейки. Скажи, что я ни при чем. Хорошо заработал. Да при чем тут заработал, не заработал. Знаешь, твой отец тоже сам во всем виноват. Кто ждал, что все не застраховано? Ну, я тебя прошу. Ну, поговори. Сашенька, я тебя прошу, ты передай. Ты ж племяш. Ну, умоляю тебя. Ну, пожалуйста. Да пошел ты. Через тернии к звездам или есть ли жизнь на Марсе? Тема нашей новой коллекции. Нравится? Конечно. Мне все нравится, что тебе нравится. Берем. Вы выбрали самые лучшие модели. Эдуард Вадимович, у вашей невесты изысканный вкус. Спасибо. Какой же у тебя изысканный вкус. Я на минуточку, ладно? Ага. А как вам удобнее заплатить? Ну, это уж дело ваше. Ну, посмотри на меня. Ну, конечно. Да ты из всех моих соберенок. Ты же самая-самая симпатичная. А зависть не очень хорошее чувство, Роза. Да, ты, наверное, забыла, что вещи здесь покупаю я. А ты у нас просто... Вешалочка. Ну, конечно. Куда она? До тебя. У нас же нет богатых любовничков. Ты че? Ты че, дуба рухнула? Да, ей-да. Что тут происходит? Оля! Девочки. Оля. Простите, пожалуйста. Все в порядке, милый. Просто в этом киоске нашей ноги больше не будет. Сдорово. Убью. Эдуард Вадимович, ну, не расстраивайтесь вы так. Подождите. Пациент Назаров. Приготовьтесь к полному медицинскому осмотру. Что-то не так? Мне надо побыть одному. Ну, ты что? Я все встречи на работе отменила, а ты... Ну, ладно, не обижайся. Любовник сейчас из меня никакой. Дурачок. Разве в этом дело? А знаешь, что сказал Седой? Ну, что? Он сказал, что больше ко мне не притронется, потому что я твоя женщина. Какая честь. Мне уйти? Давай в другой раз. Хорошо. Не обижайся. Угу. Я позвоню. Буду ждать. Хорошие вы сыновья, заботливые. По другим он вообще никто не ходит, а к ней... Ой, дай бог вам здоровья, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо. Проходите. Мам. Как ты? Ты кто? Я сын твой, Саша. Ну, что вы. Нет у меня никаких сыновей. У меня никого нет. Я одна. Совсем одна. А тут скучно. Я в кино хочу. Хорошо, мам. Сходим. Обязательно сходим. Хорошо. Все будет хорошо. Лучшего места для клуба даже и не придумаешь. Да, место козырное. Че хотят? Да в том-то и дело. Танцор упёрся. Не продавёт ни в какую. Даже обсуждать не хочет. А чё так? Ну, говорит, это моя тема. Типа я душу вложил. Рулетки тут не будет. Лично клиентов сортируют. Ну и рожа. А почему танцор-то? Вы четверо, проходите. Он реально танцует хорошо. Артист там балета был. Лауреат всяких там конкурсов. Педник, что ли? Ладно, поехали. Я тебе другое место покажу. Не-а. Это нравится. Я ж тебе говорил, не продаёт он. Ну, если вы не против, попробуй его уговорить. Позара нет. Попробуй. Давай, 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 давай! Поехали! Как ты все-таки дурак у меня врачи! О, Санечка, Саня! А, Саня, Саня, иди скорее сюда, дорогой! Рад тебя видеть! Здрасте! Друзья мои, прошу любить и жаловать! Это большой друг нашей семьи, ангел-хранитель моего Аболтуса Александр Назаров! Перехвалите! Ладно, перестань, все знают, что благодаря тебе мой сын поступил в институт. Оля, займитесь пока этим Аболтусом, пока мужчины разговаривают, да? Ну, рассказывай, что ты, как ты, где ты? Да в общаге пока. Почему в общаге, что такое? Неужели живешь на стипендию? Ну, кое-где подрабатываю. Ну, Саш, ну, это несерьезно, когда ты уже будешь работать у меня в конторе, а? Павел Константинович, да я с удовольствием, я же травопульсник. Ты что? Дорогой. Ниночка, посмотри, это вот тот самый Саша. Очень приятно. Да, Нина, Саша. Очень приятно. Сашенька, здравствуйте, вы нас отпустите? Конечно, как я могу? Извини, не могу отказать. Законное. Иди пока отдыхай, мы еще поговорим. Ну, потом. Зажигаешь? Санечка, иди к нам. Иди сюда. Ты слышала, эта овца разорила агентство, в котором раньше работала. И как только Садайский ее терзит. На ее месте должно быть я. Дише она сюда смотрит. Привет. Думала, сдохну здесь от тоски. Что, не рад? Да. Ты что, помолвлена? Да. Скоро стану мадам Санальской. За кого выходишь-то? За сынка или за папика Богатого? За Богатого. Еще? Удачи. Оля? Спасибо. Кто это? Ну что, Андрюха? Клево давай. Очень приятно, Оля. Саша? Это Александр? Клево, Ребен. От тебя дорогой. Ру-у-у! Ру-у-у! Рудик, за страну! Иди сюда! Рудик! 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 Иди сюда! Рудик! Иди сюда! Я предлагаю выпить! Это правильно, а? Зайвана! Ваня! Ты настоящий мужчина! Мужчин не только по годам, но и по делам! Ты моя гордость! С днем рождения, сынок! С днем рождения! Спасибо, шеф! Будь вечно счастлив, мой командир! Все бабы наши и наш весь мир, а? Молодец! Спасибо, друзья, спасибо! Спасибо! Толик, спасибо! Мишаня приехал! Ну, наконец-то! Подожди, Мишаня, к нему уже дед приехал вроде! Давай, давай, давай! Это я ему сказал, чтоб он тебе ничего не говорил! Он одно мое поручение выполнял! Что-то важное? Очень! Пойдем! Пойдем! Начинаются сюрпризы! Ты любишь больше всего машины и баб! С бабами у тебя проблем нету! А с машиной я решил тебе помочь немножко! Ну, гоняй на здоровье! Ха-ха-ха! Виктор Петрович, просто нет слов! Сынок! Просто нет слов! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Конь! Красавец! Ха-ха-ха! Держи! Мишаня! А наш-то подарок! А, блин, забыл совсем! Какой подарок хороший? Вы меня балуете! А там мелочи! Пойдем, ерунда! Это отличный подарок! Смотри, смотри, Ваня, впереди! Та-дам! С днем рождения! Добрый вечер, дядя Коля! Ментам зарядили, они его на Украине взяли! Ух ты! Кто у нас тут? Ну что, Вань, доволен? Да, о! Лучшего подарка для меня и не придумать! Молодец, Мишаня! Молодец! Сейчас Иван с ним попрощается! И в лес его! Виктор Петрович! Спасибо за подарок! Дело семейное! Да, дядя Коль! Нет! Не, не, не не надо! Не надо! Во семье! Ну, что с точки зрения, страшно тебе? Может, тебе повесить, как вы моего отца повесили, а? Светой! Чё? Громче! Светой, был в курсе. С днём рождения. Товар, что у вас в магазине украли, ему 75% досталось. 75%! А я ни при чём! Всё ему пошло! Ваня! 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 Пошли! Спартаков был причастен к убийству отца. Всё, что у него было, наше теперь. Нет у него ничего. Батю, конечно, не вернуть, но справедливость должна быть. Да, мам? Думаю, вы чем-то расстроены. У вас что-то случилось? Мам, ну что ты опять? А? У вас такое грустное лицо. Простите, а у вас есть дети? Мам, ну ты же знаешь, нет, мам. Мам, ну ты же знаешь, нет, мам. А жена? Мам, ну, тогда понятно, почему вы такой. У каждого человека должна быть семья. Без семья человеку невозможно. Без семья человек, как собака бродячая. Без семья человеку, как собака бродячая, как собака бродячая. Без семья человеку. Кто это, а? А? Сейчас маленькая, подожди, сейчас. Сейчас. – Привет. – Сашка, привет. Проходи. Извини, что так поздно. У Ваньки же полгода сегодня, да? Ну да, спасибо, что вспомнил. Подарок. Хотем быстрее, а то она там одна. И что нам принесли? Что нам принесли? Чай будешь? Давай. Привет, Анюта. Как ты? Красавица. Ты ночами работаешь? Ну да, заказов много. От кондитерских. Не высыпаюсь только. Садись сюда, Саш. Я так боль-мень протерла. Ты уж извини. А я на работу устроился. Помогать вам хочу. Я, Саша, хочу перед тобой извиниться. Я тебя обидела в прошлый раз. Прости меня. Ну, просто я на Ивана была очень злая, очень. Да я понимаю. Так что насчет помощи? Ты нам ничего не должен, Саш. Ну, вообще-то я не чужой. Я дядя этой крошки. Спасибо тебе. Хороший у нас дядя. Хороший у нас дядя. Вань! Ты тут? Чё? Там менты ломбард закрыли. Ну, закрыли и закрыли. У тебя всё нормально? Да. Чё, и за дядьки паришься? Не. Нормально всё. Вань! Ну, я же вижу, мы с тобой вроде как не чужие. Мих, конечно, не чужие. Нормально всё. Ну, ладно. А чё с ментами-то делать? Чё, маленький, что ли? Не знаешь, что с ментами делать? Денег дай им. Ладно. А ты куда, кстати? Я к Сидому. И… И шары! Такие блескучие шары. На потолке. С моторчиком. Хорошо. И зеркала. Много зеркал. Абсолютно с вами согласен. Шеф, я здесь. Ванюшка. Секундочку. Ну, всё запомнил? Всё. Работать быстро. Качественно. Я сам проверять буду. Ясно? Всё сделаем, как говорите. Замечание записал? Ну, и чё стоим? Через два месяца открываем. Всё будет исполнено. Всё уходит. Давай, 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 давай. Ваня! Скоро эти стены будут приносить большие бабки. Ты гений, шеф. Ты же сам всё это провернул, а потом… Сама идея с этим игорным бизнесом твоя. Для нас, Ваня, этот клуб только начало. Мы таких клубов замутим, знаешь сколько? На какие бабки-то? Бабла будет немерена. Мне сегодня питерские кореша позвонили. Позвонили. Я с ними пятнадцать лет непонятки был. А сегодня вдруг звонок. А… Война у меня с ними была. Когда… жену мою убили и сына. Ну и я… Немного побулял. Сел. Теперь у меня есть ты, Ванюша. Вы бы сейчас с моим Толяном… дружбанами были бы. А теперь моя семья – это… Это ты, Ванечка. Можно я тебя обниму? Ну а что касается питерских, тут тема такая. Ворон мне сегодня весточку дал. Ворон. Очень серьезный человек, очень. Предлагает все забыть. Я рад. Он богатый. Раньше нефтяников крышевал. Ага. Теперь с ними в долях сидит. Но он хочет бизнес свой расширять, что-то в Москве открывать собирается. Меня вспомнил. В гости зовет. Ты со мной поедешь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Везучий ты седой. Ага. Ха-ха-ха. Да. Ха-ха-ха! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Двое свое уже получили DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Тебе кто-то позволял пасте раздевать? Твое дело было стоять и слушать Блин, извини Хотел с тобой обсудить как раз Но ты в дороге все про семью рассказывал Да и у меня как-то из головы вылетело вообще Вылетело? Угу Может мне тебе башку подлечить? Ты что творишь? Че творишь-то? Я тебе, щенок, хочу приручу Хочу пристрелю Если тявкать будешь Ситуацию надо было исправлять Идея с клубами вору не понравилась Пришлось самому Я разрешал? Я разрешал? Разрешал? Прости, все Бес попутал Больше не буду Никогда больше так не делай Никогда Что касается бабок Борн не их дал И я ими распоряжаться буду Базара нет Оль, давай поговорим Оль, ну зачем из всего делать трагедию? Знаешь, как я тебя люблю Отец непростой человек Давай подождем подходящего момента Оля, не бросай меня Не бросай меня Хорошо, выбирай любой день Это официальное предложение? Да Оленька Я люблю тебя И прошу твои руки Я согласна Первая суббота Следующего месяца Вот и слава богу Останешься? Если разрешишь Как хорошо Шеф Давай-ка Ну что Хороший день сегодня Да вообще шикарный Второй клоп тебе отдаю Спасибо, Виктор Петрович Очень Очень рад Только Тема одна Покой мне не дает Ну вот не дает покоя Все Какая еще тема? Строительство Строительство Я когда в Москву приехал Я сразу понял Строиться надо Ты посмотри, как они все живут Ты посмотри Ты все не угомонишься, да? Что ты понимаешь В этом странном строительстве? Теперь они как лоха разведут Нашел лоха, да? Послушай, Виктор Петрович У меня есть план Какой план? Этот город Этот город не открыл для себя главного Главного строительного ресурса Кого еще ресурса? Китайцев 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 Ну что ты смеешься, послушай Но мы будем делать все быстрее, качественнее Дешевле, пойми, дешевле И сколько тебе надо? Два лимона На первые полгода, чтобы начать Дальше я сам Забудь Не понимаю Ну, наконец-то Юля Я устал Опять о ней думаешь? О кукле этой А она на тебя Нуль внимания Потому что ты для нее Недостаточно хорош Заткнись, понятно? Понятно? Гад! Все, я ухожу от тебя Достал! Знаешь Лучше в публичном доме Чем с тобой Подожди Тихо Тихо Ну Тань Тихо, тихо Прости Отстань Все, тихо, тихо Тихо, тихо Тихо, тихо Тихо Прости, пожалуйста Прости Не хотел Иду Привет, моя дорогая Привет Проходи Слушай, ты только не переживай, ладно? Так Что такое? Что? Я не хотела тебе раньше говорить Чтоб не сгладить Что случилось? Олешка Я выхожу замуж Милая моя, милая моя девочка Девочка моя, милая моя Наконец-то ты станешь Мадам Садальская Мадам Садальская Слушай, я поверить не могу Мадам Садальская, смотри Ой Красиво Очень Слушай, а это настоящая? Конечно, настоящая Бриллианты? Да Прям вот это все? Да Слушай, а кто я буду? Свекровь? Теща? Я буду теща Будешь теща Мадам Садальская Я Теща, мадам Садальская Ну, не важно, кто Бриллианты Выпить есть? У меня? У меня только водка Ну, не важно, пойдем водку Пойдем Слушай, ну как это было? Ты расскажи мне, а? Красиво Все как у богатых Ой Ну, мам, я замуж Выхожу Девочка моя Радость какая Сейчас, садись Послушай, Толик, как в прошлый раз Не надо Еще раз повторяю Мы на другом уровне И я тебя умоляю Не вытаскивай мне душу, а? Перезвоню Вот, знакомься Это Алик Иван Алик Он в мэрии вопросы решил Присаживайся Спасибо Откуда такие возможности? А он сынок кое-кого в мэрии Ясно Ну, в общем, дело такое Мы хотим три участка под застройку Документы все готовы Проекты есть Можем хоть завтра копать начать Вопрос с арендой не решен Решить надо очень быстро Можем? Ну, все возможно, Иван Петрович Мне Михаил в общих чертах Обрисовал ситуацию В общем Как-то так Мы готовы Когда заехать? Так не пойдет Лично свяжи меня с ним Вы же понимаете Лично Такие дела не делаются А я лично Деньги через посредников не передаю Еще делать будем Ну, ладно тебе, Вань Ну, у них правила такие У меня свои правила Ты за свой процент не переживай Отдам, отвечаю Кто там решает вопросы? Тишенков Дмитрий Иванович Договорились, наливай Послушайте, я уже полтора часа жду Все ждут Твою мать Проходите, Дмитрий Иванович готов принять вас Спасибо Дмитрий Иванович, здравствуйте Сюда Сюда садить Спасибо Я от Алика Ну что, говорите, говорите У меня мало времени Я не задержу В общем, мы хотим купить право собственности на землю Три участка в центре Все хотят Алик сказал, что вы можете решить вопрос По закону мы должны Организовать тендер На эти участки И выбрать лучшего застройщика Я думаю, что Наша компания Квартал Вам очень Очень подойдет Квартал Первый раз слышу Ну, компания молодая Но очень перспективная Мы выполняем все работы по высшему разряду Я вам лично могу гарантировать Все ваши интересы Будут соблюдены Мои интересы, молодой человек Это прежде всего интересы простого народа Других интересов у меня нет И быть не может Само собой Я, собственно, об этом Вот и отлично Оставьте Мы рассмотрим ваши предложения И постараемся что-нибудь сделать До свидания Благодарю Саша Прости, опоздала, да? Ольгу Александровну На работу вызвали Мне вообще пришла с бабулей С другого подъезда Договариваться, ну Чтобы она с Анютой посидела Ну Сдал? А? Завалил Ты что, Саш, как звонил? Ну так Следующий раз да Ну что? Саш, ты что, правда, что ли не сдал? Да сдал, конечно Весь второй курс экстерном Вообще все? Да Дурак Обманул меня Ты же у меня Ты же гений Я же верю Ну, это в смысле Не у меня Пошли отмечать? Подожди, подожди 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 Марин Да? Что? А выходи за меня замуж А? Выйдешь? Да 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 Ну? Что? А вот теперь пошли отмечать Нет Нет? Да Пойдем 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 Слады Ближе Ближе Друг 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 Я открываю пока А где бокалы? Сейчас Сейчас Собрались все? Да Ура Горько! 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 Отлично Поздравляем Ребят Давай Давай Проходим Пугачок Иди У тебя особое приглашение надо Так Панычева Ты должна сообщить нам имя отца ребенка Эй, меня слышно? Что? Имя отца ребенка Зачем? Положено Мы должны сообщить Отцу Нет Что ж ты за человек такой? Что-нибудь человеческое то осталось? Ну Так и будешь молчать? Если ты действительно решила Решила Ну ясно На Подписывай Вот здесь И здесь С этого момента Ты лишаешься родительских прав И своего ребенка больше никогда не увидишь Ты че меня злоходишь? Вань, Вань! Где мои участки? Столкуйся! Ты тоже! Кого ты мне привел? Да я клянусь, не врал Что за хрень, Олег? Ну, Тишинков Ну, скользкий тип Ну, не первый раз такое Тем более Подберите участки новые Я Я все решу Так, ты уже решил Пусть валит отсюда Все, свободен Я Вали Вали, 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 все Я Вали, 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 все Мих нам Нужны эти участки Так а может, как раньше? Давай. В семь часов заберешь. Доброе утро, Дмитрий Иванович. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Помогите! Андрюша, ну я буду скучать по тебе. Слушай, для того, чтобы не скучать, надо лаве, поняла? Сиди и жди. Андрюх, бери побольше. Тьфу, козел. Что ты знаешь об этом деле? Корнеев. Ну, только то, что в газетах писали. Корнеевский банк привлек кучу денег под сладкие проценты. И организовал банкротство. Хозяева в бегах, а деньги не могут найти. Ну, не все так однозначно, Саш. Ты ознакомься с документами и сразу ко мне на обсуждение, да? Хорошо, Павел Константинович, я быстро. Я верю в тебя. Спасибо. Андрей Павлович! Саня! Андрюха! Здорово, брат! Здорово, ты куда пропал-то? Да так, отдыхаю, катаюсь, ты че? Да вот отец твой первый дел мне поручил. А, громкое дельство. Да. Далеко пойдешь. Свобода! Ну че, Маш, на волю. Да, все, отмотала. Везет. Танька, Танюха, эй, слышь, я попрощаюсь? Я тебе дам, щас слышь, блин. Ну, на минуту. Давай быстро. Панычева, че стоишь, как неродная? Да не, нормально все. Марина, здрасте, приехали. Че нормально-то? Панычева, за подругу порадуйся. Я рада тебе. Давай, удачи. Ты дура, что ли? Мы ж с тобой договорились, все, намази. Рыкова на выход. Ща иду. Маш, честно, ну не верю я в эти договоры. Я тебя отсюда заберу, веришь ты или не веришь. Не веришь, не верь, а я за тобой заеду, поняла? Поедем с тобой на море, обирать этих толстых хомяков. Денег накупим, откроем кафешку. Рыкова на выход! Да блин, иду! Откроем кафешку, все будет круто. Что ты хочешь? Кафешку, кофейню. Кофейня мне нравится. Все, заметана, держи. Пока. Партнеры. Партнеры! Держись, Панычева. Ты меня поняла? Ну что, носатая, когда назад-то ждать? Открывай уже. Завали. Я тебя завалю. Тю-тю! Паныч, держись! Давай. Распорт, рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо-рэппо- Да. Опаздываешь. Кто говорил, что нужно быть восемь? Смотри. Как, нравится? Красиво. Очень. Да. Где успел? Ерунда. Пара стаканов, виски. Оля! Мы не сможем поехать в клуб. Почему? Заболел? Отец, он нашел мне другую невесту. А наша свадьба? Оля, это отец, я не… Он слышать ничего не хочет. Эдик, ты мужик или кто? Я мужик, я… Но я не могу, Оль. Я не врал тебе. Какая разница, жена ты моя или нет? Это вряд ли. Оль… Да пошел ты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сынок, мне сказали, что ты наезжаешь на чиновников. Сейчас не те времена. Сейчас же слишком стремно. Если все это всплывет, наши питерские друзья будут недовольны. Да пошли они нахрен. Мальчики, потанцуем. Сынок, я тебе говорил, казино — это тема. А ты же у нас самый умный. Ну, зачем тебе это расширение? Ты же не строитель, там тоже не дураки. Ты же сейчас не в деревне. Зачем решать проблемы криминала? Я не хочу, чтобы нас с тобой похоронили. Я этого не позволю. Спасибо, бай. Забудь ты об этом бетоне. Занимайся тем, что у тебя получается. Да у меня все получается. Все получается. О, спасибо. Давай, сынок, за тебя. Славчик, я знаю. Ну, что, как у меня получилось? Полный. Рудик, ты лучший. Лучший. А вот ему так не кажется, бай. Ну, что, правду говори, это было божественно? Правду хочешь? Конечно. Ну, ты ее знаешь, что ты. Ну, понятно, сейчас давай, а. Ну, что я с ними разговариваю, вообще ничего в музыке не понимает. Виктор Петрович, хочу свой альбом записать. Ну, а что я все время чужой-то пою? Пиши. Виктор Петрович, оставайтесь моим продюсерам. Запогодите. Ну, а что, я вам доверяю. Ай, подумайте. Продолжай в том же духе. Не знаю. Погодите. Спасибо вам. Спасибо, я стараюсь. Ну, ладно. Ну, я и меня. Я и меня. Понимаешь, как мы здесь? Пойдем? Давай. Ничего себе. Глазки пришел подкрасить, да? Че надо? Тебя хочу. Тебя хочу. Че надо привести от convолеку. Почему ей мы говорим вack? и правouth. Нетืlardan. Ист única. Не завтра. Всё ? Не подожид geworden! že нежунование! Ночь! Да естественно. Меня покой. Ус hear You. Открой. Почему? Сядь, 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 не будь дурой. Не, не прыгай, я пописать. Увидимся. Не понял, ты что, следишь за мной что-то? Да нет, я просто хотела. Ну что, коза, твоего мужика захотела, да? Слышь, ты кто? Я тебе. Руки убери. Убери. Тихо, тихо, тихо. Сучка. Давай, пошли. Сучка. Иди, иди. Коза, коза. Я хочу в кино. Лидия Павловна, миленькая, ну чего же вам не хватает, а? У вас такие замечательные мальчики, навещают вас практически каждый день. Подарки вам привозят. А сегодня вообще сын женился, приехал, смотрите, каких конфет вам привез-то, а? Не хочу я эти конфеты, это гадость. Ну почему гадость? Почему так долго нет моего мужа? Ну, 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 успокойся. Немедленно позовите моего мужа. Мы собирались с ним в кино. Позовите. Хорошо, хорошо, миленькая. Сейчас позову. Ты подожди. Позову. Петь. Петь, ну, где же ты? Петь, ну, где же выисел. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что такое? Совсем уработался? Бедненький Что случилось? Опять неприятности? Да, неприятности Понятно Все думаешь о Тишинкове Юль, отстань! Ой, зря ты паришься, он такой придурок Представляешь, однажды меня за Ляшку как схватит Ну я ему, соответственно, порожек, облуком А он начал у меня орать Ты что, мне синяки ставишь? Мне на совещание Полный придурок Да ты что? Да Серьезно? Так, 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 так Он что, по девочкам ходит? Все ходят, если бабки есть Жахала с ним Он мой постоянный клиент Ну был, конечно А ты чего спрашиваешь? Субтитры сделал DimaTorzok Да Не помешай, Павел Константинович Заходи, Саш Что у тебя? Ознакомился с делом Корнеева Однозначно виновен Там все белыми нитками шито О как Не можем мы его защищать Саш, никогда не торопись с выводами Мы как раз дело Корнеева обсуждаем Может быть, она не такая безнадежная Ну? Давай почв поговорим, м? Хорошо Папочки-то забери А, да Павел Константинович Если Назаров не хочет Я могу взять дело Корнеева на себя Нет При определенном финансировании Все может получиться Да ты что? Я просто не понимаю, зачем Если Назаров не хочет Я уже здесь Так, это не обсуждается Это дело Назарова Нет Привет Двадцать пятый Готов Начали Опа Доброго, дядя Скучал по нам? Давай, давай, сюда Ломайся, ломайся Сделай дядю ручкой Отлично Обними девочку Давай, давай Симпатичный Ну че? Дмитрий Иванович Поговорим о деле? Время у нас теперь много Давай, Панычева С чистой совестью И вам не болеть Закрывай! Ну че, Панычева Ждем тебя обратно Вы лучше в гости К друг другу ходите Веселее будет Эй, гражданка До моря не подбросить Машка Ну и чего Думала про динамо, да? Я думала, ты не приедешь Я ж тебе сказала Выйди, что здесь Панычева Танюха Ну как ты? Паныч, ну давай Берем барахло Поехали Че, реально на море едем? Конечно Там офигенно Там только тебя не хватает Паныч Прикинь Полно мужиков У всех куча бабла Я одна не справляюсь Мне нужна твоя помощь Маш, я же не умею Да ничего Я тебя научу Ну что Прощай небо Клеточку Здравствуй Новая жизнь Паныч Друзья мои Я прошу вас сюда На две минуты Тишина Немная Господа Я хочу поднять этот тост За молодого И, как мне кажется Очень перспективного адвоката Александра Назарова Благодаря его умелым действиям Несправедливо обвиненный человек Оказался полностью оправданным Ура Спасибо Ура Но без вашего свидетеля Я бы не выиграл это дело Не оправдывайся Я же видел Присяжные слушали тебя Как красивую песню Конвертик-то открой Я не могу принять это Ну ладно, перестань Это только начало Нет, не могу Не можешь отдать жене Молодец Андрюш, ты далеко? Пойду покурю Вернись на место, пожалуйста Душно здесь Я сон Андрюх Че случилось-то? А ты не видишь, да? К отцу ревнуешь, что ли? Ну ты проницательный, Шерлок Ну и зря Слушай Разуй глаза Ты не выиграл бы дело Если бы отец не купил свидетеля Вот и все Ничего подобного Я сам со свидетелями работал Да все в порядке Конечно в порядке Ты получил свой конверт Свидетель свой А вместо Корнеева в тюрьму сел другой человек Врешь Думай, как знаешь Оль, Эдик опять звонил? А, нет меня Он уже третий раз звонил, Оль? Да хоть сто третий А я думаю, он тебя любит, знаешь? Любил, женился бы Правда? Ты подумай с своей головой Вот просто логически Сколько времени прошло А он тебе звонит? Он, наверное, тебя любит, Оль? Любил? Он тебя любит, понимаешь? Любил бы, женился бы А что ты сделала, чтобы быть счастливой? Ты хоть палец за палец ударила? Я устала от всего этого Ладно, ладно Хорошо Спокойненько Да Все Пусть будет По-твоему Да Вам чего? Мне бы супругу Игоря Иванникова А в чем дело? Это вы? Ну, допустим, я Добрый день Я Александр Назаров Из конторы Полетаева От Павла Константиновича? Да Ну, пойдемте Знаете, эти журналисты такие наглые Лезут и лезут Но я держусь Как велел Павел Константинович Да Знаете, я из тех денежек Тони копеечки не потратила А вот пока Игорек не выйдет, не потрачу Он же из-за меня в тюрьму-то сел У меня, видите, инвалидность А ему с работы никак не везет Заходите Ну, чего вы стоите-то? Проходите Извините Эй, эй, вы куда? Саш, ты? Я Привет, у меня почти готово А что ты ищешь? Где деньги по-литаевски? Деньги? Там, наверху, в шкафу В вазе Саш, что случилось? Нет, ну, конечно Однозначно, Леш Это даже не обсуждается Накоим образом Вот так вот просто взяли и купили? Извини, пожалуйста Я перезвоню, ко мне пришли пока В чем дело, что за крик? Вы купили Иванникова? Не надо так грубо О людях говорить Я в юриста пошел, чтобы этого не было Чего не было, Саш? Вранья Слушай, подобная щепетильность Уместна в другой профессии При чем здесь профессия? Ты успокойся уже, сядь Сядь Ведешь себя как барышня Хочешь выпить? Забери свои деньги Ну, вот это уже лишнее Хорошо, что дальше Заявишь на меня? Однозначно А тебя обвинят в клевете И вышвырнут из гильдии Да грош цена этой вашей гильдии Не надо так о гильдии Роза! Выйдите отсюда! Видите, я разговариваю! Бегом! Ладно, хрен с тобой Вали отсюда Только забудь о новой квартире О новой машине, которую ты хотел купить Куда ты там в отпуск собирался? В Подмосковье вали! На огурцы! На клубнику! Понял? Угу Что? Да подавись ты своей машиной Понял? И запомни, сынок! Ни одна адвокатская контора В этой стране Тебя не возьмет на работу Ни одна! Алло, Саша Мне нужен номер монолога За прошлый месяц Мне не важно, где вы его возьмете Но он нужен мне сейчас же Я повторяю Мне нужен номер монолога С Эзенштейном на обложке Ну что непонятно? Вадим Евгеньевич Ну просто его нет нигде Но мы ищем Мы ищем Саша Ты сам все слышал Если в течение часа Номер не будет лежать у меня на столе Можешь искать себе новую работу Девушка Вы на собеседовании? На собеседовании? Да, на место референты Или нет? А, да, конечно Извините, просто волнуюсь очень Приходите лучше завтра Почему? Шеф Совершенно не в духе Алло Не может быть Как же вам удалось его найти? У вас за углом парикмахерская У них в холле куча журналов Все за прошлый месяц А, молодец Алла Оформляйте приказ Хорошо, Вадим Евгеньевич Пожалуйста, пройдемте в приемную Да нет Я не собираюсь у вас работать Я здесь по другому вопросу А по какому, если не секрет? Личного характера Я весь в внимании Я пришла поговорить о вашем сыне Об этике? Я Оля На которой вы запрещаете Жениться своему сыну Пришла узнать, почему Может быть, со мной что-то не так? Да нет, с вами все так Даже, пожалуй, слишком Ну, мы назначили свадьбу Вы знаете, я чертовски голоден Может быть, вы составите мне компанию? Там и поговорим Спасибо Пожалуйста Вы так и не ответили на мой вопрос Почему вы не хотите, чтобы Эдик на мне женился? Понимаете ли, если Эдик женится на Лидочке Любарской То существенно облегчит мне заключение сделок с ее отцом Может быть, мы даже объединимся То есть, это чисто коммерческий вопрос? Конечно, ничего личного Тем более, что в Лидочке нет и половины вашего обаяния Ну, а как же чувства? Вас не интересует, что чувствует ваш сын? За Эдика не беспокойтесь Вы не первая, кому он морочит голову Но... Это была бы напрасная жертва Даже здесь можно найти партию получше Кстати, я О днях уезжаю на Биеннале В Венецию Знаете, там По ночам удивительно романтично Хотите поехать со мной? А знаете, что? А идите вы куда подальше вместе со своим семейством Спасибо за обед Сашка Да ничего, Саш Найдешь себе другую работу Ты хороший адвокат А хорошие адвокаты на дороге не валяются Саш Дело не в этом, Марин Такие, как Полетаев, творящий хотят Все продается Кому сейчас нужна справедливость? Нет Неправда Мы же с тобой не продаемся А у меня тоже новость Я беременна Не вовремя, да? Да ты что? Маришка, правда, что ли? Да А кто будет? Мальчик или девочка? Не знаю Маришка, как я рад Очень рад Очень рад Очень-очень-очень Пожалуйста, ваш заказ Ну, иди ко мне Какая ты классная киска Да я сама от тебя просто балдею Ваш столик готов? Ага Пойдем? Показывай Сладкая попка Че, встало мест, что ли, нет? Ну, извини Так, проблемы? Пупсяк, все хорошо Овца какая-то Хочу шампанского Будет шампанское А карасики? Карасики тоже будут Хочу-хочу Я на минутку Ну, че, сколько там? Сегодня вообще нереально Три тысячи почти Да ну, круто! Молодец, супер Шукер, вон он Уху! Случилось что? Банки свистнули Ура! Ну, убей, Мазел Ну, да на день О! Мамуля А, вот и наша красавица Ма Привет, давай Привет Солнце мое У нас гости Гости Тихо, потом Гости Ау Добрый день Добрый день Добрый А я совсем забыла А мне к соседке надо Ольту тут сама давай Ага Да И что вы тут делаете? Ну, вот Знаете, я после нашей встречи Все время был в разъездах По работе Ну, все время думал Думал я о тебе Да неужели Да Спасибо Если бы ты знала, как мне хотелось позвонить Чтобы Извиниться И что мешало? Выходи за меня замуж Нет, я понимаю, что я староват для тебя Но поверь, я сделаю все, чтобы соответствовать И как же вам такое в голову могло прийти? Ну, считай, что это любовь с первого взгляда А Эдик? Эдик У Эдика своя жизнь А потом я уверен, что ты его не любила То есть вас я... Меня ты полюбишь Я все для этого сделаю Я тебе обещаю Да А вы сумасшедший Ты сейчас ничего не отвечай Подумай Дня два Ладно? До свидания Привет Привет Я оставлю вас Спасибо Увидимся Это что, кент твой? Ты что, этот? Да я тебя умоляю, брось Ладно, думаешь, я не видела, как он тебе эту спинку мял? Да просто спинку потер и все Крема помолит Я же не против Слушай, еще пару таких сладеньких хомячков И мы с тобой кафешку откроем Что ты неспокойный мне? Какая-то тревога все время на душе Да ладно, расслабься, пошли выпьем Что? Ну что ты? Не знаю, все время кажется, что случится что-нибудь Ничего не случится Случится то, что мы откроем кафешку Случится Представь, какое будет название Ну, представь Да я прям вижу Здравствуй, Бима Здравствуй, Бом Вадима, почему их так много? Привыкай, Оленька Неизбежное зло А мне нравится Хочешь с ними поговорить? Ну, можно попробовать Ну, давай, выедем Я хорошо выгляжу? Сюда, пожалуйста Ты прекрасна Пойдите сюда, пожалуйста Адрика, Бом, журнал «Монолог» Говорят, это была одна из самых блестящих свадеб года в Париже Скажите, во сколько она вам обошлась? Ох, не скажу Господа Садельская, скажите, а вы правда бывшая модель? Ну, да У вас правда любовь с первого взгляда? Да Скажите, а что вам больше всего запомнилось в вашем свадебном путешествии? Мне? Вам Наверное, ужин с Мадонной Господин Садельский, а как к этому браку относится ваш сын? Я думаю, довольна, господа Спасибо Вадим Евгеньевич, еще пару вопросов! Будьте любезны! Кто же это такая золушка 21 века? Госпожа Садельская выросла в спадном районе, что называется, в простой семье Отец работал на заводе, мать на... Как Вы последите слож range? Садельские берутся приют, мать на следы и заявила вам на measured Nutella Объяснила Это внутренний! Уваж treaty Под prospective души Я наконец-то получаю В начале Садельскаяarı Раз ты её так любишь, зачем же тогда со мной живёшь? Юль, чё ты хочешь от меня? Я хочу знать, что у нас с тобой будет дальше. Что дальше? Вань, я хочу обычного женского счастья, семью, твоих детей. Ты думаешь, что ты говоришь? Забыла, кто ты? Мне не нужна жена, проститутка. Звучит музыка. Звучит музыка. Здрасте. Здорово. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Ты дома? Уехала Маша. В смысле? Тебе от нее записка. Прости меня, Тань, но я действительно влюбилась. Мы с Аркашей решили жить вместе, а на жизнь, как ты понимаешь, нужны деньги. В общем, прощай, а не поминай меня лихом. Все-таки это бабки мои, идея моя и вообще… Ну, чё? Денег у меня нет. Это я знаю. А за хату платить как будешь? Мне нечем. Ну как нечем? Ну как нечем? Ну как это нечем? Пусти! Ну ладно, брось ты, в милицию что ли хочешь? Ну, думай сама, думай, а? Ну, ну, поцелуй. Отпусти меня. Отпусти меня. Ну, разладься. Приветствую. Вадим Евгеньевич, посол с супругой вас ожидают. Угу. Пойдем. Чудесно. Добрый вечер. Бонсуа. Бонсуа. Восхитительно выглядите. Впрочем, как и вы, мон шери. Месье Садальский, мои комплименты. Вотер фама и трэ пен. Очень очаровательна. Да-да, я знаю, месье Жавдон. Моя лучшая инвестиция. Прошу вас. Мерси. Проходите, будьте как дома. Мерси. Инвестиция. А что? А ничего. О-о-о, Дмитрий Иванович. Владимир Евгеньевич. Да-да-да. Очень рада вас видеть. А уж как я-то рад, Оленька. Вы, как всегда, чудовищно красивы. Определитесь уже, красавица или чудовище. И, как всегда, остранный язык. Конечно же, красавица. Какой разговор. Спасибо. Вот, позвольте вам представить, мой друг Назаров Иван. Очень приятно. Он пока еще молод, но, как говорится, молодым у нас везде дорога. Наслышан о вас. Надеюсь, с хорошей стороны только. Говорят в основном о вашем новом подряде. Если не секрет, как вам удалось получить этот подряд? А вы у Дмитрия Ивановича спросите. Он подписывал. Да все очень просто, мой дорогой. Проект фирмы Назарова был самый лучший. Жена у вас красивая. Да, красивая. Завидую вам. А вы проходите к гостям, там таких, как вы, половина. Да? Ну, хорошо. Будьте как дома, господа, будьте как дома. Спасибо. Спасибо. Тишинкова больше не приглашаем. Водят с собой, кого попало. Да ладно, расслабься. Ну? Что? Ты по нему скучаешь? Ну? Нет. Нет. Ты у меня самый лучший. И мне кажется, он нашел уже свое счастье. Давай. А вот ты в последнее время что-то очень мрачное. За жену Садальского. Да. Все хорошо? Да, да. Все нормально. Молодец, Садальский. Уважаю. Со вкусом. Стильно. Богато. Андрес. Отец Садальский не предлагал бы войти в его новые правила? Меня вот зовет. А то. Ты что, дурка? Я зря сюда примчался. И что ты скажешь? Ну, надо выслушать, подумать. Не знаю. Прошу прощения, господа. Я тут случайно подслушивал ваш разговор. Злобин. Здорово. Ну, как твой банк? Еще не прогорел? Нет, пока держимся. Да ладно. Злобин, раз ты все слышал. Скажи, у Садальского стоящий проект? Проект серьезный. Поддержан в правительстве. Смысл. Что будем? Бюджет пилить? Нет, бюджетных денег там не будет. Но будет хорошая пресса. Поддержка правительства. Там есть заинтересованные лица. Я знаю, это не моя тема. Да? Ну, да. Я тоже думаю, что Садальский и без нас найдет финансирование. Так что я пас. Ну, как хотите. В принципе, у меня есть человек, который на следующий же день перекупит у вас акции. На пустом месте заработаете 10%. Вот сегодня у тебя есть это человек, а завтра его нет. Злобин, если так все хорошо, может быть, ты нам денег дашь? Да. Что веселитесь? Да тут Злобин всех веселит. Он веселый. Не скучаем? Не скучаем. Может, бокал шампанского, не? Что тебе от меня надо? Ну, что надо? А то ты не знаешь, что надо. Тебя надо. Хватит и одного раза. Это тебе за настойчивость. Спасибо, конечно. Мне так понравилось. Еще хочу. А вот это уже жадность. Да. Посмотрим. Ню. И чего он тебе хотел? Я чего не хотел. Все хорошо? Да. Да? Да. Виктор Петрович, все в порядке. Они согласились. Нет, недолго. Они купят акции, на следующий день перепродадут их вам. И через месяц мы владельцы контрольного пакета проекта Садальского. Готовьте деньги. Привет. Соскучилась, соскучилась. Ну что? Да, опять не приняли заявление в прокуратуре. Но? И что? Меня отправили к начальнику отдела. Он всячески хвалил меня за настойчивость. Спросил про образование. Ага. В общем, предложил работу в прокуратуре следователем. А ты? Я согласился. Пускай Политаев теперь меня боится. Угу. Там, конечно, совсем другие деньги. Деньги не важны. Главное, что мы с тобой вместе. Остальное все приложится. Как он там? Буянит. Пока, красавчик. Заезжай еще. Ну что, как успей? Беспонтовое место. Надо ближе к центру перебираться. Ну давай, дерзай, карьеристка. Ну пока. Пока. Мужчина, сигареты не будет у вас? Обойдешься, шалава. Иуда. Мадам, можешь кофейку? Можно и кофейку. Но я бы предпочла нормальный трах. Полсотни баксов, праздничный тариф. А что так дешево, Танюш? Ни хрена себе, какие люди. Прикид, у тебя мощный. Да ты тоже на миллионера не тянешь. Как был урод, так и остался. Ну урод не урод, а на тебя денег точно хватит. Пошел ты. Да подожди ты. Руки убрал. Не ори. Я работу тебе хочу предложить. Да мне и тут неплохо. Ну что ты злишься ты, что с тобой не остался? Нужен ты мне. Ну и нормально. Ну так вот, насчет работы. Могу предложить, скажем, пару тысяч баксов в месяц. Пару тысяч неплохо. Что делать надо? Ну нормальная работа, справишься. Пойдем в кафешечку, присядем, там обсудим все. Ну 50 баксов давай обсудим. Пойдем. Чей дом? Твой? Мой. Нравится? Таня, иди сюда. Таня, иди сюда. Мне все нравится. Что я должна делать? Для начала в порядок себя привести. Хамло. Чего ты меня привез сюда? Пойдем покажу. Пойдем. Ну а теперь самое главное. Назаров, это что, камера пыток у тебя? Ну типа того. Круто. Снимала когда-нибудь? Снимала. На видео. Ты что, порнуху мучишь что ли здесь? Ага. Слушай, ну это без вопросов. Только 300 баксов сверху. Договорились? Договорились. Это мы что, за тем самым зеркалом, что ли? Ну да. Прикольно. Поняла теперь? Ага. А нафига все это? Кое-каких мажоров московских за яйца возьму. Воспользуюсь их маленькими слабостями. Шантажировать будешь? Ох, еще как. Ну а я тебе зачем? Любому дому нужна хозяйка. А я буду клиентов подгонять. Ты и мертвого уговоришь. Я рад. Проходи. Ну что, Назаров, поздравляю. Ты успешно прошел стажировку. Так, обустраивайся. Теперь это твой рабочий кабинет. А это вместо подарка. Угу. Возьми это дело и изучай. Задачу я поставлю тебе позже. Удачи, Саша. Спасибо, Юрий Владимирович. Удачи, Саша. Спасибо у подарка. Сколько лет, сколько зим. Сколько ж мы с тобой не виделись-то. Как дела? А у тебя? У меня отлично все. Могу тебе чем-то помочь. Мне от тебя ничего не надо. Ясно. Чем занимаешься-то? В прокуратуре работаю. Во как. Ну, надеюсь, наши дорожки теперь не пересекутся. Надеюсь. Ладно, удачи. Ладно, удачи. Товарищ майор, мы что, и Мяснякова будем брать? Да, будем, будем. А, собственно, на каком основании? Сейчас Назару придет. Короче, это совместная операция прокуратуры и службы собственной безопасности. Угу. Здорово, Назару. Здорово. Объект на месте. Отлично. Так, короче, все готово. Ждем сигнала от нашего человека внутри. Ясно. Готово? ОМОН на месте. Периметр оцеплен. Сереге, пожалуйста. Молшу не пролить. Еще. Чемодан. О, спасибо. Красава. Ну, давайте по чуть-чуть. На пол! Быстро упал! Чтобы заходить! Это приличное заведение! Не смотри! Руки! Руки! Дайте мне микрофон, а своих заглуши пока. Господа, прошу всех сохранять спокойствие. Обычная проверка. Добро поряд, чтобы граждан беспокоиться совершенно не о чем. Я хочу всем оставаться на своих местах. Приготовьте документы. О, Леха, давай их сюда, 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 давай. На колени! На колени! На колени! Не дергаться! Замер! Ну что ли, вошел. Вот ордер. Замер, я сказал! А что в чемоданчике у нас? Понятия не имею. Не мой чемоданчик. Пальчиков моих там нету. А, твой, значит, лысый. Ну, ты попал, козел. Ты вообще понимаешь, на кого ты рыбаешь тут, а? Знаю, гражданин полковник, знаю. Саша, у них тут кокс кругом. Хорошо отдыхаем, Левашов. Заздоровиться не боимся, а? А я вообще не при дела, гражданин начальник. Леха, давай, сажай их туда, на диванчик. Петрович, давай понятых. Так, девчушки, спорта есть. Понятыми будете. Дамы. Давай. Прошу вас. Давай, давай, давай. Быстрее. Давай-ка сюда. Уважаемые понятые, попрошу быть внимательными. Этот чемоданчик, вот этого гражданина. Это не мой чемоданчик. Открываем. Вот сволото, а! Ах, как люди живут, да? А я тебя узнал, Назар. Да? Ты брательник, Ванька, да? Для тебя, Левашов, я гражданин начальник. Твой клуб. В покоях, Леха. Достали. Девочки, на выход. Давай, на выход, Егор. Мордой вниз. Пошел. В пол смотри. Лицом вниз. Не снимать. Господин Весняков, в чем вас обвинялись? А этих клоунов кто сюда позвал? Господа журналисты, быстро все отсюда! Хорош, Петрович. Это я их позвал. Молодец. Саня, а ты не боишься, что нас после всего этого сработали? А потом все вопросы. В какой стати? В какой стати, что Весняков в кабинет министров дверь ногой открывает. Петрович, закон один для всех. Ага. Камеру посмотрите, пожалуйста. Где я сказал? Поехали. Давай. Лечка, оформляй его деление. По другому основании идут представители 2 до 3 дня. Это все. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Здравствуйте, Танечка Добрый вечер, Владимир Николаевич. Ждем вас. Неужели вы действительно все можете? Исполнять желание наша работа? Посмотрим, Танечка, посмотрим. Прошу вас. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Выпейте для начала бокал шампанского, расслабьтесь. Танечка, прошу вас, не надо играть со мной в кошки-мышки. Я ведь не шампанское и пить приехал. Сегодня наша кошка, это вы, Владимир Николаевич, А ваша мышка ждет вас. Вон в той комнате. Ну, сколько ей лет? Достаточно для того, чтобы знать, чего хочет мужчина. Ох, Танечка, гореть мне в аду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот толстопут сжег. Ух, браво. Рада, что ты доволен. Браво, друзья. С такой порнушкой мы теперь что хуже творить будем. Танюша, ты просто красавица. Откуда девчонка, кстати? Да она уже не девчонка. Хотела стать артисткой, не получилось. Странно. У нее же талантное лицо. Да, ты считаешь? Да, лучше. Ваня, я что-то очкую. А что ты очкуешь-то? А мы что, опять ничего все дома не скажем, да? Да, конечно, нет. Это наше дело. Вообще-то он старший. Я думаю, как бы нам не огрести по полной, а? А ты не думай. Тебе думать вредно. От этого одни неприятности. Радуйся, Мишаня, радуйся. Такого сама за яйца взяли. Опаньки. Кого я вижу? Здорово, Вань. Здравствуй. У тебя работы не будет? А что такое? Голос сел, что ли? Или седой не платит? Да негде больше петь, Вань. Ночи на клуб облаву делали. Брали чиновника на взятки. Ну и кокаин подсунули. Стандартная история. Так что... Так что... Я теперь типа безработный. Да уж... Че же делать-то, а? Послушаю, седу уже несколько клубов. Может куда-нибудь там метнешься. Там своих певцов хватает, Вань. Ну, от меня че хочешь? Со мной надо было идти, когда я тебя звал. Ладно, я понял, что зря приехал. Давай, Рудик. Давай. Брат твой клуб закрыл. Все, давай, давай, давай. Че-то я не понял, седой крысу, что ли, послал? Кто, он, что ли? Да ты че, хорош. Это ж Рудик. О, дурак, а? Да. Это я. Я нашел его. Где он? Здесь, в Москве. Вы уверены, что это он? Разумеется. Все сходится. Мне нужны доказательства. Я вам их предоставлю в любое удобное для вас время. Я хочу его увидеть. Конечно. Деньги готовьте. Я вам перезвоню. Кто звонил? Так. Один навязчивый клиент. У тебя проблемы? Нет. Все отлично. Точно? Да. Ну и прекрасно. А че, тепло, светло, комары не кусают. Работа интересная. Действительно. Всю жизнь мечтала подглядывать за извращенцами. Ну, всяко лучше, чем на панели торчить. Согласись. Да уж. Платит хорошо. Спасибо. Это мой презент. За хорошую работу. Она золотая. Она золотая. Ну, обижаешь, мать. Три косаря стоят. С чего такая щедрость? Тебе не нравится? Очень нравится. Ну, бери пока, Давид. Че ты? Подписала уже? Да. Ты мой сладкий. Иди сюда. Вообще, Рябинин не простой мужик. Генеральный прокурор, ты не боишься? Пусть он боится, мне-то че. Он же всем рассказывает, какой он верный муж, любящий отец. Нафига ему проблемы с малолеткой какой-то? Ну, да, ты прав. Все под контролем, Танюш. Вань. Слушай, че с Рудиком делать? Он там так и сидит. Пусть завтра в офис приходит, устроит засранца. Пусть чай нам готовит. Ладно. Сань, привет. О, здорово. А че ты всех твоих свидетелей отпустили? В смысле? Ушли они. Смешно. Назаров! А, Петрович, здорово. Ну что, старичок, а греб я сейчас из-за тебя по полной? Я ж тебя просил, Сашенька, не лезь-то куда не надо, не суйся, куда тебя не просят. Просил я тебя, предупреждал. Ну, ты о чем? Ты че, издеваешься, что ли? Отпустили всех, еще и извиниться заставили. И Седова, что ли? И Седова тоже, в первую очередь. Че, правда, что ли, Петрович? Ну, ясно все. Схема старая, добрая. Да. Юрий Владимирович. Ты заходи, конечно. Но дверь закрой, а то у меня подозреваемого сдует. Я не понимаю, Юрий Владимирович. Я еще не успел никого допросить из задержанных. И вдруг мне говорят, что их... Задержанных допросил я. Меня, между прочим, подняли с постели ни свет, ни заря. Еще даже газеты не вышли, вот эти вот. Мы же, кстати, держались по личным. А вы позволите? Благодарю вас. С каким по личным? Ты изъял с места портрет с деньгами. Служащие указали, что его забыл неизвестный клиент. Он не принадлежит ни Мясникову, ни Левашову. Да это смешно. А кокаин? Чей это кокаин? Как? Мы там камеры установили. Там четко должно быть видный момент передачи денег. Плохо установили. Не работали твои камеры. Да это бред. Это бред. Бред? Не бред. А задерживать людей у меня нет оснований. Левашову могли бы не отпускать. Это его клуб. А в клубе наркотики. Да что ты говоришь. А это тогда кто? Здрасте. Кто? Ты даже не в курсе. Что ж, познакомься. Господин Никульчин. Владелец клуба, который ты так героически вчера захватил. Приятно познакомиться. Как? Да вот так. Добрый ты парень. Хороший, но глупый. Хотел всех сходу повязать. Послушай, так не бывает. Ну что у тебя с этим седым? Что у тебя, зуб на него? Или бабу не поделили? Я могу быть свободен? Да. Можешь. Идемте. Да идите, идите уже. Да. Ну, видал героя? Хороший парень. Потрясающий. Наша гордость. Старший следователь прокуратуры, Назаров Александр. Угу. Вот он на меня в жалке. Вы все очень красиво говорите, но давайте конкретно. Что вы молчите? А вы ничего не забыли? Вот, возьмите. Это ваш сын. Как я могу быть уверена, что это он? Вот копия свидетельства о рождении, подписанная начальницей вашей колонии. Она лично передала ребенка в один из московских приютов. Вот акты передачи. Правда, пробыл он там недолго. Его быстро усыновили. А вот копия свидетельства об усыновлении. Альберт? Алик. Алик Соколовский. Ну вот, ты его увидела. Ну а дальше что? Ты куда? Слышишь? Ты что делаешь? Привет. Я так быстро игла, что обалдется о игре. Ты Алик? Алик. А ты откуда знаешь? Я знаю. Тетя, а ты кто? Я мама. Другого мальчика. Павлик, ну что ты там копаешь? Пойдем давай. Ты хочешь такую машинку? Я хочу такую, только красную. Алик, не приставай к тете. Извините, он у меня такой общительный. Да. Ну пошли. Скажи, тетя, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дмитрий Тишинков. Чай унеси. Сегодня в северном округе столицы представитель мэрии Дмитрий Тишинков принял участие в церемонии закладки первого камня нового бизнес-центра. Проект, стоимость которого по предварительной оценке составит несколько сот миллионов долларов, будет реализован компанией Ивана Назарова «Квартал». Эта фирма выиграла тендер на строительство, устроенный властями столицы. Тишинков поздравил директора компании Ивана Назарова с победой и пожелал ему успехов в работе. Далее я передаю слово своим коллегам, которые познакомят вас с новостями спорта. Ванек, скажи, ты знал об этой сделке? О том-то и дело, что ни сном, ни духом. Я всегда говорил, что этому засранцу не хватает уважения. Однако, дела он делать умеет. Степан Михайлович, там Назаров приехал. Веди его сюда. Хорошо. Степан Михайлович, надеюсь, вы меня простите за опоздание? Видели, видели. Впечатляет. Благодарю. Но вы же понимаете, это только начало. Будут и другие проекты. Степан Михайлович, скоро мы станем не последними людьми в строительном бизнесе. Я вам обещаю. Ты хотел сделать сюрприз, тебе это удалось. Но в будущем никаких сюрпризов. Мы должны знать о всех твоих планах. Ты понял? Конечно, Степан Михайлович. Больше не повторится. Ну и ладушки. На первый раз мы тебя прощаем. Да, Виктор Петрович? Да. А где чаек? Нина! Слушай, не в службу, а в дружбу. Сходи сам, а? Сделай это аккуратно. Не спеши. Так, как надо. Хорошо? Как скажешь. Ну вот. Присаживайся. Ваня, ты бы как-нибудь Степан Михайловичу показал бы кино, которое ты клепаешь у себя на даче. А? Он ведь у нас еще и режиссер. Да. Да! Да! Не бери в голову. Я прекрасно знаю, чем ты занимаешься на даче. Кстати, не только я. Все мы очень рады твоим успехам. Спасибо, Степан Михайлович. Благодарю. Да. Только вот что. Седой, конечно, толковый человек. Но будущее за тобой. Однако я бы очень не хотел бы, чтобы между вами случилась какая-нибудь свара. Конечно. Конечно. Ни к чему. Ну и замечательно. Знаете, договорились, да? О чем речь? Ну и ладно. А теперь уж и иди, пока Седой не вернулся. Люди того психанет и опять начнет пистолетом махать. Он может. Да. Степан Михайлович, благодарю за все. Моё почтение, Виктор Петрович. Засранец! Кему, мне уж заварили. Вань, что? Вань, ты что? Что случилось, Вань? Вань! Ты нас сдал, ты дома. Что случилось, ты не пойму? Вань! Ты нас сдал, ты дома! Кого сдал, Вань? Хорош! Вань! Вань! Говори! Вань! Вань! Ты сдал, ты дома! Говори! Вань, Вань, все, все, успокойся. Говори! Все. Вань, Вань, Вань. Ты что, не понимаешь? Они и так все знают. Рудик тут ни при чем, да? Я никому, никого не сдавал, Вань! Все, все, все. Ладно, я тебе верю. Запись с Рябининым заберешь, опасные там хранить, понял? Ладно, сделаю. Миша, я никому ничего не говорил. Чего? Знаю, я знаю. Да, войдите. Александр Петрович, вы не уделите мне буквально пять минут? Я слушаю. Нас еще не представили друг другу. Моя фамилия Шмурнов, Алексей. Очень приятно. Присаживайтесь. Спасибо. У вас ко мне какое-то дело? Понимаете, мне поручена организация нового отдела. А поконкретнее какого отдела? Названия пока нет, но цели обозначены вполне конкретно. Борьба с отмыванием грязных денег. Да я два раза уже писал служебку генеральному о необходимости такого отдела. Кофе будете? Спасибо. Если можно, покрепче. Сахар? Два кусочка. Вы, конечно, в курсе, что преступники испытывают определенные проблемы с обналичиванием этих денег. Они всячески пытаются их легализовать, и в основном на столичном рынке. Схема такая. Спасибо. Преступники выискивают бизнесмена с прибыльным, чистым, приносящим хороший доход бизнесом, человеком вне подозрений, и через подставных лиц ходят к нему в долю. А потом, имея контрольный пакет акций, диктуют свои условия. И наша задача понять механизм. Кто сдает бизнесмена на первом этапе? Его банкир, конечно. Только это тяжело доказать. Вот именно поэтому мне и нужны такие надежные ребята, вроде вас, которые готовы работать сутки напролет, семь дней в неделю, без перерыва на обед. Люди, которые еще верят, что все это можно изменить. Вы читали мое досье? Вы имеете в виду своего брата? Да, конечно, я в курсе, кто он такой. И что, для вас-то не проблема? По-моему, это вовсе не проблема, скорее наоборот. Ведь вы, как никто другой, знаете эту среду. Ну, кроме своего брата, я там никого не знаю. Уже неплохо. Он у вас выдающаяся личность. Я был бы рад видеть вас среди своих помощников. Я согласен. Ну, отлично. Добро пожаловать в наш отдел. Спасибо. Что? Я такими вещами не занимаюсь. Хорошо. Я найду кого-нибудь другого. Ну, ему же всего четыре года. Он же не станет молчать. Он будет кричать. Маму звать будет. Я купила маленький домик. Очень далеко, в тихом месте, у моря. Мы там будем вдвоем с Аликом. Он привыкнет ко мне со временем. Вы, наверное, не понимаете. Похищение несовершеннолетнего – это очень, очень серьезное преступление. Я заплачу. Не вам, так кому-то другому. Черт. Дайте мне какое-нибудь время. Я наведу справки. Это все... Это все не так просто. Вы... Понимаете, во что вы меня впутываете? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рябинин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь подожди, я быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рябинин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вань, диска нет. С Рябининым пропал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот как пропал. Остальные на месте его нет. Повнимательнее еще раз посмотри. Смотрел я уже, что, из лепой, что ли? И в Сефе смотрел? Нету там, везде смотрел. Танька что говорит? А Таньки нету. Слушай, может… Ты что гонишь? Она на меня работает. А кто еще? Больше некому. Вань, точно она тебе говорю? Все сходится, слышь? Не кипишу, ищи давай. Твою мать. Маня, еще шампанской осталось? Уходи. Быстро! Танька, открывай! Тань! Открывай, мы все равно пойдем, слышишь? Давай. Вот же тварь, а! Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Пошли. Тань! Нет, походу, никого. Давай, ты на кухню обыщи все. Каждый закуток, каждый ешек, понял? Ага. Давай, давай. Да. Все равно не так. Давай. Давай, давай. Рудик, чё у тебя? Да чё, чё, ничего. Блин. Да. Алло, Вань, а тут нет ничего. Она, походу, уехала. Блин, поверить не могу, Мех. Я же её на улице подобрал. Отмыл, согрел, денег дал. Да ты змею пригрел. Она сейчас тебя ещё шантажировать начнёт. Иди с кому-нибудь продать захочет. Кому? К кому? Да тому же Рябинину. Ладно, давай. Ладно, погнали. Убью, сука. Я готова отдать вам диск. И сколько ты хочешь? Пятьсот тысяч долларов. Хорошо. Где? Завтра у кинотеатра в одиннадцать. Хорошо. Танька, Марина. Привет. Почему не писала? Почему после колонии не приехала? Давай не будем об этом, пожалуйста. Как не будем, Тань? Я тебя искала. Я тебе постоянно писала. Мои письма сначала без ответа оставались. Потом стали приходить с пометкой, что адресат выбыл. Я очень волновалась, Тань. Как я по тебе соскучился. А я по тебе. Какая красивая. Очень красивая. Замуж вышла? Нет, замуж не вышла. Как-то не до этого было. Марин, я тебя хотела кое о чем попросить. Опять в историю в какую-то попала? Я права? Тебе лучше этого не знать. Это очень важно. Помоги мне, пожалуйста. Конечно, помогу. А что сделать надо? Вот это. Пусть у тебя побудет. Только ты спрячь и никому не рассказывай, хорошо? А Саше я могу рассказать? Нет, никому. Таня, а как это вообще для моей семьи? Не опасно? Нет, нет, что ты, не переживай. Мне выходить пора. Как выходить? Мы с тобой даже не поговорили. В следующий раз обязательно поговорим. Таня, когда в следующий раз? Через тысячу лет опять? Нет, почему? Мне нужно будет ключи забрать. Мы встретимся и обо всем поговорим. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже люблю. Спасибо тебе. Обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, Ольга Павловна. Вы просили ее разбудить. А который час? Уже одиннадцать. А в двенадцать вас ждут в салоне красоты. Да, 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 да. А где Вадим? Вадим Евгеньевич в кабинете. Может быть, вы объясните мне, каким образом два моих основных инвестора через месяц после вступления в проект продали свои акции одному и тому же человеку? Левашову. Я-то откуда знаю, Вадим Евгеньевич? А я вот вижу, что знаете. Ведь это вы давали им деньги на вступление в проект. Я многим даю кредиты. Вам в том числе. Я же банкир. И Левашову? А ему нет. Он сам, кому хочешь, даст кредит. Вы все-таки с ним знакомы. Он клиент моего банка. Я не понимаю, в чем проблема? Было два инвестора, остался один. Вам-то какая разница? Проблема в том, что Левашов уголовник. Я не буду иметь с ним дел. Виктор Петрович такой же бизнесмен, как и все. Я выхожу из проекта. Ну, а вот это вряд ли. Потому что если вы выйдете из проекта, по договору вы заплатите такие штрафы, что потеряете все. Ну, вы-то с этого точно что-то поимеете, да? Разумный процент. По-моему, это справедливо. Всего хорошего. Здравствуйте. 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 Вадик, доброе утро. Доброе утро. Все в порядке? Пойдем пить кофе. Не передумала? Паспорт готов. И паспорт. И билет. Все как обещал. Как мы устроим, чтобы Алик вышел к нам из садика? Две минуты, подожди меня, не улучшай, пожалуйста. Спящий красавец. Что ты застрял-то? Садись давай. Настоящий бармен. Что это значит? Не знаю, может, не приснилось что. Кто спит? Кто спит? Кто спит? Кто спит? Никогда не стану вас. Когда он начинает волноваться. Часто это бывает? Нет. Раньше он орал и вписался. Вот он! Тихо, 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 тихо. Диск давай. Диск в надежном месте. Чего? Я позвоню через час и скажу, где забрать диск. Ты что, совсем офигела, что ли? Эй, дятла, потише. Эй, вы, потише. Заткнитесь вы! Нет, тебе что, жить надоело, что ли? Ладно, как хочешь. Погоди. Погодите. Седой сказал, без диска денег не давать. Интересно, сколько Иван отвалит за этот диск, чтобы получить его обратно и узнать, как у это Иуда? Ну, ты, Дюка. Ну, во-первых, разрешите. Стой! Поехали, поехали, поехали! Твою мать! Пожалуйста, можно быстрее? Быстрее, пожалуйста! Субтитры сделал DimaTorzok Шеф, действует четвертого. Делать что будем? Что делать, что делать? Заголить и бегать. Ладно. Пять минут ждем и сваливаем. Это она. Ну, слава Богу. Субтитры сделал DimaTorzok Аааааа Поехали отсюда. Поехали отсюда. Хороший, хороший. Хороший. Дебил. Ну и как мы теперь запись достанем? Петр Петрович, она бы меня сдала. Если бы я ее не сбил, меня бы Ванька бы точно грохнул. Ну что ты все, Ванька, Ванька, Ванька. Ты сам пришел, сам предложил. Я тебе поверил, и ты обосрался. Ни записи, ни бабок, ни телки, ничего. Ну и накой ты мне такой нужен. Виктор Петрович. Подожди, Виктор Петрович, подождите. Послушайте, Ванька знает, что вы убили его отца. Что? Что? Это я Николай, дядька его. Это он все рассказал, я сам слышал все. Ванька сказал, что вас убьет. Бедный Йорик. В дом. Да не сытый, пойдем. Саня? А это куда? Куда столько? Компьютер же есть. А кто тебе это все сканировать будет? Вот накопаешь чего, вноси в комп, никто тебе не мешает. А пока дерзай. Чего тебе сюда переехать, что ли? Я и так тут живу. Садальского смотрел уже? Нет, а чего? Знакомая фамилия, с него хочу начать. Правильно, с него и начинай. За чай спасибо. Да не за что. Вау! Осторожно. Осторожно. Опа. Ой, подожди, я тебя поправлю здесь. Ты была у Тани на похоронах. И что? Откуда ты узнала, что она умерла? Мать ее говорила, вы тысячу лет не виделись. Тебе какое дело? Говори. Мне из больницы позвонили. Сказали, что у нее в кармане нашли мой номер телефона. Правду говоришь? Я все равно узнаю. Аня! 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 Тае, в реалией, мертвоз had resort. И Эрия! Ана! Ерик! Аня! Аня! Продолжение следует... 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 Рассказывайте, Вадим Евгеньевич... А что вы хотите услышать? Это ваши документы? Можно? Смотрите. Да. Это документы моей компании. Хорошо. А подпись на них стоит ваша? А вас это удивляет? Согласно этим документам, вы продали от компании Люфтсофт металлопроката на 200 миллионов долларов. И продали госструктуре. Ну, раз тут так написано. Да, так написано. А вот у меня написано, что компания Люфтсофт вообще не существует. Ну, то есть она существовала. Но только три дня. И была зарегистрирована на Каймановых островах. Откуда эти 200 миллионов? У меня сотни сделок. Я физически не в состоянии всего запомнить. Вадим Евгеньевич, вы же честный человек. Назовите нам, пожалуйста, имя того, кто предложил вам фиктивную сделку. Я не понимаю, о чем вы говорите. Вам знаком Виктор Левашов по кличке Седой? А со Степаном Вороновым по кличке Ворон вы нигде не пересекались? Нет, нигде. Я не знаю этих людей. Я хочу, чтобы ко мне допустили моего адвоката. Вам светит реальный срок, Вадим Евгеньевич. Не надо мне угрожать. Я требую, чтобы ко мне допустили моего адвоката. В столичной прокуратуре продолжается допрос известного бизнесмена Вадима Садальского, задержанного вчера по обвинению в финансовых махинациях. Допрос проводит следователь особого отдела Александр Назаров, который пока отказывается делать какие-либо конкретные заявления, кроме того, что сам он не уверен в виновности Садальского и считает, что за этими махинациями стоит кто-то другой. Кто же он, этот другой? Возможно ли очищать кожу? Одновременно увлажняй. Гнида. Отомстил мне, да? Ты о чем? Арестовал моего мужа. Я узнал, что он твой муж из материалов дела. Хорошо устроилась. А ты изменился, Саша. Стал похожим на своего брата. Мы с Вадиком счастливы. Он хороший человек, а ты это прекрасно знаешь. Но ты же не глупый. А я верю фактам. Они говорят обратное. Может, ты и права, и он не виновен. Но он же молчит, не помогает следствию. Вадим ни в чем не виноват. У него огромный бизнес. Двести миллионов для него не такие большие деньги. Ты так уверена в нем? Да. Хорошо, поговори с ним. Нам нужны его показания. Убедишь его, я измени его статус подозреваемого на свидетеля. Ты его выпустишь? Выпущу. Хорошо. Ты сам это сказал. Надеюсь, ты меня не обманешь. А я тебя когда-нибудь обманывал? Спасибо тебе. Саша Александр. Саша Александр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звали меня? Смотри, кто пришел. Касполин Назаров. Собственной персоной. А ты забурел? С чего бы? Думаешь, ты крутой? А давно ли ты ко мне в драных штанах приходил с голой жопой? Умолял, чтоб я тебя на работу привел. Портновый адресок нужен, могу подогнать. Если бы. Все гораздо хуже. Твой брательник совсем оборзел. Ты бы ему передал, чтоб не совал свое рыло, куда не стоит. А то ведь Неровин час не дорвется. Но это твоя проблема. Сам решай. Не просек, Ванек. Садальский, не твоя проблема, не моя. Это наша общая проблема. От меня что нужно? Иди, разруливай проблему с братом. Я его пять лет не видел. Ну, самое время начать. Ванек, не пойдешь ты. Пойдет вот он. Вот так. Ты давай это, не пугай меня. Назаровы ни под кого не прогибались. И начинать вроде не собирались. Запомни это. Что я еще не закончил? Стоять, я сказал! Ну, о чем ты говоришь? Я же обещал. Здорово. Здорово. Сделаю. Все. Чего сияешь? Что, Садальский, работает с нами. А, хоть одна хорошая новость. Да. Привет. Слушай, Леха, извини, я на две секунды. Давай, давай. Петрович, ну, что там насчет охраны для моей семьи? Саша, ну, я обещал, значит, дело все в порядке. Не волнуйся, ребята уже на месте. Один в сопровождении, двое во дворе. Все нормально. Ну, спасибо. Давай. Спасибо. Саня, давай, иду и в Лефортово, к Садальскому. Алексей Иванович, у меня вопрос к вам по одному важному делу. Что такое? Садальский, следователь. Руки за спину. На выход. Сидеть. Следователь сейчас придет. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Я тоже. Здравствуйте. Здорово. 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 Здравствуйте, Вадим Евгеньевич. Вадим Евгеньевич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хозяйка где? Но это невозможно, она уже легла спать. Буди ее! Да такое в мои полномочия не входит. Оля! Приходите завтра, молодой человек. Завтра будет поздно. Да что вы себе позволяете? Она никого не хочет видеть, у нее горе. Подождите, вы меня слышите вообще? Руки убери. Молодой человек, молодой человек, вы понимаете, меня уволят. Вы меня слышите вообще? Тихо ты. Я вас не пущу. Что вы себе позволяете? Я вызову милицию. Вызывай. Первый тебя или нету здесь. Маш, иди. Оля, мы уезжаем. Я никуда не поеду. Они считают, что ты в курсе всех дел, Вадима. Да и нелезло бы его дела. Им проще тебя завалить, пойми. Поехали. Да никуда я не поеду. Им проще тебя завалить, пойми ты это. Чем разобраться, поехали. Да никуда я пойду. Оля! Дай, не убью тебя, ты не понимаешь? Это ты убил, Вадима? Это ты убил, Вадима? Оля, что ты не стерёшь? Я убил, Вадима. Оля, успокойся. Хватит, послушай. Это... Оля, у нас очень мало времени. Все хорошо. Пошли, пошли со мной. Пойдем. Все хорошо будет. Все нормально с ним. Да все хорошо будет. Тихо. Все нормально, Оля? В порядке? Оля, у нас очень мало времени. Оля, у нас очень много 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 времени. Возьми. Осторожно, осторожно. Давай мне. Вот. Приятного аппетита. Что такое молчаливое сегодня? Приятного аппетита. Спасибо. Держи. Чагренец на связи. Алло. Степан Михалыч, это Назаров. Ваш мальчик у меня на мушке. Вы тут ешьте, я сейчас. Чего ты хочешь? Жена Садальского ни в чем не виновата. Оставьте ее в покое. Вань, ты, дружок, ты еще молод. Ты не понимаешь? Не дай бабе взять над собой верх. Она погубит дело. Она все равно ничего не знает. Ванюш, так не бывает. Чтоб баба жила с мужем и ничего не знала. Оставь ее. Даже если знаю. Я гарантирую, что она ничего не скажет. А каким образом ты гарантируешь? Она станет моей женой. Ну, Ванек. Ты дай его. Ну и Ванек. Ваня, мне страшно. Так, Ванек. Ну, что, Оля, добро пожаловать в нашу семью. Оля, я очень рад за вас, ребята. Вы красивая пара. Пойдем. Горка, 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 раз, два, три, четыре, пять! Ваня, гонят! Ура! 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 Да! Нет, нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Оп! Мы же договорились. Никакого алкоголя. Тихо-тихо-тихо. Давай без сцены. Гости вокруг как-то неудобно. АПЛОДИСМЕНТЫ Вань, выпьем? Ну, давай попробуем. Я не буду. За здоровье, молодых. Давайте. Ура! Ура! ПОЕТ Надо ж шефу сказать. Ты ешь, Серег, ешь. Саша, 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 Марина, вам придется уехать с детьми. Что? Мы сегодня начинаем серьезную операцию. Я решил, что… Что значит, ты решил? А меня перед фактом ставишь, да? Речь идет о вашей безопасности, Марин, твоей Аньке Петькиной. Мы не можем рисковать. Хорошо. Мы завтра уедем в Партизанск. К тете Наде. Не будем рисковать. Алло! Куда-куда, в больницу отзвонить? Что, глухая, что ли? Алло! Сучка. Ну, короче, нет ее нигде. Может, и подруги какой, а? Подруги. Знаю я эту подругу. Бутылкой зовут. Хорош, кончать с этим надо. А я тебе говорил, что эта баба не для тебя. Молчи. Чего молчи, она тебя позорит? Заткнись, я сказал! Да. Привет, Ванек. Не следишь ты за своей молодой женой, а? А тут с хуя пьяная в хлам зажигает. Совсем вести себя не умеет. Слышь? А вот это ж Ванек. Извини, что потревожил. Что воня без шума, Ваня. А вот это ж Ванек. О, я хочу. Ваня, Ваня! Давай, Ваня. Давай, Ваня. Ну, у меня здесь все схватит, ну, девочки, в шоколаде будешь. А что ты это было за сранчиками видел? Ой, ты раньше не привык? Валя, Валя! Валя, Валя! А спасибо! Валя! Скажу ещё. Всё ты покойник, Валя. Идём. До свидания. Всё нормально. Пляши, моя хорошая, пляши. Играем! Ты специально это место выбрала? Мне назло специально? Говори! Да. Дай сюда! Дай сюда! Хватит! Хватит бухать, я сказал! Хватит, я сказал! Я сразу и смотреть не могу! Тошнит! Отца Дальского то его и не дошнит! А Вадима не трогай! Ты мизинца его не стоишь, понял? Не разговаривай так со мной! Понятно? Запомни это! Да лучше бы я сдохла, чем с таким уродом жить. Хорошо, я тебе устрою! Хорошо, я тебе устрою! Сдохнуть, говоришь лучше! Сдохнуть, говоришь лучше! Сдохнуть, говоришь лучше! Я тебе устрою, а? Сдохнуть лучше! Ну давай, убей! Ну давай! И ребёнка своего убей заодно! Дурок! Ой! Мариша, пора уже! Да, мы идём! Санечка! А! На день рождения к Петьке приедешь? Конечно, приеду! Честно-честно? Честно-честно! Звонить-то я тебе могу? Я сам буду звонить тебе каждый вечер! Пап, там дед Петрович на тебя плохие слова говорит! Ну всё, поехали, а то ждёт уже! Давайте, давайте, давайте! Оленька! Девочка моя! Я люблю тебя! Мне плохо! Это пройдёт, потерпи! Думай о хорошем! Дай мне выпить! Оль, перестань пить, пожалуйста! Я прошу тебя, это вредит ребёнку! Никакого ребёнка не будет! Я не собираюсь рожать ещё одного уголовника! Наш ребёнок не будет уголовником! Я тебе обещаю! Привет, красавица! Здравствуйте! Меня Лёша зовут! Мы директором! Очень приятно! Сейчас, одну секунду! Давай! Да-да! К вам Алексей! Спасибо! Здрасте! Здрасте, здрасте! Привет, шеф, у себя? Да, а вы кто? Хорошо! А вы с нами! Подождите! Туда не сами! Ирочка, ну я просил, никого не пускать! Мы ненадолго! Всем сохранять! Так, пакуй его! Понятые, проходите! Понимаете! Ирочка! Мам! Мама! Там по телевизору папу показывают! Сегодня утром прокуратура возбудила уголовное дело против президента Росактивбанка Виталия Злобина. Он обвиняется в отмывании средств криминальных структур. Расследование, начатое три месяца назад, связано с убийством бизнесмена Вадима Садальского, задушенного в тюрьме при невыясненных обстоятельствах. Расследование этого убийства ведут следователи прокуратуры по особо важным делам Алексей Шмурнов и Александр Назаров. Судя по всему, арестованный Злобин каким-то образом может быть причастен к убийству Садальского. Прокуратура данное задержание пока не комментирует. Выключай. Подожди, не понял. Что двести миллионов? Нас? Увели двести миллионов наших денег? С Седым нужно расставаться. Он со своим поганым банкиром больше геморроя принес, чем денег. Смирно он себе вырастил. Поставил на его место Назарова Ванька. Пацан молодец, Вашка варит у него. Согласен, но в данный момент основной геморрою у нас этот банкир, которого вы привязали. Как он? Злый день? Злобен. Знаю я этих банкиров. Сыкуны они все. Да не будет он молчать. Адвокат говорит, что банкир помнит, что случилось с Садальским. И клянется, что ничего не скажет. Да скажет. Иди сюда. Позовите гринца. Позовите гринца. Логично. Ольга Павловна, завтрак. Я же сказала, я не хочу есть. Выйди отсюда. Ольга Павловна, вы должны есть. Выйди отсюда. Ольга Павловна. Я же сказала, не хочу. Ольга Павловна, но это ж… Ключ дай. Я не могу. Ключ дай. Я не могу. Ключ дай. Ключи дай. Ольга Павловна, я не могу. Да мой ключ я сказала. Ольга Павловна, я не могу. Не можешь, да? Дура. Куда? Да стойте вы! Убирайся отсюда! Тварь. Ольга Павловна, Ольга Павловна! И ты пошел вон! Ольга Павловна! Я, я, я не виновата. Ольга Павловна! Я добра тебе желаю. Выпить дай. Выпить? Да. На. Ты убиваешь нашего ребенка, как ты не поймешь! Давай сюда. Хочешь пить? Да. На, пей. Давай! Давай! Ублюдок! Пойми, это мой ребенок. Я ждал его много лет. Я изменился, я другой, я счастлив. Я тебе не верю. Дай выпить! Дай выпить! Послушай меня! Оля, я прошу тебя, услышь меня. У меня много денег, мы можем начать все сначала, как ты хочешь. Пусть он родится далеко отсюда, в безопасном месте. Я все устрою. Мы будем жить втроем. Слышишь? Значит, ты изменился? Ванек! Не называй меня так! Ванек! Не называй меня так! Выпить дай! Да на, пей! Да. Есть два варианта вашего обвинения. Одно в отмывании денег. Другое чуть посерьезнее. Соучастие в убийстве Вадима Садальского. В первом случае, от четырех до восьми лет лишения свободы. Во втором, вплоть до пожизненного. Выбирайте. Чтобы выдвигать такие обвинения, нужны доказательства. А у вас их нет. А вы уверены? Ситуация стрёмная. Операции банка вызывают много вопросов. Пока они берут деньги, но сколько это еще продлится, не знаю. Мы уберем, сколько? Ну, чтобы не вызывать подозрения, ну, максимум двести и понедельник крайний срок. В понедельник деньги будут у вас. Пусть несут их прямо ко мне в кабинет. Хорошо. Не знаю. Ну что? Ваш голос? Я ничего говорить не буду, особенно при нем. Почему это? А то непонятно. Мы оба отлично знаем, кто ваш братец. Мой брат в этом замешан? Не знаю. Вон он! Место! Сел заключенный. Саня, ты чего? В нормальности. А чё вы так переживаете, гражданин следователь? Замешан, не замешан? Он же хитрый. Ничего ему не будет. Как вы с такой роднёй работаете в органах? Так, Злобин, ты о своей родне думай. Назаров со своей сам как-нибудь разберётся. По существу говорите. Садарский вон заговорил. И что с ним теперь? Так что я ничего вам не скажу, потому что я жить хочу. Ясно? Мариша, так соскучился по тебе, по детям. Я тоже по тебе, Саш, очень соскучилась. С тех пор, как убили Садальского, ты очень изменился. Ты весь в работе, Саш. Да? Да. Ну, кому ты хочешь что-то казать? Это же я уговорил его сотрудничать. Значит, в чём-то моя вина есть. Да что ты говоришь? Как благородно. А про то, что у тебя семья есть, не забыл? Нет. Ну, что ты улыбаешься, Саш? Ты нам очень нужен, Саш. Это уже не работа. Это уже какие-то гонки, которые ты проиграешь. Какие гонки? О чём ты говоришь? Да такие гонки, Саша. Ты как будто соревнуешься с Иваном. Хочешь доказать ему, что ты сильнее? Не я сильнее, а закон. Добро, если хочешь. Добро сильнее зла. Должно быть сильнее. Марин. Ты же меня любишь. Не надо, Саш. Ну, пожалуйста, не надо. Ну, не честно так. Ну, что ты? Ну, что ты меня обнимаешь, Саш? Ну, что ты? Ну, что я? Ну, что ты меня успокаиваешь сейчас? А завтра опять будет то же самое. Ну, мне мало этого, Саш. Ну, я устала. Действительно, устала. А я люблю тебя. Это самое дорогое, что у меня есть. Поехали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Я не сказал! Да, алло. Саша, я не успел. Злобина вывезли из тюрьмы пять минут назад. Ну, что, решил, как у машины проводить? Ну, завтра определюсь, съездим, посмотрим. Играет музыка. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Иван Петрович, вас там зовут. Какая же ты у меня красавица. Я на секундовой. У вас все в порядке? Да, все в порядке. Хорошо. Оль, пойдем. Мих, рассчитаешься ли? А? Давай, давай. Здравия желаю. Злобин где? Там он, в машине. Живой еще. Вот вы как меня охраняете, да? Я теперь тебе слова не скажу. Понял ты? Серега. Серега. Дом на побережье. Наш ребенок родится в безопасном месте. Спрячь. Мих, поехали. 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 Черт, джиг забыл. Миш, есть зажигалка? Да, есть. Ну все, пока. Все в порядке? Да, все в порядке. Пойдем. 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 С DNA С DNA С DNA Ваня! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ага. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Абонент. Временно недоступен. Твою мать! Оля. Да. Где ты была? У доктора. Оля, ради бога, что ты сделала? То, что и должна была сделать. Ты что? Ну да, я сделала аборт. Зачем? 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 Субтитры делал DimaTorzok Я не могу оставаться Ты мертвого говоришь А я на тебя среди смотреть не могу Да лучше бы я сдохла, чем с таким жить Ты мизинцева не стоишь, понял? Тошнит Это ублюдка Отмсти за меня, Ванечка За все унижения нашей семьи Не брат ты мне больше Ты должен всех их поставить на колени Обещаю У тебя же вокруг одни шестерки Все с тобой только из-за денег Все врут Ты один, Вань До свидания, Виктор Петрович Спокойной ночи И тебе того же До завтра Да, это Не, ничего Твою мать Сухи, твари Че стоишь, дипли, лысый? Туда смотри Твою мать Твою мать Да, чего надо? Степан Михайлович, вас к телефону Заходи Что за идиот звонит с единочи? Седой Говорит, очень важно Ты че? Совсем нюх потерял? Ты на часы-то смотришь? Смотрю я на часы, смотрю Твой любимчик, Ванек Замочил одного из моих людей А его братец Развел придурка банкира Чтобы тот слилась ментам Кончать надо с Назаровыми, с обоями Да че ты верещишь, успокойся Сухи, ты меня не успокаивай Запомни Я один за всех отдуваться не буду Ты меня понял? Седой, ну, никому отвечать не придется Кто они такие, эти твои Назаровы? Что ты из-за них из штанов выпрыгиваешь? Как мелкая шваль Успокойся и иди спать Это не твоя забота, понял? Если у тебя кишка на нка Я сам замочу этих ублюдков Не лезь, я тебе сказал Не в свое дело Ложись спать Я завтра тебе перезвоню Все На Пошла отсюда Пошла вон я сказал Пошла вон я сказал Мы готовы? Там кроме ворот Еще две калитки Вот и вот Но мы их тоже перекрыли Если никаких больше указаний не будет, мы готовы Хорошо, начали Седой Быстрее, Седой Ребята, облама Уходим, уходим Все, уходим Быстрее, быстрее Вперед Сюда Ребята Давай чуть-чуть Ребята Сладкий пол Лежать Стоять А Ребята На землю А Да Пошел ты Вперед Вперед Пошли Куда Куда, сука Меня Прожди Стоять Давай Веселее Рано Радуешься Рачаник Учти Эвки один на дар Не пойду Я твоего Братильника Говноеда С собой потяну Обещаю Взять его Руки Пошел 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 Давай Топай Ты что, Ань? Совсем от счастья очумел, что ли? Какие нахрен трупы в машинах? Кино поменьше смотреть надо, а то ты их скоро на кол начнешь сажать. Теперь надо вести себя тихо. Сам целее будешь. И потом ты слишком молод, чтобы наезжать на Седола. Да, он другого языка не понимает. Нет, Седой с тобой бабла нюхнул и думает, что он пуп земли. Вообще уже фишку не сечет. Звонит ночью, что-то вякает. Не делай это. Пора ему на покое. Только имею в виду, сынок, вопрос этот очень важный и всеобщему обсуждению подлежит. И не надо думать, что ты такой крутой и сам управлять будешь без нас. Степан Михайлович, я же здесь. Да. И я вас слушаю. Ну, хорошо. После Седова осталось большое хозяйство. И мы дадим тебе им управлять. Спасибо. И еще. В данном случае одного спасибо мало. Ты получаешь большие возможности и с твоей головой довольно быстро станешь большим человеком. Но нам нужны гарантии. Если хочешь, считай это проверкой или посвящением. Нам нужно, чтобы ты принес голову одного человека, который сделал нам слишком много проблем. Конечно, мы сами это можем сделать. Но правильнее будет, если это сделаешь ты. Я так понял, речь идет о моем брате. Да. Я его сто лет не видел. Он мне не доверяет. Вряд ли подпустит к себе. Как я его найду? Поможет он. Твой брат тебя сам найдет. Ты должен определиться. Ты с семьей или... Степан Михайлович, вы моя семья. О чем речь? Ну, хорошо, Вань. Хорошо. Раз, два, три, четыре, ага, нашла. Так не честно. О, не честно. Я еще раз. Пожалуйста. Давай, только тихо. 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 Не жульничать только. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Кажется, я знаю, где ты. Аня. 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 Выходи, Аня. Аня! Что случилось, Марин? Пойдем, копьем. Пойдем, пойдем. Они забрали Аню. Кто забрал? А Петя где? Петя спит. А Аню они увезли. Кто? Я не знаю, мы гуляли. Потом она пропала. Потом они сразу позвонили. Кто звонил, Марина? Кто? Да я не знаю, мужик какой-то звонил. Сказал, главное, чтобы мы не обращались в милицию. Саша, прошу тебя, что-нибудь сделай, я прошу тебя. Ничего они ей не сделают. Им не Аня нужна. Им я нужен. Что ты делаешь? Шмурнову звоню. Да что, Саша, они же сказали не звонить. Верь мне, я знаю, что делаю. Найдем Аню у этих ублюдков. Ивану звони. Что? Только он сейчас может помочь, он этих людей знает, он знает, как с ними разговаривать. Аня, его дочь, звони. Аня, моя дочь, не нужна мне помощь уголовника. Может, он вообще с ними заодно. Что ж ты делаешь-то, а? Ну оставь ты свою девушку гордость, я прошу тебя, ну. Спаси ты нашу дочь. Спаси. Он все сделает в обмен на это. Что это? Компромат на генерального прокурора. Откуда? Танька оставила, хотела забрать, но ее убили. Наверное, из-за этого. Звони, Саша, ну звони! Я сейчас сама к нему пойду. Саша, ну звони! Ну, наконец-то, я тебя обыскался. Слушай, Сань, тут, а ты че блин-то такой? Заболел, что ли? Не знаю, устал, наверное. Мурнову передай, это срочно скажи. Хорошо, передам. Пусть хоть дело не дает, пока я не подам сигнал. Ладно. А что там? Узнаешь? А я домой пойду. Что-то себя действительно неважно чувствую. Слушай, Саша, я вижу, ты не в курсе. Короче, Седой обвинил твоего брата в убийстве Михаила Селезнева. Ордер на арест уже подписан. Сань. Сань. Ты нормально? Ну, че ты молчишь? Ну, что, где Аня? Прости, Сан, не знал, что они ее похитят. Знал бы, не допустил. Не верю я тебе. У нас ордер на твой арест. Седой обвинил тебя в убийстве Мишки. С каких пор прокуратура верит таким, как Седой? Что твои решили? Готовы к обмену? Готовы. В Питере, а не в деревне. Тебя ждут. Я им нужен. Говорят, диск отдашь, отпустят. На самом деле убьют. Знаю. Дай мне диск, я сам отвезу. Вдвоем поедем. Сань, опасно это. Убьют тебя, говорят. Главное, чтобы Аню отпустили. Здесь мне поклянись. Клянусь, отпустят. Хорошо. Это от Назарова срочно. Сейчас. И про его канарские счета. Все в рапорте укажи. Все, давай, давай, Хабибуллин. Так. Угу. Серега, кто у нас в аппаратной? Да, по-моему, Васька. Ага. Ну, пойдем, кино посмотрим. Твою мать. Где Назаров? Говорил, что домой поедет. Мобильный недоступен. Домашний тоже не отвечает. И что он хотел? Чтобы что я сделал? Слушай, он что-то говорил про какой-то сигнал. Какой сигнал? Угу. Я не помню. Откуда я знал, что тут такое? Может, мы должны дать кому-то сигнал? Ну, не знаю я, Леш. Так, давай, звони в приемную Рябинина. Скажи, что у меня к нему срочное дело. Шумно тут. Не то, что у нас в Первомайске. Хотел бы туда вернуться? Нет. Интересно, как там соседи наши? Кто в квартире живет нашей? А ведь неплохо жили. В детстве особенно. Бедная, зато счастливая. Они хотят, чтобы ты меня убил. Да. И что ты им сказал? Что я это сделаю? Ну, поехали. Скажи, Алексей Иванович, это единственная копия? Сомневаюсь. Более того, мне кажется, тут не полная версия. А полная? А полная, вероятно, уже в руках ваших недоброжелателей. Ну, я понял. Спасибо, что предупредил. Угу. Ты не поверишь, это и было-то все в один раз. Я с попутал. Ну, я ведь одну Машку всю жизнь люблю. Угу. У нас же внуки уже. Ну да. ИНТРИГУЮЩЕЙСЕЙСЕЙСЕЙСЕЙСЕКИ Здорово, Толяна. Как здоровье? Руки подними. Чистенький? А то. Жди. Хренаси, армия. Доброе утро, гражданин следователь. Как доехали? Где моя дочь? А где мои видео? Здесь все. Сань, дай. С этой парнушкой такое можно замути. Не сомневаюсь. Ты у нас спец по этим вопросам. Прокурор отличился по полной. Давай девчонку. Папа! Аничка! Снепан Михайлович, подождите. Ты полегче с ней. Условия изменились. Теперь, заместа девчонки, я хочу еще и этого. Че-то я не понял, Степан Михайлович. Как-то по-другому договаривались. А что? Не нравится обмен? Если он не вернется, они с нас вообще не слезут. Зачем нам? С этой кассетой мы нормальный генпрокурора держим за яйца. Че нам? Яйца? Ты что мне втираешь? Иди послушай радио. Этот прокурор уже в отставку подал. Твой братец нас за лохов держит. Это ты натворил это все. Отпусти, дочь. Хочешь меня, получишь. Ну, хочешь, как хочешь, твое дело. Забирай девчонку. Папа! Анечка, не бойся. Нормально. Папа, ты куда? Папа! Папа, ты куда? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Папа! 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 Не реви, хорошо? Ага. Степан Михайлович! Одну секунду. Помните, вы меня просили выбор сделать? Выбор? Ты правильно выбор сделал? Я ошибся. Всем стоять! Или я башку ему разнесу! Стоять! Санек, вали. Прыгай в машину. Я тебя не оставлю. Уезжайте! Сам говорил, на меня ордер уже выписан. Я на навык гнить и буду. Я лучше здесь сдохну. Беги! Ванюх, ты совершил большую ошибку. Я много в жизни ошибок сделал. Одно меньше, одно больше. Один хрен. Оружие на землю! На землю, на землю! Быстро! Кладите! 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 Какая тяжелая утрата нас постигла. Всем, что у нас есть, мы обязаны вот этому человеку. Степан Михайлович, Ахперес, провожая тебя в последний путь, я хочу сказать одно, я знаю, что выражаю всеобщее мнение и поэтому от лица всех здесь присутствующих обещаю, мы, твои друзья, сделаем все, чтоб твоя семья жила спокойно, счастливо. И ни в чем не нуждалась. Венис, Цавва Танэм, ты теперь старший мужчина в семье. И поэтому ты обязан заботиться о матери и сестренке. Ты всегда можешь на нас рассчитывать. Чтоб ты сдохнень, дара. Ты или ордер показывай, или вали отсюда. Слышь? Послушайте, ну зачем вы нарываете? Ну и потом у людей все-таки горе. Я им еще устрою горе. На этом месте Степан должен был быть он. Что значит, не хочу? Твоего отца убили. Ты единственный сын. Ты должен занять его место. Мам, у меня другие планы, я хотел бы вернуться в Оксфорд и учиться дальше. Ты чего-то не понял. Ты видел этих шакалов на кладбище? У нас отнимут все. Мам, если Денис не хочет, ты не можешь его заставить. Я тебя не спрашиваю. Раньше надо было думать, ты сама его таким воспитала. Каким? Таким. Ты ему до двадцати лет сопли вытирала, тряслась над ним, чтобы он, не дай бог, не узнал, чем у папаши деньги зарабатывал. А у папаши, между прочим, руки по локоть в крови. Не смей говорить так об отце! Ты все делала, чтобы отстранить его от дела. А что теперь? Хочешь, чтобы он тоже? Отец все делал для семьи. Для тебя. Для Дениса, для меня. Ну конечно. Постой, Денис, постой! Я от отца любила побольше твоего. Послушай. Никогда не становись между мной и Денисом. Слышишь? Никогда. Нет уж, мамуля. На этот раз не прокатит. Я тебе Дениса не отдам. Выменали. Отца. Нет, я хотел так сказать. В еху. Я пытался это назвать при его дешевле. Я не тел вообще. А теперь, я не знаю, что делать. XTalo я, интересно?" Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сань, ну ты че? Е-мое, Ванька Каждый день машину что меняешь? От дружков твоих прячусь Если ты ругаться приехал, то мне уже надоело, если честно Я и так тут один сижу целыми днями Не, соскучился просто Брат же ты мой Да ладно Устала как собака Выспаться хочется То есть даже чайку не попьем Не То я смотрю, реально соскучился Ладно Музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 О, ну ты гора спать. Который час-то? Час. Есть мясо. Выпьешь? Давай. А это что тут делает? Да пуль наковырял. На память. Все-таки жизнь спас. Кстати, не жалеешь, а, что заставил меня его одеть? А что, сейчас бы одной проблемой меньше. Не парился бы сейчас со мной здесь. Звезду на погонах. Может, медаль какую, а? Чего ты несешь-то? Ты брат мой. Брат твой, враг твой. Да какой ты мне враг? Ты просто ошибся в жизни. Я-то? Угу. Это как сказать. Я отомстил за отца и за мать. А что ты добился? Изуродовал свою жизнь. Я от тебя умоляю. Непоправима, Сань, только смерть. А жизнь штука такая. Всегда можно все поправить. На, лучок. Нет. Офигенный. Многое уже не изменить. Согласен. Знаешь, братка, я добился справедливости. И все. Закон для этого есть. Чего смеешься? Я покупал судей, прокуроров, ментов. Где ты видел закон, брат? А? Закон. Видел? Не все такие? Я не такой. Но ты у меня вообще особенный. Ну, какой усатый гусар. Ну, тебе реально идет, кстати. Давай, наливай. Базара нет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все. Ванька, вставай. Вставай, вставай. Собирайся. Куда? В Москву. Зачем? Пора начинать новую жизнь. Даши показания против своих дружков. Вставай, вставай. Я в тюрьму не сяду. Сядешь, получишь пару лет, выйдешь по УДО, если будешь себя хорошо вести. Вставай. О чем ты говоришь? Я живу из тюрьмы, не выйду, ты это знаешь. Не бойся, мы тебя защитим. Шмурнов мне обещал. Одевайся. Я хотел начать новую жизнь. Может, дашь мне шанс, брат? А ты кому-нибудь дал шанс? Да? Мариньки, Таньки, Мишки? Ты что, Сань? Ты что? Что такое-то? Сань, ты хороший. Что ты делаешь, Саня? Да успокойся! Сань, Сань, Сань. Черт. Успокойся, Райя. Что ты творишь? В твоей машине липовый паспорт и деньги. Уезжай. Не понял. Ты меня избил, избежал. Сань, Сань. Боже, мне точно поверят. Беги! Мои уже на подъезде. Спасибо, брат. Беги! Товарищ капитан, тут еще двое. Этот наглец явился на похороны моего мужа, которого сам же и убил. А вы на это спокойно смотрите. Перед Степаном не стыдно? Очки на дел тебе и не узнать. Слушай, а что за хрен? Племяшка Двистова. Откинулся. Понятно. Но кто его убил, еще и неизвестно. Постреляли там немеряно. Ну, а с ментами войны нам не нужно. Шерхан прав, подождать надо. Нина Георгиевна, вы бы успокоились. Я успокоюсь, когда увижу его труп. Назаров сейчас не главная проблема. Есть посерьезнее. Седой, если он до суда доживет, то вам всем крышка. Ты кто такой, кто тебя пустил? Федь, ты что ли? Что, признал? Еще как. Вот это харя, фиг узнаешь. Давно откинулся-то? Только что. Сразу к вам. Нина Георгиевна, выражаю соболезнования. Свои и дядины. А дядь приехать не сможет. У него со здоровьем проблемы. Сколько, сколько ты отторчал-то? Восемь с половиной. Восемь с половиной. А в нашей крае надолго? Посмотрим, как пойдет. Мне не Георгиевне надо помочь, ей же одно тяжело. Мне нормально. Я не одна. У меня сын есть. Ну, насколько я слышал, Денису все это не интересно. Он же у вас ботаник. Он у меня биолог. Ну, я и говорю, молодой еще. Это временно. Седова менты теперь особенно берегут. Там мы его не достанем. Ну, на суд-то его всяко повезут. А привезут куда? На кладбище. И кто из вас это сделает? Я. Мам, можно тебе на минутку? Матфеев звонил, Денис, в милиции. Ворон, это ворон. А нами кто командует? Ворониха. А вот это надо с кабзистом перетереть. Идем. Федь, поговоришь с дядей? Не вопрос. Ну что, доволен? Все, один ты больше никуда не поедешь. В смысле? Никто не верит, что твой брат сам сбежал. Значит, не верит. Да, не верит. А главное, смысл. Сейчас он в розыске. А если бы дал показания, через год был бы на свободе. Или вообще б не сел. Я же тебе и обещал. А ты б что сделал? Что сделал? Думай, лучше, что будешь объяснять на дисциплинарной комиссии. Ну и рожа у тебя. Пойдем, Шарапов. Ну что, Левашов, набрался с милости? Сигарету дай. Спичку. Насчет охраны, узнали сюда. Решили? Все будет так, как ты хочешь. А сопровождение? Чего боишься? А ты? Совсем ничего не боишься? А зря. Он сейчас у вас? Да вон он. Прямо передо мной лежит. Майор, я вас очень прошу, никому об этом не говорить. Да не, ну конечно, никому не скажу. Вас очень прошу. Ну что вы, Нина Георгиевна, ну вы же меня знаете. Знаю. Я очень вам благодарна. Ну так что, я его отпускаю? Ни в коем случае. Я сейчас за ним кого-нибудь пришлю. Ну как знаете. Спасибо, майор. Я в долгу не останусь. Ну чего, Дениска? Плохо тебе. Ну подожди, подожди. Сейчас за тобой приедут. Может чайку, а? Может чайку, а? Ну что, котят? Папа вернулся. Папа вернулся. Здорово, Петру! А где же волосы-то? Где волосы твои, а? Убеги! О, братан! Ой, чё ты выда, пацаны? Мелкий! Здорово! Здорово! Какой стал? Здорово! А кориша где, а? Коришка чё? В Англии учится. Дядька отправил. Жалко. Ну чё, как сами-то, а? Тебя ждём. Как мы сами? Это правильно. Рассказывай. Да как? Это нормально. Ну чё? Единственное, конечно, старики вообще засаду устроили, работать не дают. Ага. Ну чё, пацаны, дождались. Будет вам работа. Я там правильные связи завёл, так что можем сами дела крутить. Чё, готовы? К большим делам-то, ну. Дрогнем? Давай. Давай. Ну зачем ты это сделал, сынок? Мама, потому что ты меня никогда не слышишь. Ты меня никогда не слышишь, мама, я не могу заниматься этими делами, пойми. Ну ты же знаешь, папа хотел. Папа, папа, у него была своя жизнь, у меня своя, мам, ну. Ну что ты меня мучишь, мам, ну. Подожди, сыночек. Тебе надо отдохнуть, ты просто здесь давно не был. Тебе надо... Просто у тебя всё получится. Я пока сама займусь всем, хорошо? Мама подождёт. Слышишь, сынок? Угу. Угу. Всё будет хорошо у нас, да? Угу. Да. Слышишь, сынок. Слышишь. Мама подождает с하지 не на свидание. Спасибо. Выходи за меня замуж. Но тебе не кажется, что мы маловато друг друга знаем? И что? Ты богатым. Я богатым. Ты мне очень нравишься. А родственники твои как к этому отнесутся? С такими деньгами, как у тебя? Считай, они уже любят тебя как родного. Ага. То есть ты женишься на мне из-за денег? Но деньги еще никогда не мешали любви. Да. Надеюсь, ты сейчас думаешь не о своем бывшем мужа? Да. Что, все было так плохо? Было кое-что. Я сделал тебе предложение. Ну, тогда за это и выпьем. Мистер Назаров. Мистер Назаров. Я прошу прощения, но ваш счет пуст. Это точно. Это было ожидаемо. Моя жена любит тратить деньги. Не могли бы вы мне дать ее последний адрес? Мистер Назаров. Мы не раскрываем адреса наших клиентов. И второе. Миссис Назаров дала строгие указания насчет этого. И ничего не говорила о своем муже. Извините. Ага. Понял, не дурак. I understand. Я понял. I apologize. Я извиняюсь. Картина, кстати, полный отстой. Что? Что? Значит, расклад такой. Номер один. Вариант первый. Ты даешь мне адрес моей жены. О, номер два. Вариант второй. Ты дай. Ты умираешь. Твой выбор. Номер один, конечно. Номер один. Первый вариант. Да. Твою деньги. Леха leafs. Нет, все νа. Мン-м relacion с этими. Сашка, ну что же? Как я рада, как я рада. Почему не сказала, что приедешь? Я бы что-нибудь вкусненькое приготовила. Давай погрею то, что есть. А ты чего хмурый такой? Устал? Марина, я давно хотела сказать тебе, меня отстранили от работы. А я теперь в архиве работаю. Почему? Я дал сбежать Ивану. Что? Только не говори мне, что он жив… Жив-здоров, жив-здоров где-то в Европе. Нет, нет, нет! Почему ты мне об этом не сказал? Это была служебная тайна. Мы думаем, что он даст показания. И что теперь будет? Что будет, Саш? Теперь все знают, что он жив, значит его будут искать, придут сюда? Да кому нужна архивная крыса? Но так же не всегда будет. Шмурнов в тебе души не чает, он найдет способы тебя вернуть. Уходи оттуда, Саш. Слышишь? Уходи оттуда. Ты хороший адвокат, откроешь свое дело, можно здесь, в «Партизанске», можно в Москве. Нам всем спокойней будет, Саш. Какие адвокаты, Марин? Совести надо не иметь, чтоб там работать. Я-то к ним могу. Ты меня любишь? Ну, что ты спрашиваешь? Значит, верь мне. Уходи. Обещай, что уйдешь. Без ножа, Ариш. Обещаю. Давай, корми. Давай, корми. Давай. 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 Ли. Очень устала. Волшебный, волшебный вечер. Да уж. Пригласишь на кофе? Ну, я устала, много выпила. Во-первых, ты сам виноват, что я так много выпила. Виноват, я знаю. Виноват. Ну, зато мы стали чуть-чуть, 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 так ближе. Спасибо за вечер. Я буду думать о тебе. Здорово. Я смотрю, ты тут зря времени теряешь. Ваня? Я, я. Живой, как видишь. Лоха очередного раз будешь. Не, ну у тебя всегда так хорошо получалось. Это мой жених. Даже так? Даже так? Да плевать не кто он. Бабки мои отдай. Ваня, Ваня. Давай спокойно договоримся. Пожалуйста. Не хочу я договариваться. Где они? Ненавижу тебя. Аналогично. Ненавижу. Сына моего убило. Никогда тебе этого не прощу. Никогда. Никогда тебе этого не прощу. Никогда. Никогда не прощу. Аликс проснулся. Я услышала шум. Подумала, что это воры. Разбудили. Аликс. Леха. Мой сын. Я стою. Мой сын. 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 Журналёт! Иди на панель, работай! Сраная тварь! Я сказал, я не журналёт! Тебя ещё не вошлал! Кого ещё? Чё-то мы разошлись! Бегу, пацаны! Господа, тварь! Вон он! Быстрее! Держи гана! Быстрее! Раступитесь! Раступитесь! Не мешайте! Да, отрывай! Чёрт! Давай-давай-дай-дай. Всё, спасибо, Мариша. На здоровье. Спасибо, я тоже не хочу. Санечка! А? Смотри, в «Партизанске» есть два адвокатских бюро. Я уверена, что тебя туда с радостью примут. – Давай. – Хорошо. Звони. Позвони попозже. О, кстати, я вот подумала, может нам съездить отдохнуть куда-нибудь, а? На море? На море, а. На море! 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 На Понимаешь? Ай, ну что ты там мычишь-то? Я шалил от радости, что ли? Давай, тащи свою задницу сюда, у нас работы по горло. Все, жду. Давай, хорошо, ага. Ну, я поняла. Шмурнов звонил. Отлично. Отдохнули на море. Марин. В общем так, если ты сейчас уедешь, можешь назад не приезжать. Пойдем, Аня, одеваться. Че стоим? Встречаем, встречаем, встречаем. Поставь туда. Ниночка. Прошу вас. Ниночка, Ниночка. Как же я рад. Как я… Ну, ты совсем не изменилась, просто цветешь. Ты тоже все такой же элегантный. Прелесть. Просто… Витечка, сегодня не получится. Я по делу. Ну, выпить-то не откажешься? – Само собой. – Прошу. А я с сорок лет дурак в себя спрашиваю, чего ты за щепка-то вышла, когда любил-то меня. Степана я тоже любила. Ты знаешь, зачем я приехала? Да, страсти кипят, кипят. Но, Ниночка, ну, ты понимаешь, так сложилось, считается, что женщина не может возглавлять наш бизнес. Я отказался возглавлять. Но они хотят Федьку моего племеша. – Бизнес принадлежит Степану. – Ну, так. Пока Денис не готов, я могу им управлять. Ну, так просто. Ну, Федь, конечно, будет страшно. Не доволен. Да, кстати, он сейчас вот звонил, силы вопрос закрыт. – Чудесно. – Да. – Федьке найдешь какую-нибудь достойную работу? – Да, естественно. Когда ты собираешься сообщить всем о своем решении? Торопишься. – Угу. Хочу, чтобы нас оставили в покое. – Хорошо. Хорошо. Да. А как ты собираешься поступить с Назаровым? Это как Денис решит. Че же решать-то? Он Степана убил. Че решать? Вот именно. Ну? Мы сами с ним разберемся. Умоется кровавыми слезами. Хорошо. Правильно. Ну, не нуленько. За тебя. За тебя. За тебя. Привет, Ева. А где Ольга? Ольга. Добрый вечер, Виктор. Мне жаль, Ольги нет дома. Не понял. Ольга уехала, Виктор. Приехал ее муж. Муж? Да, Виктор. Отец ребенка. Ты не знаешь, куда она уехала? Мне жаль, Виктор, она мне не сказала. Ясно. Можешь идти. Ешь, Буцифал. Приехали. Куда? Вот. Это наш дом. Красивый? Нравится? И что у нас? Не будет никаких проблем теперь? Какие проблемы? Не будет никаких проблем. Дождемся суда и заново начнем новую жизнь. М-м-м. Кстати, Сивой. Подарок тебе. М-м-м. Зоны. Класс. Спасибо, Нина Георгиевна. У нас на зоне лучше делать. Что приняли моё приглашение. Кушать. Порадовали старика. С днем рождения, Виктор Павлович. Вы, как всегда, прекрасны, Нина Георгиевна. Прошу. Здравствуйте, Нина Георгиевна. Прошу. Наши упрощения. Здравствуйте. Здравствуйте. Что будем пить? Водку. Водочку, прибор. Дорогие мои, сегодня ведь праздник не только у меня, но и у Ниночки. Вот как? Да. И что же она празднует? Моё благословение. Ниночка будет вести дела, которыми занимался Степан. Женщина на корабле, Виктор Павлович. Не просто женщина, а прекраснейшая женщина. Да. А потом решение окончательное, обжалованию не подлежит, поэтому взяли бокалы и выпьем за Ниночку. Ну, вы как знаете, а я стоя. Согласен. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. Ах, не приняли. Это как это понимать? Тише, Лопуль. Успокойся. Ну, ты же знаешь, нервы уже не через. Наблевать мне на твои нервы. А выпей, Валерияночка, ты выпей, успокойся только. Я тебе такой материал преподнесла, на блюдечке с голубой каемочкой. Ага, вот офигенный материал. Загадочный убийца застрелил единственного свидетеля на глазах у иземленной публики, прямо в здании суда, из фотоаппарата. Лапуль, детский сад. Над нами смеяться будут. Детский сад, в глаза мне смотри. Глаза, я сказала. Я тебе когда-нибудь лашу подсовывала? Ну, не было. Ну, согласись, Лапуль, но все это очень странно. Фотоаппарат, убийца. Ты даже номер не запомнила. Ладно, номер машины я не запомнила. Зато регион запомнила. Отправляй меня в командировку, я привезу тебе имя, убийца. Ты даешь. Марин, ты с ума сошла? Нет, Саша, это ты сошел с ума. Сколько еще человек, Саш, должно погибнуть, чтоб ты понял, наконец, что ты в этой гонке не выиграешь. Ну, зачем же все рушить? Ладно, мы с тобой. О детях ты подумала? А я только о детях и думаю. И не надо ими спекулировать. Мы с тобой разведемся. Твои бандиты будут знать, что ты меня не можешь. И оставят нас в покое. Ладно, это не телефонный разговор. Давай, я завтра приеду, поговорим. Ты условия знаешь, Саша. Принимай их или не возвращайся. Саша. Правда, дядя Витя, вы удивительная женщина, тетя Нина. Чего тебе? Разговор. Есть. Хороший у вас дом, Нина Георгиевна. Виски вкусные. Цветочки. Сами управляйтесь. Ты хотела поговорить? Нина Георгиевна, ваш муж уважаемый человек. И наши все вас уважают. Но есть одна маленькая проблема. С Седым мы разобрались. Но денег-то у нас нет. Их Ванька Назаров увел. А тебе-то что? Занимайся с Седым. И им подобными. Тебя что, зарплату задержали? Смешно. Последние несколько лет я провел в экскурсии по ленинским местам. Так вот там я познакомился с интересными людьми. И многие из них стали моими друзьями. Да ты что, поздравляю, рада за тебя. У меня есть выход на человека, не последнего в афганском наркотрафике. Тема сладкая. Если замутить, бабла будет навалом. Вы только слово скажите. Наша меня поддержит, а я все организую. Мой муж был против наркотиков. И я против. Нина Георгиевна. Допивай. Допил. Спасибо. До свидания. Дурак. Сука. Аукнутся тебе твои понты. Ау. Нужен другой свидетель. Да. Что вы на меня смотрите? Если вы намекаете на Ивана, это дохлый номер. Но почему? Дружки считают его мертвым. А тот он бац, является на суд. Мы их сделаем. Плохо вы его знаете. Он никого никогда не сдаст. Вы же братья. Убеди его. Как ты себе представляешь это? Я даже не знаю, где он. Давай засыпай, глазки закрывай. Я даже не знаю, где он. Я не знаю, где он. Почему? Не знаю, что я знаю. Я люблю тебя. Очень. И я. По-прежнему неизвестно, кто стрелял в Виктора Левашова, главного свидетеля на процессе, который прокуратура возбудила против преступного сообщества. Удивительно, но никто из присутствовавших в здании суда не слышал выстрела и не видел убийцу. Толпа отреагировала лишь на падение Левашова. ГУВД пока отказывается комментировать это событие. КОНЕЦ 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 Девушки отдыхают Наркота спасет мир Ну Но наркотой торгуют уже все Все, кто хоть что-нибудь соображает Это огромные бабки И они все текут мимо нас Мин Георгиевна Ну нет больше вашего мужа Давайте поменяем правила Это просто бизнес Я все устрою Это очень сладкий бизнес А походу Фидос прав А Палыч Ну, закончил Значит так Дурью торговать Не будем Почему, дядь? Не будем и все А потом мой батюшка считает Это за грех А что б твой батюшка сказал Когда обузнал, что ты меня Седого Завалить послал Седой предатель, Иуда Ты Библию читал? Библию? Хорошая книжка Но при чем здесь поп? Стоп Не зли меня Торговать Наркотой Не будем Виктор Павлович Шерхан Убей базар Виктор Павлович сказал Значит так и будет Дело в другом Ванька Назаров Увел у нас некоторые бабки Банкир говорит Что прежде чем Ванек Был отправлен на тот свет Степаном Он успел Перевезти Деньги в Европу Но их можно найти Правда, Ниночка? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У вас есть новости? Она звонила вам? Да, она звонила мне по поводу компенсации за увольнение Она хотела перевезти деньги на мою карту Но я предпочитаю наличные Поэтому мы встречаемся завтра Мне нужно время. И место. Мне действительно жаль за отсрочку. Все в порядке, не волнуйтесь. Нет, у нас некоторые проблемы. Одна, две, три, четыре, пять. Да? Да, благодарю вас. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Что так долго, Оля? Иди домой. Не понял, что-то случилось? Дома расскажу. Дома расскажу. Возьмите ребенка, пожалуйста. Иди ко мне, малыш. Мое дорогое. Мой литл кьюти. Что случилось-то? Ну и что? Ты обещал, что они все сядут? Нашли Седова и нас найдут. Найдут и будут. Оля, они меня мертвым считают. А меня? Про меня ты подумал? Ты мертвый, а я-то нет. Мальчики, а где у вас дежурный? Вон там. Начальник, ну что нам долго здесь ждать-то еще? Долго посиди. Отдохни. Здравствуйте. Я хотела бы написать заявление, меня обокрали. Здравствуйте. Минуточку. Пожалуйста. Сидоров, у тебя там в обезьяннике бунт. Как бунт? А я оформлю. Как бунт? Здравствуйте. Лисин, капитан. Здравствуйте, Алина. Ручечку дайте, пожалуйста. На ваше имя писать? Да. Отставить. Я сам займусь этим запутанным делом. Майор Матвеев. Алина. Очень приятно. 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 И откуда к нам? Из Москвы. Ну что ж. Прошу вас. Свободен. Сидоров. Да. Усмиритель бунта. Да. Работает. Ну что ж. Бабушки, значит, приехали? Да. Ну что ж. Прошу. Тут-то нас и ограбили. Да. Вы знаете, я его очень хорошо запомнила. на вид средних лет и образ такой безумный. На одного вроде похоже. Да у него на лбу было написано, что он бандит. Я думаю, на учете у вас наверняка. Однозначно. А давайте так. Вы мне покажете картотеку, фотографии, а я его точно узнаю. Давайте. Покажу. Ну и сейчас. Почему? Ну, потому что нам надо специальное разрешение подписать. Ага. Но мы его обязательно поймаем. Я лично дам распоряжение, чтобы нам в картотеке подобрали все фотографии, подходящие под ваше описание. А мы давайте сегодня вечером встретимся в ресторане. И за ужином вы мне все расскажете еще раз поподробней. А? А давайте. Так что копии счетов я вам пришлю, Нина Георгиевна. Хорошо, Максим Максимович. Вы отлично поработали. Благодарю. Пойдите. А вы очень заняты? Нет, мы уже закончили. Заходи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Что-то срочное? Я нашел жену следователя Назарова. Она в наших краях хоть отки, может, ее… Не надо. Ты говорил об этом кому-нибудь? Нет. Только вам. Вот и хорошо. Никому ничего не надо говорить. Я сама все решу. Иди, Буренька. Да, конечно. Мама. Мама. Мне скучно. Ну, сейчас, подожди. У меня одна страница осталась. И погулять сходим. Чуть-чуть. Подожди. Я открою. Здрасте. Здравствуйте. Вы Марина? Да. А вы? А я Данила. Ваш новый сосед. Это вам. Давайте знакомиться. Ну, проходите. Сумасшедшая ядовитая лягушка. Надеж, а ты что такая грустная? Случилось что? Да нет, ты знаешь, Марина у меня сейчас живет. Мне бы с внуками сидеть. А у подруги мужа у них. Она там с ума сходит. Ехать надо. А она одна остается. Кто ж ей поможет? Ну, давай еще. Ну, почему одна? Я тут за соседней дверью. Если надо, всегда помогу. Помогаю, это правильно. Ну, да. Обязательно. Хороший ты парень. Марина, а у вас какие-то проблемы с ногой? Это у нее с детства. Да нет, у меня не праздный интерес. Я тут просто в одну клинику возил оборудование. Так там один профессор, говорят, просто волшебник. Он такие чудеса творит. Я подумал, а что, может быть съездим? Да хоть прямо сейчас. Ну да. Марин, слышь? Чего скажешь? Тссс. Спасибо. Если есть шанс, почему им не воспользоваться? Давай еще. Илья не прав? Прав? Прав. Да. А, Веселя? Матвеев говорит. У меня кое-что для тебя есть. У тебя волосы дыбом встанут. Надо срочно с тобой увидеться. Давай в десять у кабака. Хорошо. Ну че, опять какую-то телку кадришь? У тебя на всех ты сил хватит, детка. Встреча деловая. Да нет у меня ведь никого, кроме тебя. Ты, между прочим, моя мышка. Ир, пойдем. Ариночка, попробуйте обязательно вот это. Это наше местное. Вкусно. Скажите, майор, а как обстоят дела с преступностью в вашем городе? С преступностью? Угу. А у нас ее вообще нет. Ее задушили. На корне. Я смотрю. Не успел приехать, а у меня уже стыбрили сумку. Это не место. Ручаюсь. А говорят, у вас крупного бизнесмена убили. Ну, с кем не бывает. Ну, а что, в Москве не убивают, что ли? Ну, или в Париже каком-нибудь. О, Алиночка, я вас вынужден покинуть на пару минут, но когда я вернусь, мы с вами обязательно найдем тему поинтересней. Какой чумный парфюм. Какой чумный парфюм. Какой чумный парфюм. Значит, Дениск у нас наркот. Вот протокол изъятия у Дениса Воронова наркотических веществ. И акт медицинской экспертизы. Ну, понятно теперь, почему тетя не наркоту не любит. Ну, ей-то я копию отдал. А оригинал вот. Мы Дениск всего на пару часов задержали. Ну, и потом передали в руки любящей матери. Так что никто ничего не узнает. Ну, молодцы. Благодарю за службу, майор. Благодарность в карман не положишь. Смотри-ка, а у меня получилось. Аккумулятор съел. Чего-то конвертик-то маловат. Так в евриках. А ты чё тут? С барышней. Тела твоя. Сейчас будет. Ну, давай вперед, ковбой. А девушка очень извинялась, спросила передать, что я стала плохо и ушла. Десерт нести? Неси. Оба. Оба. Вот дура, а! Марин, у нас хорошие шансы. Ну, что я говорил? Предлагаю оперироваться. Спасибо. Пожалуйста. Данил, хочу спасибо тебе сказать. Господи, да не за что. На здоровье. Хочешь, тоже меня поцелуй. Нет, не хочу я замужем. Ну, замужем так замужем. Садись. Ага. Неужели вправду сделает, а? Неужели вправду сделает, а? Куда? На Мальту. Мы нашли бабки. Ух ты. Круто. Я ни разу за границей не был. Ничего. Обратишься там к одному банкиру. Все наши через него работают. Вот паспорт, билет. Счастливого пути не лыханись. Обижаешь, дядь. Все сделай в лучшем виде. Давай. Ой, растерта. Ну, и кем ты у меня будешь? Тихо, 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 тихо. Такие красивые. Приехал. Леха, ну что мы плачем, а? Что с отъездом? Через пару дней банк подготовит сумму. И мы свободные. Иди ко мне. Иди ко мне. Тихо, тихо, тихо. Ну, что такое? Чушь-чушь! Тихо, тихо, тихо! Чушь-чушь, тихо, тихо. Тихо-тихо, тихо-тихо. Да. Да. Не разбудила? Нет. Чё, соскучилась? Давай спрятимся. Сладкая. К сожалению, не могу. Я завтра улетаю на Мальту. Куда? На Мальту? Собралась куда-то? Не твоё дело. Нет. Ты это видел? Нет. А что? Читай. Так. По заявлению майора Матвеева, начальника отделения милиции городка Партизанска, в котором недавно убили крупного бизнесмена депутата Государственной Думы Воронова, преступности давно не существует. Её выдумали журналисты жёлтой прессы для поднятия тиража. А факты тем временем… Ну, как тебе? Так. Это кто наваял? Так это Алина Гребенщикова. Алина Гребенщикова. Это Матвеев. А второй кто? Откуда я знаю? Он спиной стоит. Слушай, Санёк, давай-ка пробей этого Матвеева. Да. Здрасте. Здрасте. Не подскажут, как мне найти Гребенщикова? Да он, он там курит. Угу, спасибо. Здрасте, Гребенщикова? Да. Ваша работа? Ну, тут же моя подпись. И фотография ваша? Вы что, из милиции? Из прокуратуры. Александр Назаров. А я ж вас знаю. Это же вашего брата убили под партизанском. Сочувствую. Курите? Нет, спасибо. У меня к вам вопросы есть. Ну, пойдёмте. Пойдёмте. Этот Матвеев на меня жалобу сегодня прислал. Обвиняет меня в клевете. Так что теперь главный хочет переставить меня на попсу. Хотя, наверное, попса это лучше, чем бандиты. Ну да, безопаснее. А я не испугалась. Вы видели того, кто передал Матвееву деньги? Нет. Он всё время спиной ко мне стоял, а потом и ехал. Врёте. Говорю же, вам не видела. Врёте, я вам не верю. Но это ваши проблемы. Верю, не верю. Тоже мне Станиславский. Если у вас всё идите, вы мне мешаете, у меня много работы. Правильно. Ваш редактор вас на попсу перевёл. Там таким и место. До свидания. Сволочь. Да врёт она всё. Видела она его. Сначала накатала статью, потом поняла, куда ездит. Испугалась. Матвеева они уже допросили, намекнули мне, что сами во всём разберутся. Да послушай, если журналистка права и Матвеев в обороте, то для бандитов он отработанный материал. Нужно с ним пообщаться, пока его не убрали. Отправить меня в командировку в партизанском. По жене соскучился? И это тоже. Слишком много линий сходится в партизанском, начиная с Садальского. Марина. Полотенце я в душе повесила. Так. Бельё. Мама, а там ещё одна кровать. Я там буду спать. Нет, нет. Маме покой нужен. Так. И кто это у нас тут бузит? Кто собирается спать здесь? Я. Отлично. Ну тогда завтра утром вместе с мамой на уколы. А вот и нет. Ну это мы посмотрим. Как вы, Мариночка? Сейчас сестра у вас возьмёт анализ крови, а чуть позже я заберу вас на операцию. Да. Операция долгая будет? Не очень. Вы всё равно ничего не почувствуете. Ну не волнуйтесь вы так, Мариночка. Всё будет хорошо. И про вот эту вот вашу уродливую штуку вы забудете навсегда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Я хочу тебя. И я тебя, малыш. Как приеду, все будет, я обещаю. Смерть наступит быстро, как от сердечного приступа. Или, может, я скажу? Не надо. Я сама. Это наше семейное дело. Ты не бойся, я девочка взрослая справлюсь. Двести десятая палата. По коридоре, в самом конце. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК АВТОМ ПО ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК АВТОМ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Уже нет. Иди спать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, друзья. С ним приятно иметь дело. А с Назаровым? А при чем здесь Назаров? Ну как, он же заведовал нашими финансами. Моринг. Дядя сказал, что вы нам поможете бабки вернуть. Ну, если я правильно понимаю, возвращаете деньги вы. Я ими управляю. Хотя, сам Назаров может вам помочь. Смешно. С того света? Его же завалили. Не знаю, кого там завалили, но видел его недавно. Жив, здоров. А с ним можно как-то... Можно. Завтра. Но будет одно условие. Понимаю. Смелее. Смелее, смелее. Не больно. Конечно, пару недель придется походить в Туторе, а потом все будет нормально. Мамочка! Мамочка, быстро дала! Осторожней, осторожней. Мама, а ты что, ходить не можешь? Могу, могу теперь. После первых дней вашей маме нужно ходить поаккуратнее. Я детью с тюрьминой оставила. Анюк, держи, поздравляю. Поздравляю тебя, Марин. Спасибо тебе. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Тетя Надя, я же вам говорил, что все хорошо будет, а вы переживали. Оля, я в банк скоро вернусь. Я быстро, максимум час. Ай. Ай, не больно, не мочи. Чего-чего. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Ив. Да. Возьмите ребенка. Да, конечно. Оля, вы с Алешей в опасности. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, я сам удивлен. Прошло так много времени, а теперь они здесь и ищут тебя. Ну, а что ты хотела? Иван мертв. Где искать деньги? У его жены. Я так и знала. Что же нам теперь делать? Бежать и прямо сейчас. Бери Лешу и поехали. А Ваня? А Ваня поймет. Любой бы понял. Напиши ему записку. Ив? Да, мисс Ольга. Идите сюда скорее. Что случилось? Соберите ребенка, мы уезжаем. Объясните. Быстрее, пожалуйста. Поторопитесь, мэм, пожалуйста. Да, конечно. Оля, 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 ответь мне. Ваши деньги, мистер Назаров. Хотите их пересчитать? Да, считайте. Да. Оля, Оля. Черт. Остановитесь, пожалуйста. Извините. Я передумал, я не буду брать деньги. Сохраните их. Мистер Назаров? Мистер Назаров? Мистер Назаров? Мистер Назаров? Сохраните их для меня. Я приду поезди. Как пожелаете. Извините. Субтитры сделал DimaTorzok Оля, ты все делаешь правильно Поехали Все, Оля, расслабься Ты в безопасности Сигарец есть? Конечно, есть Зачем ты это сделал? Он все равно бы это не прочитал Почему? А ты еще не поняла Его бывшие друзья уже здесь Значит, ты заодно с ними Выследил нас, да? Не было другого выхода В конце концов, ты в безопасности И это самое главное Я отдал им Ивана в обмену тебя Оля! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваня! Останови машину Машину останови! Прекрати, я тебе сказал! Машину останови! Прекрати! Потом сама спасибо скажешь Сиди тихо Ну что, ковкой Давай погоняем Диви тихо Сиди тихо Сиди тихо Сиди тихо Ковкой Ваше мужик Сиди тихо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Живой! Живой! Держись, Оленька! Не бросай меня! Не бросай меня, Оля! Не бросай меня! Не бросай! Банкир до сих пор в коме. Ванька пустой. Мне нужен тот или другой, чтобы… Да тихо ты не ори, я его сто раз мог уже шлепнуть. О чем будет, если банкир в себя не придет? Мы тогда бабки наши никогда не достанем. Все, ладно. У меня все под контролем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В наручинке его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДИНАМИТО 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 Марина! Марина! Тихо! Петю разбудишь! Как ты могла подать на развод? Я понять не могу! Это нечестно! Это честно, Саша. У тебя был выбор. Либо семья, либо работа. Да я люблю свою работу. Как ты не понимаешь? И вас очень сильно люблю. Всякому терпению, Саша, рано или поздно наступает конец. У нас дети. И дети важнее. Пап, пап! Там по телевизору показывают дядю Ваню живого. Именно поэтому арест Ивана Назарова, чье имя хорошо известно в московских деловых кругах, поразил всех. Ведь до сих пор считалось, что Назаров погиб во время перестрелки под городом Партизанск Ленинградской области. Что же произошло на самом деле? На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стой! Пошел! Соримей! Если Назаров жив, мы можем вернуть наши деньги. Не уверен. Что-то слишком быстро они его отпустили. Он им наши деньги и отдал. Есть такая тема. Короче, Денис, тебе надо разбираться с Назаровыми. Они твоего отца убили. Это дело чести. Степан был доволен Иваном. Надо проверить. А то так можно убить курицу, которая несет золотые яйца. Я с тобой согласен, Ниночка. В общем, Денис, если нужна помощь, ты можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Федор. Да не за что. Мы же семья, и надо помогать друг другу. Правда, дядя Вить? Ну, ладно. В общем, я так понимаю, что мы целиком должны положиться на вас, Ниночка. Только у меня к вам одна просьба. Одна. Разберитесь с этим вашим Иваном. Побыстрее. Ну, подайте пример. А то мой вот племяш не потянул. Ну, правда, можно понять. Ездил первый раз за границу, растерялся. Хорошо, хоть домой успел вернуться. Дядя Вить, ну, я же тебе объяснял. Ладно. С Назаровым облажался? Облажался. Но реши хоть с майором. Чтобы духу его здесь не было. И такая тема есть. Да все сделаю, дядя Вить, все сделаю. Хорошо. Хорошо. Ну, что, майор, жив еще? А что ты меня хоронишь? Водички налей мне. Я органам-то еще пригожусь. А ту журналисточку я просто не трах. Вот она меня эту статейку-то и написала. Между прочим, ребята в прокуратуре тоже так думают. Думают, говоришь? Это хорошо. Дружки твои блатные, поди, все уже придумали. Запалил ты их нехило. Мы уже дело завели. Так что, может, оба гордиться. Генеральная прокуратура ими интересуетесь. Так что, видишь, майор, все вокруг думают. И ты подумай. Вдруг захочешь жить? Звони. Ну, наконец-то. Федор где? Передай, чтоб срочно звонил Матвееву. Срочно. Срочно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Давай поженимся Давай Правда? Правда Только мама твоя против свадьбы будет Ну ничего, мы дядю Витю подключим Не-не-не, дядя Витя против мамы не попрет Жаль Ладно, пора уже Мне надо домой еще заехать, переодеться Сегодня на Рюмина клуб открывают Скучно, правда, без тебя будет И с кем же ты пойдешь? Посмотрим Ты че? Я не хочу, чтобы ты ходил с другой тёлкой Ты что, ревнуешь? Круто! А че ты ржешь? Тебе смешно очень, что ли? Смешно тебе, да? Че ты ржешь? Тихо, тихо, тихо Че ты ржешь ты давно, да? Тихо, 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 тихо Я сказал Отпусти! Все Пойдем вместе Вместе пойдем Вместе пойдем, детка Только ты сначала должна это дело заслужить. Это он. А с охраной что делать? Делай, что должен. Остальное не твоя забота. Сделай. Вы что? Лежать! Вы что-то пацаны попутали. Верни то, что взял. Не понял. Не понял. Что насчет денег, которые ввел? Колись, где бабло? Ну? А если не верну? Что? Тогда мы сначала тебе сломаем первую руку, сука! А потом вторую, понял? А потом я... Наташа. Кто такой? Полетаев Павел Константинович. Адвокат. На Оронских пашешь. Ну, решаю кое-какие вопросы. Ну, передай тогда им. Деньги отдам. Условия есть. Бери руку. Отпусти его. Ага. Конечно. Хорошо. Да. Главное уважение. Ну, мы и лохи. Так, потом договорим. Чё орём? Эта тварь... Давай без этого, а? Короче, менты вместе с прокурорскими нас надули. Это бывает. Ты о чём вообще? Про перестрелку под партизанскому. Ну-ка, пойдём ко мне. Следаки прекрасно знали, что Назаров живой. Симпатичный братец точно об этом знал. Это же он опознавал труп. Ну, вернее, не его труп. Ну, ты понял. Нет. Давай садись. Успокойся. И ещё раз всё. С самого начала. Бандит Назаров живой. А его брат следователь его прикрывает. Налицо умышленное сокрытие фактов. Ты доиграешься, Алин. Вот мало тебе историй с Матвеевым, да? Матвеев оборотень, а Назаров опознал чужой труп. Ну, разве непонятно, для чего он это сделал? Чтобы спасти брата. Он в сговоре с этой бандитской сволочью. Ну, это я уже понял. Не надо мне второй раз повторять. Ты что делать собираешься, а? Пойду к Назарову, поговорю с ним под диктофон. Потом статью напечатаем. Статью – это хорошо. А скажи мне, Алин, а чего ты привязалась к этому Назарову, а? Чего он тебе сделал? Ничего. Разве это не наша работа – бороться с коррупцией? Да, мы борцы. И всё. А ещё он сказал, что я бездарность. А я не бездарность. Ясно. Я очень вас прошу, ну сделайте что. Я уже на всё согласна. Я вас очень прошу, товарищ майор. Я очень прошу, подождите там. Саша. Петрович. Слушай, что там Матвеев? Да молчит пока. Может, ты ошибался? Ну ладно, ты ошибался. Надеюсь, что нет. Давай, будем надеяться. Давай. Назаров, поговорить надо. Я не хочу с вами разговаривать. Между прочим, вы меня в долгу. Здрасте. Я? Вы и вся мировая общественность. Не напечатай я статью про продажного Матвеева. Он до сих пор брал бы взятки. Вы что от меня хотите? Ну, я печатаю новую статью. А-а-а. Хорошо поёт, но плохо танцует. Вы понимаете, Николай Андреевич. Это вас касается. История о двух братьях в провинциалах. Приехали лет десять назад в Москву из Первомайска. Ну и устроились мальчики. Младшенький в прокуратуре следователем, а старшенький стал то ли бандит, то ли бизнесмен. Ну, в общем, на одной из бандитских разборок, бац, старшенького-то и убили. А через пару месяцев убиенный вдруг воскрес. Самым расчудесным образом. Как думаете, Александр Петрович, понравится такая статья читателя? Тебе что надо? А вы до сих пор не поняли? Ведь вы же врали, когда якобы опознавали тело вашего брата. Врали или нет? Шла бы ты отсюда. Назаров. На выход. Стоять. Пошли. Пошел. Привет тебе от Полетаева. Твою мать. Твою мать. Ну, что же ты, красавчик. Поцелуй меня. Только не спеши. Я все сделаю сама. Ну, куда ты? Открывай, закончили мы. Твою мать. Пожалуйста. Пошли. Твою мать. Твою мать. Девень и трясающе. Пошли. Да, так как, то, чтоб... Пошли. 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 А что? Мать. Каринка. Че, ты все поняла? Поняла. А че мне будет? Че будет? Потанцуешь, оторвешься, булками потрясешь, покайфуешь. У нас не каждый день мухосранские клубы открываются. Но я как-то танцев не кайфую. Да? Странно. А я кайфую. Федь. Федь. Мне кажется, что тебя вот это интересует. Сделаешь все хорошо и пакетик твой. Не вопрос. Так что бери Дениску. Да, хорошо, я поняла. Все, я тебя жду. Денис. Ты че? Слушай, у меня к тебе просьба есть одна. Говори. Детский госпиталь когда закончат? Скоро, Нина Георгиевна. Полгода максимум. Проконтролируй там. Хорошо. Да, есть одна проблемка. Лаврухин упёрся. Не хочет отдавать участок старику Крылову. Цену задрал. Отступного просит. Я ему дам отступного. У Крылова горя потерял сына. А этот засранец отбирает у него землю. Не вернёт старику участок, заберём и поместье, и должность. Хорошо, я попробую как-нибудь подипломатичнее. Вроде всё у меня, да. А, чуть не забыл. Вот. Что это за деньги? Ну, у нас в храме новый настоятель. Так вот, не хочет брать Нина Георгиевна. Это почему? Говорит, не нужны ему такие деньги. Мам, не помешал? Что-то случилось? Нет ничего, просто хотел с тобой поговорить. Хорошо, я разберусь. Я пойду, Нина Георгиевна. До свидания. До свидания. До свидания. Мам, мы с Аллой хотели бы сходить на открытие нового ночного клуба. Можно? Карин. Выходи за меня замуж. Ну, че молчишь? Скажи, выйдешь? Все, завтра пацанам расскажу. Угу. Кто свидетель? Не знаю. Федька, давай Федька. Кто? Федька, наш. Федька же в тюрьме. Ты уехал? Он вышел. Ты уехал? Он вышел. Федька. Нам нужно уехать. Куда? Пожалуйста, поверь мне, не спрашивай ничего, хорошо? Карин. Федька, он ужасный человек. Да ты что? Федька мне как брат. Мы с ним с детства вместе. Да ты не понимаешь. Федька, он просто убьет нас с тобой. Здравствуй, сестренка. Привет, Федос. Каринка приехала. Я вижу. Ты что, сестра, не рада меня видеть что ли? Да нет, она рада. Ага. Ну так давай тогда обнимемся. Ишь ты какая стала, а? А ты, я смотрю, мою сестричку к рукам прибрал, да? Федос, у нас любовь. Я серьезно? Мы жениться хотим. Да ладно? Да. Свидетелем будешь? Свидетелем? Ну да. Свидетелем еще не был. Может терпилый, а? Да ладно, шучу, шучу. Давай, поздравляю, брат. Молодец. Спасибо, брат. С приездом, кореша. Ну я же говорил. Федька свой чувак. Иди ко мне. Ч-ч-ч-ч. Чего ты? А? Готов твой завтрак. Сейчас бабуля придет. Да? Вот и бабушка пришла. Здравствуй, Валентина. Привет, Саша. Извини. Ну что ты? Опять маршрутка подала. Ну, иди ко мне. Иди, мой хороший. Давай мою радость. Да? Да? Ты моя радость. Ты мое солнышко. Да? Газеты вон на столе свежие, как ты просил. Спасибо. Да? Булачко я подогрел. Спасибо. Умничка. Да, Лешка? Леша? Ты мой мальчик. Сейчас будем кушать с тобой, да? Что-то горячее, мне кажется. Сейчас немножко остынет. У нас все будет хорошо. Вот ты. Что-то случилось? Да нет, все в порядке. В порядке? Да? Да? Ну, агу скажи. Скажи агу мне. Как у вас ума хватило такое написать? Следователь, который красиво поет и плохо копает? Не стыдно? Мне никогда не стыдно за то, что я пишу. В отличие от вас, у меня прекрасная репутация. Ага. Ведь вы же знали, что ваш брат уголовник жив. Получил фашист гранату. Здрасте. Здравствуйте, Анина Георгиевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Добрый день. Почему вы не хотите принять пожертвования? Отдали бы бедным. Да это вам надо, чтобы ваши деньги брали. Только души деньгами не спасти. Вам да исповедаться. Думайте о своей душе, батюшка. Моя совесть чиста. И с Богом я как-нибудь без посредников договорюсь. Да. Но только не Богу вы служите, а тем подлым людям, с которыми связались. Простите меня, пожалуйста. Меня прихожане ждут. Матвеев. Допрыгался ты, Матвеев. А что такое? Я свою работу сделал. Ну, сделал и сделал. Молодец. Расклад поменялся, ты теперь лишний. Как это лишний? Да ты что? Что мне свердевать-то? Ты что тупой? Из города вали. Вот что тебе делать. Как валить? Да я столько лет на вас вкалывал. Всем было хорошо. И тут валить. Да вы что? Слушай, хорошо позлать. Тебе сказано вали. Не дай Бог ты где-нибудь свою пасть разъявишь. Я тебя вообще порву. Да вот еще что. Надо организовать звонок на один телефон. Из прокуратуры. Ну и что сказать? Да ничего не сказать. Подождешь пока подойдут и бросишь трубку. Если сделаешь все правильно, уедешь целым. Ну что, Руслик? Значит, вы жениться решили? Ну что, Руслик? Ну что, Руслик? Да. Значит, вы жениться решили? Прикинь. Сам не верю. Любите друг друга, да? Ну а как, Федь? Сладкая она, да? Кончай. Я люблю ее, понимаешь? Ладно. Ну а что ты по поводу свадьбы думаешь? Ну, мы еще не думали. Как праздновать будешь? Ну, не знаю. Надо с Каренкой поговорить. Ну, планы тоже какие-то там. Ответь. Ну, наверное, пацанов соберем. Ответь, ответь. Алло. Алло. Это кто? Звонят, ничего не говорят. Иди-ка сюда. Свадьбы не будет. Руслан. Руслан. Слышишь? Давай, пойдем. Давай, пожалуйста, пойдем отсюда. Братан, что случилось? Ты прикинь? Я прихожу, а эта гнида с мусорами разговаривает. Не правда. Вставай, Руслан. Все неправда, что неправда? На, слушай. Приемная прокуратура, слушай вас. Прокуратура эта, даже не мусора. Руслан, устань. Уведи, Карет. Уведи ее. Руслан. Давай, 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 вставай. Ну, я тебя прошу, не, ну, не нравится мне эта музыка. Ничего. Тебе надо расслабиться просто. Расслабить. Ну, давай. Ну, как дурак, ну, правильно. Нормально, нормально. Что? Ничего. Смотрю, какие вы молодые. Все впереди у вас. Я могу рассчитывать, что в клубе будет безопасно. Мам, ну, 30 лет уже, ну, не первый раз замужем, ну. Мам, ну, правда, ну, не маленький, ну, тем более мы с Алкой же вдвоем, так что мы... Ладно, идите. Да. Да. Вот о чем они могут так долго разговаривать? Не знаю. Сейчас успокоит ее, то придет. Чего ты паришься? А тебе не скучно? Скучно, пол помой. Карен. Детка, ну, я же предупреждал, я говорил. Ну, и убил бы меня. При чем здесь Руслан? Карин. Я тебя не могу убить. Я тебя никогда не убью. Я женюсь на тебя, Карина. Я не выйду за тебя. Я тебя не люблю. Зато я тебя люблю. Я тебя очень люблю, Карин. Моей любви хватит на весь мир. Поверь мне, Кариш, ты что? Карина. Какой ты мерзкий. Карина. Ну, мои же ласки тебе нравились, Карина. Ты меня насиловал. Нет, Карин, я тебя люблю. Я тебя очень люблю. Ты моей по-другому быть просто не может. Уходи. Уходи. Карина. Так что, ты из меня не выйдешь? Нет. Хорошо. Хорошо. Тогда ты не выйдешь ни за кого. И с каждым, кто к тебе приблизится, будет то же, что с твоим Русланом. Нет, еще хуже. Малый, слушай, а может, ты останешься? Я и не собирался. Как я Каринку оставлю? Ну, да. Надо за ней присмотреть. Чтобы она из дома не выходила. А то глупости понаделает, ладно? Да не вопрос, конечно. Давай, братан. Владимир? Поехали. Давайте. Хорошо отдохнуть там. Анжелка там уже? Наверное. Петр, стоять! Я тебе вчера все уже сказал. Пошел вон отсюда, придурок. Да сам ты придурок! Кто ты такой? Я тесно. Да я тебя могу в любой момент посадить. Ты меня понял? И про тот, между прочим, звонок... Завтра, чтобы тебя в городе не было, порву. А если где-нибудь вякнешь про разговор, и семью твою поганую вырежу. Пошли. Красава, отлично. Нормально, да? Давай, давай. Дэн, привет. Да, привет. Пойдем? Не-не, я-не, я пойду. Держи. Пойдем приспать. Пойдем. Пойдем приспать. Привет, красавчик. Потанцуем? Честно говоря, я не особо танцую. Два пива. Два пива. Грустим? Есть немного. Несчастная любовь? Ну, скорее, семейные проблемы. Может, я могу тебе чем-то помочь? Пойдем. 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 Не спится. Я не спится. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, это я. Да, он здесь. С тобой хотят поговорить. Да. Это Нина Воронова. Слушаю. Догадываешься, зачем я звоню? Догадываюсь. Тебе доверили деньги, верни их. Что мне будет за это? Ты уже свое получил. Не отдашь – сгниешь в тюрьме. Что будет с твоим сыном? Пальцем только его тронь. Тогда придите к соглашению с нашим адвокатом. Думай. Ну, что? Ушел с девушкой. С какой девушкой? Такой высокой, с кудрявой челкой. Похоже на тебя. А, я понял, это Анжела. Это одна из Людкиных девок. Чего? Да ты знаешь ее. Наркоманка она еще. Ну, я могу идти. Иди. Спасибо. Какая наркоманка? Федя, ты что, меня мать убьет какая? Послушай меня, какая наркоманка? Да тихо, успокойся ты, ну! Денис, взрослый человек, успокойся! Пожалуйста, помоги мне найти его! Ладно. Пошли. Скажешь, не спишь? Ну, как ты? Ну? Зачем он вернулся? Лучше бы сдох в своей тюрьме. Кариш, он вернулся сюда, потому что мы его семья. Какая семья? Сводный брат. Если бы родители были живы, такого бы не было. Солнышко, что ж ты говоришь такое? Я все понимаю, что ты расстроилась из Руслана. Но он стукач. Нет, это не правда. Это Федька все подстроил. Ну, ты ж сама видела. Он звонил в прокуратуру. Крыса жить не должна. Иди мне лучше уже. Правда. Денис! Черт, Денис! Он живой? Денис! Петя в скорую надо, слышишь? Звони в скорую! Тихо, ты не ори, дура! Ты матери звони! Какая скорая? Черт! Денис, господи, зачем? Денис! Черт! Зачем ты это сделал? Да. Беда. Черт! 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 Денис! Врача вызови, отнеси его в комнату. Мам, я только на минутку отлучилась. А-а-а! Я слушаю. Когда я нашел Дениса, рядом с ним валялся этот шприц. Мне правда очень жаль, если бы я знал, что у Дениса такие проблемы, я бы лучше за ним следил. Кто-нибудь еще знает об этом? Зря вы меня не уважаете, Нина Георгиевна. Я не крыса. Никто об этом не узнает. Спасибо. Извините. Я понимаю, что сейчас, наверное, не время, но я хотел бы попросить руки вашей дочери Аллы. Давай при других обстоятельствах. Понимаю. Как скажете. До свидания. Вот что. Мои клиенты хотят, чтобы мы с тобой договорились. Я давно говорю. Так, Назаров, на допрос. Я ни при чем. Давай, давай. Узнаешь? Это Михаил Селезнев. Говорят, вы были большими друзьями. А потом ты его убил. Это убийство тянет на пожизненное. Ты думал, что мы ствол не найдем? А мы ведь прочесали весь лес, все овраги и обочины и нашли. Причем на стволе на этом у нас есть четкие твои пальцы. А значит, имеются неопровержимые доказательства, что это ты убил Селезнева. Зачем мои показания тогда вам? Слушай, Назаров, я с уважением отношусь к твоему брату, поэтому скажу честно, я таких, как ты, презираю. Спасибо за откровенность. Но, несмотря на все это, я готов заключить соглашение. Интересный поворот. Короче, срок ты можешь получить минимальный, но взамен ты дашь нам все, что у тебя есть на Ворона и его партизанских корешей. Ты меня в свой тухлый замес давай не втягивай. Не знаю ничего. Назаров, ты базар-то фильтруй и голову включи. Я посмотрю, как ты запоешь, когда тебе приговор за умышленное зачитают. Все у тебя. Симпатичный у тебя пацан, жалко только без отца и матери. Неужели ты и сына своего ради блатных понятий сольешь? Ну и кто из нас после этого бандюк-то? Ну и кто из нас после этого бандюк-то? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Марин. Марин? Да. Привет. Здравствуй. Как дела? Отлично. А дети где? Дети. Дети наверху. Иди, они будут тебе очень рады. Ты не носишь больше тутер? Тутер? Да. А я тебе не говорила? Нет. Ну вот, сделали операцию. Все, Марин, я готов. Здрасте. Я машине жду. Да, я иду. Я больше не хромаю. Ни снаружи, ни внутри. Всего хорошего тебе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, скоро год при Италии. Помнишь, про которого я тебе не говорил? Ну, чё там, как там? Чу-почу. Лучше не спрашивай. Ну, чё, мы едем по бабам или нет? Косой, а чё так долго? Чё косой? Здорово. Здорово. Там просто вы, наверное, будут согласиться. Леонид, моё почтение. Привет. Сейчас, две минуты. Так что думай, думай. Ну, чё вы едете? Петь. Поезжайте, слышите вы, поезжайте. Я к вам попозже подъеду. Давайте. Разврат и бог. Давайте. Косой, дай пиво. Я подтянусь, чтоб там всё сладенько было. Ты не трогай ты меня, хорел. Горишь. Не подходи! Кориш, ну ты что? Ну не дури, Кориш, ну ты что? Ну убей, убей, убей! Это же круто, Кориш! Но нам же было так хорошо вместе, Кориша! Не подходи ко мне! Но нам же было так хорошо вместе! Иди сюда, Кориша! Кориша, детка! Детка! Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Тихо, тихо. Готов? Готов, готов. Сейчас вещи из спальни заберу. Пистолет дома оставь. Сейчас. Это не обсуждается, майор. Слушай, ну зануда ты, Назаров. Поехали уже, поезд ждет. Опознаем. Да иду я, иду. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Да. Проходите, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ваше меню. Приятного вечера. Я скоро подойду. Спасибо. Спасибо. Выбирай. Ну что, нравится тебе? Очень нравится. Спасибо. 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 Сань, давай ты на верхнюю полку залезешь, а? Вечер добрый. Чай, кофе, сигареты не желаете? Почем кофе? Пятьдесят рублей. Будешь, Петрович? Давай. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Простите. Извините, ради бога. Я… Серьезно, я… Да иди ты. Я же не специально, ну… Простите, я… Качает туда-сюда. Я же первый день просто работаю. Карпов стреляй, это он! Пос techno изверхи, дорогу. Офина. Все разговаривайте. să обрабатывайте difficile. Ты тысячи от coś explanation. Продолжение следует... Иди сюда, иди. Если бы ты его не сделала, Федь, капсистый, он бы меня изуродовал. Нина Георгиевна, пожалуйста, пожалуйста, не убивайте меня. Я жить хочу, пожалуйста. Что с ней делать? Не убивайте меня. Слушай меня. Ты садишься на первый поезд и исчезаешь из нашей жизни навсегда. Хорошо. И еще. Никогда больше не прикасайся к этой дряни. Поняла? Отпусти ее. Пошла. Вставай. Пошла отсюда. Это, конечно, все очень хорошо. Но ваш муж приказал бы ее наказать. А я не мой муж. Мама, ну что ты решила? Насчет? Насчет Феди. Нет. Что нет. Что нет? Я все равно за него выйду. Ты слышишь меня? Что ты молчишь? Что ты смотришь на меня? Алина! Алина! Матвеева убили. И еще одного. А Назаров твой жив. Я хочу с ним эксклюзивное интервью. Понятно? Ну куда ты? Он же в больнице. Там охрана. Туда запрос нужно делать. Вот и делай. Вот черт, Владимир. Делай запрос в прокуратуру. Ну? Вот что ты стоишь, как дерево? Ты хоть понимаешь, о чем я говорю? Или твоя башка говном набита? Дядя Вить, а что было делать? У меня даже возможности не было с тобой связаться. Федя, успокойся. Виктор Павлович, это я Федю к следакам отправил. Кстати, твой премяш молодец. Он все сделал так, как надо. Этот майор падла нас хоронить ехал. Что, Шерхан? Ты по вниманию генпрокуратуры соскучился? Нет, конечно. Горошина их дразнишь? Засветился с Матвеевым? Сиди тихо. Не лезь. Нина Георгиевна, я же вам угодить хотел. И Назарова. И Матвеева. Федор, ты наша проблема. Я, ваша проблема. Хорошо, что не Дениска. Кстати, а где он? Федя, жаткнись. Нина Георгиевна, кстати, действительно, где он? В Брюсселе. На семинаре. Угу. Угу. Вы с ним давно это обсуждали, и я просто забыла вам сказать. Вернется, займется делами. Угу. Ясно. Угу. Нина Георгиевна, позвольте, парни, дайте минутку. Нина Георгиевна, я по поводу свадьбы по-прежнему жду вашего ответа. Ты его уже получил. Слушайте, я что, выгляжу плохо? Почему вы меня так не любите? А за что мне тебя любить? Денису наркоманку подсунул, Алке мозги полощешь. Сделай так, чтобы я тебя больше не видела. Чего смотришь? Вали отсюда. Оп. И ты это проглотишь? За собой следите? Да, Федор. Ну, ты уж держи. Давай, Федя. Ну, чё сьё? Порвёт она его? Порвёт она его? Всё хорошо? Давно она тут? Три дня. Хотите, разбужу. Только недолго. Привет. Привет. Как дети? Всё время спрашивают, как папа? Как ты себя чувствуешь? Спасибо, что пришла. Хорошо, хоть снега нет. Али? Пропусти. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы от Фёдора? Конечно. А где сам Фёдор? Он найдёт вас завтра, днём в гостинице. Ваш номер. Спасибо. Welcome. Спасибо. Али, это Фёдор. Али, это Фёдор. дорогой. С приездом тебя. Спасибо, что приехал. Спасибо. Ну, проходи. 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 Здорово. Слушай, Али, давай сразу к делу, пока никто уши не греет. Я готов взять первую партию уже через неделю. Нет, ну, неделю это очень мало. Давай через месяц. Ну, хорошо, давай через месяц. Я буду у тебя самым любимым покупателем. Я тебе обещаю, Али. А скажи, вот я слышал, что твоя свадьба с дочкой Ворона вроде как сорвалась. Али, уволь информатора. У тебя плохой информатор. Ничего не сорвалось. Мы с тобой ещё погуляем на ней. Пойдём сейчас выпьем. Ну, пойдём. Пойдём. К лестнице ставь. Распишитесь вот здесь. Всё уже? Да, всё. Держи. Всё, спасибо. Давай. Борь, и куда всё это мы будем ставить? Не знаю. Сейчас посмотрим. Хватай сразу. Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Что происходит? Почему ты куришь в постели? Что за праздник? Откуда подарки? Чёртни! А ты чё, как мне родная? А ты чё, как мне родная? Я ночь провел со своей невестой. Мы женимся и завтра устраиваем праздник по этому поводу. Ты чё, против что ли? Собрал быстро свои шмотки и убрался из моего дома. Ты чё орёшь? Чё ты орёшь? Сама вали отсюда. И меня подожди. Базар есть. Ну? Дура. Я тебя за яйца держу. Мамуля. Представляешь, что будет, когда наша узнает, что твой сынулин наркоман? Кто тебе поверит? Ты, наверное, забыла, что у меня бумажка есть, в которой чёрным по белому написано, что Дениска хранил и употреблял героин. Теперь слушай, что ты будешь делать. Во-первых, ты позвонишь дяде Вите и скажешь, что ты лоханулась. Наркотики – отличный бизнес. А во-вторых, ты убедишь всех наших, что в этот бизнес нужно вкладывать бабло. Поняла? Поняла. Как раз завтра на празднике у тебя будет для этого время. Что-нибудь ещё? Не жадничай. Хватит тебе. Ладно, пойду я. У меня процедуры. Давай, мамуля. Слышишь, крепыш? Лови. Лёд принеси. Принеси, 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 детка. Давай, давай, давай. Как ты вообще пьёшь это дерьмо? Чё-нибудь нормальное? Принеси. Принеси. Привет, Марина. Привет. В чём дело? Почему ты трубку не берёшь? Данил, у меня муж в больнице лежит. Его чуть не убили. Я сейчас с ним должна быть. Ну, не убили же. Ну, сходила пару раз ради приличия. Слушай, я сегодня заеду. Будь, пожалуйста, дома. Ты что, не понимаешь? Всё кончено, Данил. Я себя очень глупо вела. Мне жаль, что так получилось. Прости. Прости? Вот так вот просто? Захотела – завела мужика, а захотела – бросила? Чё ты себя как шлюху ведёшь? Вы едете? Сейчас поедем. Я газету купила, Саш. Кто это? Его зовут Данила, он мне помог с операцией. И что у тебя с ним? Саш, мне надо было понять, что я хоть кому-то нужна. Я в Москву уезжаю. Саш, Саш. Я не знаю, что мне делать. Марину потерял, Карпова убили. Услышь меня, Саш. Я реально боюсь за тебя. За детей твоих, за Алёшка моего. Они не отстанут от вас. Ты выжил, это чудо. И что ты предлагаешь? Уходи из прокуратуры. В адвоката иди. С твоей головой тебе все рады будут. Маринка вернётся. Ты хочешь, чтобы я бросил несколько лет работы? Саш, у тебя выбор простой. Семья и жизнь, и работа, и смерть. Не лезь под пули, Саша. Живи. Я прошу тебя, Саня. Саша. 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 Привет. Что ты тут делаешь? Приехала сказать, что я тебя люблю. А как же тут? Забудь, я прошу тебя, Саша. Есть только ты и я, остальное вообще не важно. Я очень глупо себя вела, пожалуйста, я прошу тебя, прости меня. Сашка, любимый, ну прости, пожалуйста. Саша. Я тоже должен тебе кое-что сказать. Я решил уйти из прокуратуры. Семья дороже. Уснул? Уснул. Ну что, все в порядке, справилась? Ага, садитесь. Садитесь, присаживайтесь. А что тебе дать? Помидорку. Помидорку. Я так счастлива, что мы в Москву возвращаемся. Скучать я без вас буду. А мы приезжать будем. Да, Саша? Как я люблю домашнюю еду. Вкусно? Кто? Я открою. А вы ждете кого-то? Да и нет. Ну это уже наглость. Пойду посмотрю. Чего вы хотите? Погодите, я вам наврала. Я видела того человека, которому Атвеева деньги передавал, и который убил Седова. Простите меня. Мария, сейчас, секундочку, сейчас. Мы ждем, Саш. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну а что ты, Саш? Зови к столу девушку. Здравствуйте. Может поужинаете с нами? Здравствуйте. Девушка уже уходит. Сейчас поговорим по работе. Александр Петрович, я вас еле нашла. Сначала у больницы дежурила, потом у московской квартиры. Где вы раньше были? Вы понимаете, что два человека убиты с того, что вы правду скрывали? Да, я понимаю, поэтому я здесь. Мне очень жаль, но я этим больше не занимаюсь. Обратитесь к начальнику нашего отдела Шмурнову. Нет, я доверяю только вам. Я остановилась в местной гостинице. Почему-то я уверена, что вы мне позвоните. Спокойной ночи, Александр Петрович. Извините еще раз. Да. Да. Да, пойдем. Ну, а что происходит? Все хорошо, пойдем. Ну, что случилось? Все хорошо. Саша, ты чего не спишь-то? Сейчас, сейчас спи. Что сейчас-то? О чем ты думаешь, скажи? Ага. Ты об этой журналистке. Я так и знала. Это ей ты сегодня звонил? Угу. Понимаешь, если мужик подкупил Матвеева тот же, что и в поезде, и он же убил Седова, то это меняет дело. Мы можем дело завести. Я понимаю, Сашка, что ты так и не успокоишься, пока ей не позвонишь. Хочу ее в прокуратуру свозить. Вдруг она опознает этих бандитов. Мария, это мое последнее дело. Обещаю тебе. Слышишь? Я слушаю. Мне бы так хотелось в это верить, Санечка. Верь мне. Ну что, решился? Ага. На моих условиях. Я тебя слушаю. За братом поговорил. Уйдет из прокуратуры. Надо же. Наш непримиримый борец с преступностью решил сменить ориентацию. Брат, они тоже. Трогай. Ухо откушу. Смешно. Твое предложение. Деньги отдам. Подавить семье. Семью мою в покое оставите. Вот мои условия. Думай. Деньги отдам. Значит, по коридору до конца налево? Угу. Там лестница. По ней спуститесь, предъявите охраннику пропуск, он вас проведет в архиве. Хорошо. Спасибо. Да не за что. Пойдем. Жек. А. Дай сигарету. А это что за армиста? Назаров. Следователь из Москвы. Серьезно? И чего надо? Не знаю. Архив захотел наш посмотреть. Архив? Ну, бывай. Слушай, там у этих бак… Ну, в общем… Зацап. Хороший. Ну, хороший Люся. Нет. 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 Может, перекусим? Я не устала. Давай дальше. Нет. 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 Стой. Верни назад. Угу. Похож. Похож на того, который Матвееву деньги передавал, но намного моложе. Кобзистый Федор Анатольевич. Осужден на пятнадцать лет за убийство. Племянник авторитета? Пятнадцать лет. Он еще на зоне. Ты приписку посмотри. Освобожден досрочно два месяца назад. Тогда это он. Черт. Это он. Алло. Здорово, Серега. А где Шмурнов? Позвоню, недоступен. Так он сейчас в самолете. Отпуск взял за свой счет. На недельку. Расслабился наш терминатор. После того, как ты вернулся. Ясно. Слушай, созвони с ним, как приземлиться. Скажи, что завтра я буду в Москве. И мне нужен ордер на арест убийцы Карповой и Матвеева. Так ты его нашел? Да. Красава. Давай. Все, собирайся. Пошли. Почему ты не можешь взять ордер здесь, в местной прокуратуре? Потому что если ордер выдадут они, то и следствие должно будет проходить здесь. Думаешь, местным доверять нельзя? А ты как думаешь? Думаю, что нельзя. А чего тогда спрашиваешь? Виктор. Ниночка, наконец-то. Я не помешал? Да нет, ты можешь помешать только в одном случае. Я твоим звонком поражен просто. Потому что этот засранец я даже не знаю. Я убью твоего Федьку, ясно? Чтобы убить его, садись, Ниночка. Тебе надо в очередь сначала встать. Я пытался его остановить, но он гад трубку не берет. Он таких делает, что наломает. Ты о чем? Ну, ты что, не в курсе, что ли? Этот следак из Москвы, Назаров, разворошил архив и узнал Федьку по старой фотке. И что теперь? Федька будет его мочить? Однозначно. Мой человек из прокуратуры мне позвонил, но кретин. Он сначала Федьке позвонил, тот возбудился, а Назаров уезжает завтра. Значит, Федька будет спешить. Сядь. Витя, если Федька убьет Назарова, его брат с нами разговаривать не будет. И денег своих мы не увидим. У меня к тебе послание от Нины Георгиевны. Срочное. Ну, говори, рассрочно. Не здесь. У Саши проблемы. А что случилось? Что там? А у кого у нас ушко голое? Мы вот так его закроем. Мариш, не видела мой телефон? Телефон? Не, не видела. Может, Анька взяла? Привет. Марин, давай быстрее, приехали уже. Давай, машину ждут. Не зайдешь? Не, я покурю, чтобы не дымить на ребенка. Давай. Ага. Ай. Все, жду. А ты чего не одета еще? Где пальто? Там. Ну так бегом одеваться быстрей. Алло, Александра, позовите мне. Сашу, позовите мне. Подождите сейчас, подождите одну минутку, подождите, я посмотрю. Я прошу вас, быстрее давайте. Саша, к телефону. Саня! Саня! Ох! А-а-а-а-а! Квари! Квари! Да вы трогаетесь! Квари! Микон, Микон, Микон! Саня, брат! Тихо, тихо! Саня! 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 Саня, брат! Идиоты! Вы идиоты! На меня и так все злятся! А вы ребенка мочите, который ни в чем не виноват! Братан, это мой косяк. У него в руках было, там по-другому никак нельзя было. А ты понимаешь, малой, что детей мочить – это беспредел? Да, я все понимаю. За свой косяк я готов отвечать. Да? И че делать будем? Че делать будем, пацаны? Сева? Ну, а че делать-то? Федос, ну так получилось, ты все правильно сделал. Все так, только… Тихо, 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 тихо. Так надо, братан. Малой, то, что ты младенца замочил, никто не узнает. Спасибо, братан. Носи на здоровье. Круто. Ну как, я тебя не красотка. Нормально? Ну че, пацаны? Давай. За тебя пьем. Ой, это правильно. Давай. А можно я тут сюда перееду? Теперь все можно. Ну че, мы квасим или все-таки? Детка. Пошли вон отсюда. Че за фигня? Кончен праздник. Ты че несешь? Я только что говорила с твоим дядей. Ну и че? Берешься мента замочить, а сам убиваешь грудных детей. Езжай к дяде. Будет тебе праздник. Петь, о чем оно? Мои соболезнования. Никогда не прощу себя этого. Сашка был как стена. И больше таких не будет. Ты зачем пришел? Вот полюбуйся. Твоя работа. Твой брат. Твой сын убитым. Стой и радуйся. С Абсолютно. Не заходи. С Абсолютно. Твой сын убитым. Твой сын убитым. Твой сын убитым. Ужать его в сих, в 쪽Your джем. Твой сын убитым. Поехали! Не ответь! Аня за это ответил. Аня за это ответил. Обещаю. Прости, мама. Прости. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон»